АЯЧАНА СУТТА О ПРОСЬБЕ БРАХМА САНЬЮ ТАНИКАЯ 6.1 Как я слышал, однажды, когда Благословенный только достиг совершенного пробуждения, он пребывал в деревне Урувела на берегу реки Ниранджара у подножия пастушьего дерева Баньян. И когда он пребывал там один, в полном уединении, в его уме возникла мысль, Дхамма, ныне мною постигнутая, глубока, сложна для понимания, трудна для осознания, умиротворённа, чиста, лежит за пределами всех суждений, утончённа и доступна лишь мудрым. А это поколение людей увлекается лишь привязанностями, побуждается и услаждается только привязанностями. Для поколения людей, увлечённых лишь привязанностями, влекомых и услаждающихся привязанностями, трудно будет понять зависимость возникновения одного от другого. Кроме того, состояние, мною достигнутое, слишком труднопостижимо, ибо оно суть – растворение всех порождений ума, отказ от всех обретений, прекращение жажды, бесстрастие, угасание самости и освобождение. «Буде же стану я наставлять Дхамме, а другие меня не поймут, это будет обременительным, изнурительным для меня». И тут же такие гадхи, не звучавшие в прошлом, неслыханные кем-либо ранее, сложились у благословенного. «Покончено ныне с учением, мною с великим трудом постигнутым, Дхамма сия, слишком сложна для постижения теми, кто предан влечению и отвержению. Столь сокрытое, глубокое, тонкое, сложное для понимания, всему привычному, противоречащее, не воспримут страстям предающиеся, объятые тьмы покровом, и ум благословенного, так помыслившего, склонился к пребыванию в покое, а не к обучению иных Дхамме. Но Брахма Сахампати, прознав ход мыслей благословенного, помыслил, горе этому миру, ум Татхагаты, Раханта, достигшего совершенного пробуждения, склонился к пребыванию в покое, а не обучению Дхамме. И так же легко, как сильный человек распрямляет согнутую или сгибает выпрямленную свою руку, Брахма Сахампати вышел из мира Брахмы и явился предблагословенным. Прикрыв своим одеянием одно плечо, он преклонил правое колено, почти в благословенного дланями, сложенными у сердца, и молвил ему, «О повелитель, изволь же учить Дхамме, пусть Татхагатта учит Дхамме, в этом мире есть существа, кои отступятся, ибо глаза их запорошенные пылью неведенья, и они не способны воспринять Дхамму, однако найдутся те, кто ее постигнет». Молвив так, Брахма Сахампати продолжил Дхамме. В прошлом явилась среди магатхийцев нечистая Дхамма, измышленная мраченными, так отвори же им двери в бессмертие, пусть они слушают Дхамму, постигнутую безупречным. Подобно тому, как стоящий на скалистом утесе, видеть способен всех, находящихся ниже, так, о мудрейший, всевидением обладающий, взойди во дворец Дхамма, тобою постигнутый, и избавленный от страданий и узри же людей, объятых страданием, удрученных рождением и старением. Воспрянь, о герой, победивший в битве, странствуй наставник, ничем не обязанный миру, учи же Дхамме, о благословенный, найдутся те, кто поймет. И благословенный, восприняв призыв Брахмы, мир из сострадания ко всем существам, обозрел пробужденного оком, и узрел существ с глазами лишь чуть припорошенными пылью неведения, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. И подобно тому, как в пруду, средь синих, красных или же белых лотосов, некоторые из них, в воде рождающихся и произрастающих, распускаться могут лишь пребывая в воде и не поднимаясь над нею, а некоторые могут находиться даже на уровне воды, при том, что отдельные могут подняться и над водою, и цвести, ею несмачиваемые. Так и благословенный мир, озирая пробужденного оком, узрел существ, чьи глаза лишь чуть припорошены пылью, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. Узрев это все, он ответствовал Брахме Сахампати, гадхой. Двери в бессмертные открыты для тех, кто слышит. Так пусть же они прояснят свои воззрения, предвидя трудности, я, о Брахма, не решался людям давать благородную, превосходную Дхамму. И Брахма Сахампати, помыслив себе, Благословенный дал согласие свое наставлять Дхамме, склонился перед Благословенным и, обойдя его справа налево, тут же исчез. Комментарии к сути. На берегу реки Ниранджара, у подножия пастушьего дерева баньян. Пастушья, аджапала, буквально, козий пастух. Вероятно, баньян именуется так, поскольку пастухи коз часто останавливались на отдых в тени этого раскидистого дерева. Акхатарана сутта. Пересечение наводнения. Саньютаникая 1.1 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился к Благословенному, встал рядом и сказал ему. Как вы, господин, пересекли наводнение? Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Дева. Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь. Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав. Учитель согласен со мной. Кумарака сутта. Мальчики. Удана 5.4. Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. Тогда большая толпа мальчуганов собралась на дороге между Савадхи и рощей Джетты, где они ловили рыбу. Рано утром, Благословенный накинув одежды, взяв чашу и верхнее одеяние, отправился в Савадхи за подаяниями. По дороге он увидел большую толпу мальчуганов между Савадхи и рощей Джетты, которые ловили рыбу. Увидев их, он подошел к ним и, подойдя, сказал. «Ребята, боитесь ли вы боли? Нравится ли вам боль?» «Да, господин, мы боимся боли, и нам не нравится боль». Затем, осознав значение этого, Благословенный произнес «Если вы боитесь боли, если вам не нравится боль, не делайте зла, прилюдно или втихую. Если же вы делаете или будете делать зло, то вы не избежите боли, она схватит вас, даже если вы побежите от нее прочь». Сань Ютаникая, 15, 3 Слезы «Савадхи» Благословенный сказал «С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше, слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре в течение этого долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, Вот чего больше, слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах? Великолепно, монахи! Превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше, слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Санюта Никая, 35, 23. Сабба сутта. Все. Монахи, я объясню вам, что такое все. Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, что такое все. Всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется все. И если кто-либо скажет, помимо этого всего я опишу иное, то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение, и будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей. Кхага Висана Сутта. Отбросив в сторону свое прежнее насилие, против всех существ и не вредя никому из них, Пусть не желает никто ни сынов, ни друзей, Пусть он грядет, одиноко, подобно носорогу. Из близости к людям возникают страсти, и печаль возникает, Всегда идущая за страстями, поняв, Что в страстях коренятся страдания, Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Кто близкою дружбы связан с людьми, Тот лишается своей прибыли, Ибо дух его закован в цепи. В виде опасности дружбы Ты иди одиноко, подобно носорогу. Все запуталось в своих ветвях бамбуковое дерево, Весь опутан человек заботами о сынах и женах, Но как молодые бамбуковые побеги Не прилепляются ни к чему, Так и ты иди своим путем в одиночестве, Подобно носорогу. Как отвязанный скот, пущенный в лес, Пасется там на свободе, Привольно, так пусть и мудрый, Разумея сознанную цель, Идет одиноко, подобно носорогу. Постоянно зовут на пиршество, Завод на прогулки, на игры, Но пусть тот, кто ищет свободы От иго желаний, И принял великое решение, Грядет одиноко, Подобно носорогу. Есть веселье и удовольствие с товарищами, Есть радости и среди детей, Но хотя и нелегко разлучение с близкими, Все же лучше, подобно носорогу, в одиночестве, Держать верный путь свой. Для кого равны все четыре сферы, Кто не враждебен ни одной из них, Довольный и той, и иною, Пусть тот, как носорог, грядет одиноко, Побеждая без боязни на все опасности. Есть и отшельники, недовольные своей жизнью, Есть и миряне, живущие в доме, Но которых так же не радует их жизнь, Ты же иди своим путем одиноко, Подобно носорогу, Отстранив здесь всякие стремления, Любезные мирянам, Как отряхивается дерево от своих увядших листьев, Ты гряди одиноко, подобно носорогу, Доблестно порвавши все прежние узы. И если встретил ты разумного спутника, Товарища могущественного и мудрого, Ты иди с ним в раздумии и радости, Преодолевая опасности, И если же не найдешь ты себе разумного друга, Спутника праведного и мудрого, Лучше иди ты, как царь, Покинувший побежденную страну, Иди одиноко, подобно носорогу. Мы должны искать друзей, равных себе или лучших себя, И радоваться, найдя их, Если же не обрел ты подобных друзей, Лучше иди один, радуясь в своем одиночестве, Иди одиноко, подобно носорогу. Посмотри, как бьются друг от друга на твоей руке эти запястья, Золотые, искусно выкованные, Пойми же то, и лучше иди одиноко, Подобно носорогу. Близко связанный с другим, Я не избегу ни ссор, ни проклятий, Размышляя об этой опасности, Ты иди одиноко, подобно носорогу. Разнообразны плотские наслаждения, Они сладки и пленительны. То в том, то в другом виде Они колеблют наш дух, Видя горе, возникающее из радости и тела, Ты гряди лучше одиноко, Подобно носорогу. Эти наслаждения мое несчастье, В них скрыто семя потери, Неудач, горькой муки, опасностей. Так проведя опасности, Растущей из радости и тела, Ты гряди в одиночестве, Подобно носорогу. Избегая холода и жажды, Жажды и голода, Ветра и палящего солнца, Ядовитых мух и змей, Избегая всего этого, Ты, подобно носорогу, В одиночестве держи путь свой. Как слон, крепкий и могучий, Покинув табун, гуляет в лесу на приволье, Так и ты, в одиночестве держи путь свой, Подобно носорогу. Кто ищет радости в связях с другими, Того не влечет к себе дума об успокоении, Ты же, внимая словам Будды, Иди одиноко, Подобно носорогу. Я прошел через строгости учений, Я обрел самоподчинение и вступил на путь, ведущий к совершенству, Я обладаю верным знанием, Я не буду Вадим никем, Так говоря, ты, иди одиноко, Подобно носорогу, Не увлекаемый, не обольщаемый, Ничего не жаждущий, Никого не поносящий, Свободный от страстей и мечтаний, Не подчиненный никаким впечатлениям, Не связанный ими ни в одном из миров, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Избегай дурного товарищества, Оно научает дурному, Оно приводит к неправому. Не входи в дружбу с теми, Кто отдался похоти и гибнет в ней, Как носорог, Ты иди своим путем в одиночестве. Дорожи дружбою тех, Кому ведомо должное, Кто сведущ, великодушен и мудр, Ведая значение всякой вещи И побеждая сомнения, Как носорог, Ты иди своим путем в одиночестве, Не украшаясь, Не стремясь к веселью и удовольствиям, Этим обычным радостям мира, Нет, гнушаясь роскошества жизни, Вещая истину, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Оставь жену и сына, Отца и мать, богатство и жито, Оставь все, что порождает желание, И иди своим путем одиноко, Подобно носорогу. Все это, Узы, Во всем этом так мало счастья, Так мало радости, Это источник страданий, Это коварный крючок на Уде. В таком понимании, Ты иди раздумывая, Ты иди одиноко, Подобно носорогу. Сорви все Узы, Разорви все сети, Как рыба, запутавшаяся В тенетах, Разрывает их. Будь ты подобен огню, Никогда не возвращающемуся На сожженное место, И в одиночестве держи Путь свой, Подобно носорогу. С опущенными взорами, С утихшими чувствами, С духом нетронутым, Никакой страстью, Не пылая влечением, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Облегшись в свое желтое платье, Ты отряхни с себя Все заботы о доме, Как дерево стряхивает Свои увядшие листья, И гряди одиноко, Подобно носорогу. Не стремись к приятным вещам, Не будь неустойчив, Не заботься о пропитании других, Но сам иди, Прося подаяния, От жилища к жилищу. С духом не скованным, Никакой заботы, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Отбросив пять преград духа, Затушив в себе все дурное, Независимый, нетревожимый, Нежелающий, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Отбросив телесные наслаждения и печали, Отбросив и все душевные радости и страдания, Ты обретший спокойствие, чистоту и мир, Гряди одиноко, Подобно носорогу. Ревностный в достижении высшего блага, С духом свободным от всякой привязанности, Усердный и добрый, Одаренный мощью духа и тела, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Не отклоняясь от уединений и размышления, Уверенно шествуя стезиоид хаммы, Ясно видя все горе жизни, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Жаждущий только угошения всех желаний, Ревностный и размышляющий, Обузданный и решительный, Богатый знанием и трудами, Ты гряди одиноко, Подобно носорогу. Лев не страшится шума, Ветра не уловишь сетями, Лосось не окропится водой, Ты же гряди одиноко, Подобно носорогу. Вот лев с могучими лапами, Победивший всех зверей, Гордо идет он, Победитель, Властелин над всеми зверями, И ты в одиночестве держи путь свой, Подобно носорогу. Благосклонный в должное время, Покойный и сострадательный, Свободный и радостный, Ты, незатемненный целым миром, В одиночестве держи путь свой, Подобно носорогу. Отринув страсть и ненависть, Отбросив все мечтания, Сорвав с себя все оковы, Не содрогаясь перед мыслью о смерти, Ты гряди подобно носорогу. Люди ищут сближения, Служат другим ради собственной выгоды, Трудно найти друзей, Искренно преданных, Несвоекорыстных. Нет, Своей только выгодой, Озабочены люди, Они нечисты. Лучше в одиночестве, Иди ты своей дорогой, Подобно носорогу. Дигхаву Кумара, Ватху. История принца Дигхаву. Махавагга, 10, 2, 3, 20. Однажды монахи, в Варанасе, царем Касси был Брахмадатта, богатый, преуспевающий с большими владениями, с многочисленными солдатами и колесницами, владеющий обширными территориями, с забитыми до отказа арсеналами и амбарами. Дигхити был царем Кассалы, бедный, не столь преуспевающий, с небольшими владениями, с небольшим количеством воинов и колесниц, владеющий незначительными территориями с пустыми арсеналами и амбарами. Посему Брахмадатта, царь Касси, снарядив четырехчастную армию, отправился в поход против Дигхити, царя Кассалы. Царь Дигхити услышал, Брахмадатта, царь Касси, как говорят, снарядил четырехчастную армию и отправился в поход против царя Дигхити. Тогда он подумал, царь Брахмадатта, богатый, преуспевающий, с забитыми до отказа арсеналами и амбарами, тогда как я бедный, не столь преуспевающий, с пустыми арсеналами и амбарами, я не выдержу даже одной атаки его армии. Почему бы мне заблаговременно не скрыться из города? Тогда, взяв с собой свою первую царицу, он сбежал из города. Тогда царь Брахмадатта, захватив воинов, колесницы, земли, арсеналы и амбары царя Дигхити, завладел ими и установил свою власть. Между тем, царь Дигхити отправился в Варанасе вместе с царицей и через какое-то время прибыл туда. Там он жил с ней, на окраинах Варанасе, в доме гончара, прикинувшись странником. Вскоре царица забеременела, и забеременев, она пожелала увидеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. Она сказала царю Дигхити, «Ваше Величество, я беременна, и у меня такой каприз, я хочу видеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков». Он ответил, «Моя царица, где же нам взять в наши трудные времена четырехчастную армию при параде во время утренней зари и воду, используемую для омовения клинков? Если я не получу это, Ваше Величество, я умру». В то время Брахман, советник царя Брахмадатты, был другом царя Дигхити. Потому царь Дигхити отправился к нему и по прибытии сказал, «Твоя давняя знакомая беременна, и по беременности хочет исполнить такой свой каприз. Она хочет увидеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. В таком случае, позволь мне увидеть ее». Так царица отправилась к советнику царя Брахмадатты. Когда он увидел ее издали, то, встав со своего сидения, перекинул одежды на одно плечо и, подняв руку в приветствии, воскликнул три раза. «Царь Касалы пришел в твое чрево, царь Касалы пришел в твое чрево, не беспокойся, моя царица, ты увидишь четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпьешь воды, используемой для омовения клинков». Тогда он отправился к царю Брахмадатте и по прибытии сказал ему «Ваше Величество, знамение пришло, что завтра на заре следует выстроить четырехчастную армию при параде и омыть клинки». Посему царь Брахмадатта приказал своим людям «Я приказываю, сделайте так, как говорит Брахман-советник». Таким образом, главная супруга царя Дикхити увидела четырехчастную армию при параде во время утренней зари и испила воды, используемой для омовения клинков. Затем она родила сына, которого назвали Дикхаву, долгая жизнь. Прошли годы, и принц Дикхаву вырос и стал самостоятельным. Царь Дикхити подумал «Царь Брахмадатта из Касси причинил нам большой вред, он захватил наши армии, колесницы, земли, арсеналы и амбары, и если он узнает о нас, он убьет всех нас троих. Почему бы мне не отправить принца за пределы города?» Так принц, покинув город, жил за его пределами и обучился разным ремеслам. В то время бродобрей царя Дикхити перешел на сторону царя Брахмадатты. Он видел, что царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси, в доме гончара, притворяясь странником. Увидев его, он пошел к царю Брахмадатте и по прибытии сказал ему «Ваше Величество, царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси, в доме гончара, притворяясь странником. Посему царь Брахмадатта приказал своим людям, и я приказываю, схватите царя Дикхити вместе с царицей. Как скажете, Ваше Величество, и царя Дикхити схватили вместе с супругой? Тогда царь Брахмадатта приказал своим людям. Я приказываю, скрутите царя Дикхити и его супругу крепкой веревкой, так, чтобы их руки были плотно связаны за спиной. Постригите их на лосо. Вводите их под дробь звонкого барабана по улицам от перекрестка до перекрестка. Выведите их через южные ворота, и там, на юге от города, разрубите их на четыре части и закопайте в ямах, расположенных в четырех направлениях. Как скажете, и люди царя Брахмадаты скрутили царя Дикхити и его супругу прочной веревкой. Плотно завязав им руки за спиной, побрили их на лосо и водили их по улицам города под дробь звонкого барабана от перекрестка до перекрестка. В то время мысль пришла к принцу Дикхаву. Давно я не видел своих отца и мать. Что, если я отправлюсь повидать их? Так он вошел в город Варанаси и увидел отца и мать, скрученных веревкой, с плотно завязанными руками за спиной, побритыми на лосо головами, которых водили по улицам под дробь звонкого барабана от перекрестка до перекрестка. Принц подошел к ним. Царь Дикхити, увидев принца Дикхаву издалека, закричал. «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь это мщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» Когда он выкрикнул это, люди сказали ему. Царь Дикхити сошел с ума. Он бредит. Кто такой Дикхаву? Почему он говорит «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь это мщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» И тогда во второй раз, в третий раз он закричал «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь это мщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» И в третий раз люди сказали ему. Царь Дикхити сошел с ума. Он бредит. Кто такой Дикхаву? Почему он говорит «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь это мщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» «Я не сумасшедший и не в бреду! Тот, кто знает, тот поймет!» Тогда люди царя, проведя под дробь звонкого барабана царя Дикхити и его супругу по улицам, от перекрестка до перекрестка, вывели их через южные ворота и там на юге от города. Они разрубили их на четыре части и закопали в ямах, расположенных в четырех направлениях, и, установив стражу, ушли. Тогда принц Дикхаву купил в Варанасе выпивки и подпоил стражников. Когда они пьяными рухнули на землю, он собрал хворост, сложил костер, водрузил тела матери и отца на него и поджег. А затем он обошел костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. В то время царь Брахмадатта вышел на террасу на крыше своего дворца. Он увидел, как принц Дикхаву обходит костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. И он подумал, несомненно, это либо близкий родственник, либо кто-то из родницы Рядикхити. Ах, как жаль, что никто не может объяснить мне, что все это значит. Тогда принц Дикхаву, убежав в лес, плакал и рыдал так долго, пока не кончились слезы, а затем отправился обратно в Варанасе. Отправившись к загону для слонов, что рядом со дворцом царя, он сказал главному дрессировщику слонов, «Я бы хотел научиться этому ремеслу». Ну что же, молодой человек, пусть будет так. Затем, проснувшись, в последней страже ночи принц Дикхаву запел красивым голосом и заиграл на флейте в загоне для слонов. Царь Брахмадатта, который также проснулся в это время, услышал красивое пение и звуки флейты в загоне для слонов. Услышав, он спросил своих людей, кто это встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов. Ваше Величество, это молодой человек, ученик такого-то и такого дрессировщика слонов, встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов. Тогда я приказываю, схватите этого молодого человека. Как прикажете, Ваше Величество? И они пошли и схватили принца Дикхаву. Тогда царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву. Это ты вставал в прошлую последнюю стражу ночи, красиво пел и играл на флейте в загоне для слонов. Да, Ваше Величество? Тогда я приказываю, мой дорогой друг, пой и играй на флейте. Как пожелаете, Ваше Величество? И чтобы завоевать расположение царя, принц Дикхаву стал красиво петь и играть на флейте. Тогда царь Брахмадатта сказал ему, я приказываю, ты, мой дорогой друг, останешься и будешь служить мне. Как скажете, Ваше Величество? Ответил принц. Он вставал утром до того, как просыпался царь Брахмадатта. Ложился вечером после того, выполняя все, что царь пожелает. Делал всегда так, чтобы угодить ему. Говорил с ним вежливо. И вскоре принц Дикхаву утвердился у царя в Брахмадатте в доверии. Однажды царь Брахмадатта сказал принцу, я приказываю, мой дорогой друг, запряги колесницу и отправляюсь на охоту. Как скажете, Ваше Величество? Ответил принц. Приготовил колесницу. И сказал царю, Ваша колесница готова, Ваше Величество, можете отправляться, когда пожелаете. Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхаву взялся за упряжь. Он сделал так, что свита царя поехала одной дорогой, а колесница с царем другой. Затем, когда они отъехали достаточно далеко, царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву, Я приказываю, мой дорогой друг, распряги коней, я устал, я хочу прилечь. Как скажете, Ваше Величество? И принц распряг коней и сел со скрещенными ногами на землю. Тогда царь Брахмадатта прилег, положив голову на ладони принца Дикхаву. Поскольку он устал, то быстро заснул. Принц Дикхаву подумал, этот царь Брахмадатта из Касси причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить. Он вытащил свой меч из ножен, но затем он подумал. Мой отец сказал мне перед смертью, «Не будь, дорогой Дикхава, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения. Месть иссякает за счет прощения». Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. Поскольку он убрал меч обратно в ножны. Во второй раз. В третий раз принц Дикхаву подумал, «Этот царь Брахмадатта из Касси причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Он вытащил свой меч из ножен, но затем подумал. Мой отец сказал мне перед смертью, «Не будь, мой дорогой Дикхава, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения». Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. И опять он убрал меч обратно в ножны. Теперь царь Брахмадатта внезапно проснулся, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества. Принц Дикхава сказал ему, «Ваше Величество, почему вы внезапно проснулись, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества?» Только что мне приснился сон. Будто бы принц Дикхава, сын Дикхити, царя Кассалы, зарубил меня мечом. Тогда принц Дикхава, схватив царя Брахмадатту за голову своей левой рукой и, вытащив меч из ножен правой, сказал, «Я, Ваше Величество, тот самый принц Дикхава, сын Дикхити, царя Кассалы. Вы причинили нам большой вред. Захватили наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. И вы убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Посему царь Брахмадатта, упав головой к ногам принцу Дикхаву, сказал, «Даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву, даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву. Кто я такой, чтобы даровать жизнь вашему величеству? Это Ваше Величество должно даровать жизнь мне. Тогда, мой дорогой Дикхаву, ты даруешь мне мою жизнь, а я дарую тебе твою». Тогда царь Брахмадатта и принц Дикхаву даровали друг другу свои жизни и, взяв друг друга за руки, дали клятву не причинять друг другу вреда. Тогда царь Брахмадатта сказал принцу, «В таком случае, мой дорогой Дикхаву, запрягай колесницу, мы поедем». «Как скажете, Ваше Величество?» ответил принц, приготовил колесницу и сказал царю, «Ваша колесница готова, Ваше Величество?» «Можете отправляться, когда пожелаете». Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхаву взялся за упрыж. Он поехал так, что вскоре они встретились со свитой царя. Тогда царь Брахмадатта, въехав в Варанаси, собрал советников и министров, сказал им, «Если бы увидели принца Дикхаву, сына Дикхити, царя Касала, что бы вы с ним сделали?» Разные министры отвечали, «Мы бы отрезали ему руки, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему ноги, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему руки и ноги, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему уши, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему нос, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему уши и нос, Ваше Величество. мы бы отрубили ему голову, Ваше Величество. Тогда царь сказал, «Вот принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы, и я запрещаю вам сделать с ним что-либо. Им дарована мне моя жизнь, и я даровал ему его жизнь». Затем царь Брахмадата сказал принцу, «Твой отец, — кричал тебе перед смертью, не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения. Почему он так сказал?» Мой отец сказал мне перед смертью, «Не будь дальновидным, не питай отомщения в течение долгого времени». Вот что он мне сказал перед смертью. И когда он сказал, «Не будь близоруким, не спеши с разрушением дружбы, вот, что он мне сказал перед смертью. И он сказал, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения. И вы убили моего отца и мать. Если бы я лишил ваше величество жизни, то те, кто заботится о вашем благополучии, лишили бы жизни меня, а те, кто заботится о моем благополучии, лишили бы жизни их. И таким образом отомщение не иссякло бы за счет отомщения. Но теперь, когда я даровал вашему величеству жизнь, а ваше величество даровало мне, месть иссякла за счет прощения. Вот, о чем говорил мой отец перед смертью. Тогда царь Брахмадатта сказал, как поразительно, как восхитительно, как мудр принц Дикхаву, что он смог понять так полно то, что его отец сказал коротко. И так царь возвратил принцу войска его отца, колесницы, земли, арсеналы и амбары, и выдал за него свою дочь. Такова монахи терпимость и доброта царей, владеющих скипетром, владеющих мечом. Посему, пусть свет озарит ваш жизненный путь, так, чтобы и вы, наделенные Дхаммой и Винаей, были бы равны им к терпимости и доброте. Сигалавада сутта, беседа с Сигалой, Дикханикая, 31. Встреча с Сигалой Так я слышал. Однажды благословенный жил в бамбуковой роще в заповеднике Белок около Раджаграхи. В то время молодой Сигала, сын домохозяина, поднявшись, рано утром выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклонялся соединенными вместе руками различным сторонам света, востоку, югу, западу, северу, надиру и зениту. Тогда благословенный, одевшись в предполуденное время, взял чашу и одежду и вошел в Раджаграху за милостыней. Там он увидел молодого Сигалу, поклоняющегося таким образом. И так его спросил, почему вы, молодой домохозяин, поднявшись, рано утром, выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняетесь соединенными вместе руками различным сторонам света, востоку, югу, западу, северу, надиру и зениту. Господин, мой отец при смерти сказал мне, шести сторонам света, дорогой сын, ты должен поклоняться. И я, господин, уважая, чтя, почитая и соблюдая слово моего отца, поднимаюсь рано утром, и выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняюсь соединенными вместе руками этим шести сторонам света. Молодой домохозяин, в учении благородных шести сторонам света нужно поклоняться иначе. Как же, господин, нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных? «Было бы хорошо, господин, если благословенный преподал бы мне учение, рассказывающее, как нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных?» «Хорошо, молодой домохозяин, слушайте и хорошо запоминайте. Я расскажу прекрасно, господин», отвечал молодой «Сигала». Четырнадцать порочных факторов. И благословенный говорил так. «Молодой домохозяин, ввиду того, что благородный ученик первое, искоренил четыре пороков поведения, второе, поскольку он не совершает никаких порочных действий четырьмя способами, третье, поскольку он не занимается шестью каналами растраты богатства, он таким образом, избегая этих четырнадцати порочных вещей, охватывает шесть сторон света и вступает на путь, ведущий к победе, в обоих мирах. Его одобряют в этом мире и в том мире, после разрушения тела, после смерти, он рождается в счастливом небесном царстве. Первое, четыре порока в поведении. Каковы четыре порока в поведении, которые он искоренил? Домохозяин. Первое, уничтожение жизни, это порок. Второе, а также кража. Третье, прелюбодеяние. Четвертое, и ложь. Таковы четыре порока, которые он искоренил. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил убийство, кража, ложь, и прелюбодеяние. Эти четыре порока мудрые никогда не хвалят. Второе, четыре способа несовершения порочных действий. Какими четырьмя способами он не совершает никаких порочных действий? Первое, он не совершает зла под влиянием желания. Второе, он не совершает зла под влиянием злости. Третье, он не совершает зла под влиянием невежества. Четвертое, он не совершает зла под влиянием страха. Но поскольку благородный ученик не подвержен влиянию желания, гнева, невежества и страха, он не совершает никакого зла. Так сказал благословенный и когда господин так сказал, он добавил, кто из-за желания, ненависти или страха или невежества нарушает харму, вся его слава угасает, как луна на ущербе. Кто из-за желания, ненависти или страха или невежества никогда не нарушает харму, вся его слава постоянно увеличивается, как растущая луна. Третье. Шесть каналов рассеивания богатства. Каковы шесть каналов для рассеивания богатства, которыми он не занимается. Первое. Злоупотребление опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Второе. Гуляние на улицах в неподходящее время. Третье. Частое посещение театральных зрелищ. Четвертое. Злоупотребление азартными играми, вызывающее беспечность. Пятое. Связь с порочными товарищами. Шестое. Привычка к безделью. Первое. Последствия пьянства. Есть молодой домохозяин такие шесть порочных последствий в злоупотреблении опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Потеря богатства. Увеличение ссор, подверженность болезням, приобретение порочной репутации, непристойное обнажение тела, ослабление интеллекта. Второе. Последствия прогулок в неподходящее время. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий в гулянии на улицах в неподходящее время. Он сам незащищен и неохраняем. Его жена и дети незащищены и неохраняемы. Его имущество незащищено и неохраняемо. Он подозревается в порочных делах. Про него распространяют ложные слухи. он встречается со многими неприятностями. Последствия частого хождения на представление. Есть молодой домохозяин. Такие шесть порочных последствий частого посещения театральных зрелищ. Он постоянно думает «Где сейчас танцы? где сейчас пение? Где сейчас музыка? Где сейчас декламация? Где сейчас игра на цимбалах? Где сейчас дутье горшков? Последствия увлечения азартными играми. Есть молодой домохозяин такие шесть порочных последствий злоупотребления азартными играми. Победитель вызывает ненависть. Проигравший горюет о потерянном богатстве. Потеря богатства. На его слово не полагаются в суде. Его презирают друзья и партнеры. Он не имеет спроса как жених, потому что люди говорят, что он игрок и не подходит для того, чтобы заботиться о жене. Последствия дружбы с порочными людьми. Есть молодой домохозяин такие шесть порочных последствий связи с порочными товарищами. А именно когда любой игрок, любой распутник, любой алкоголик, любой жулик, любой обманщик, любой хулиган, его друг и товарищ. Последствия привычки к безделью. Есть молодой домохозяин такие шесть порочных последствий в привычке к безделью. он совсем не работает, говоря, что слишком холодно, что слишком жарко, что слишком поздно, что слишком рано, что он очень голоден, что он очень наелся. Живя таким образом, он оставляет много обязанностей невыполненными, не приобретая нового богатства, а богатство, которое он уже приобрел, истощается. Так сказал благословенный, и когда господин так сказал, он добавил, он друг по бутылке, он говорит, друг, друг, только лицом к лицу, он друг и партнер, только тогда, когда это выгодно. Поздний сон, прелюбодеяние, раздражительность, недоброжелательность, порочные товарищи, жадность, эти шесть причин разрушают человека. Человек, у которого порочные товарищи и друзья, склонен к порочным путям, его ждет крах в обоих мирах, в этом и в следующем. Кости, женщины, алкоголь, танцы, пение, сон днем, гуляние в неподходящие часы, порочные товарищи, жадность, эти девять причин разрушают человека. Кто играет в кости и пьет опьяняющие напитки, ходит к женщинам, которые дороги другим, как жизнь, общается с низкими людьми, а не со старшими, он убывает, как луна на ущербе. Кто пьян, беден, нищ, никак не может напиться, часто посещает бары, тонет в долгах, как камень в воде, быстро приносит дурную славу своей семье. Кто по привычке спит днем и бодрствует допоздна, всегда пьян и распущен, непригоден для ведения жизни домохозяина. Кто говорит, что слишком жарко, слишком холодно, слишком поздно и оставляет дела невыполненными, мимо того проходят хорошие возможности. Но тот, кто обращает на холод или жару не больше внимания, чем на стебелек травы и мужественно выполняет свои обязанности, не упускает удачи. Характеристики друзей и врагов. Четыре недруга. Молодой домохозяин следующих четырех нужно знать как врагов в облике друзей. Первое того, кто присваивает имущество друга. Второе того, кто помогает только на словах. Третье того, кто льстит. Четвертое того, кто приводит к краху. Первое расчетливый. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга, того, кто присваивает имущество. Он присваивает богатство своего друга. Он дает немного и просит много. Он выполняет свои обязанности из страха. Он общается ради собственного блага. Второе болтун. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга того, кто помогает только на словах. Он делает дружеские заверения в том, что касается прошлого. Он делает дружеские заверения в том, что касается будущего. Он старается завоевать расположение пустыми словами. Когда появляется возможность помочь, он говорит, что не может. Третье. Льстец. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга того, кто льстит. Он одобряет порочные дела своего друга. Он не одобряет хороших дел своего друга. Он хвалит его в его присутствии. Он ругает его в его отсутствии. Четвертое. Распутник. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как врага в облике друга того, кто приводит к раху. Он товарищ в злоупотреблении опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Он товарищ в гулянии на улицах в неподходящие часы. Он товарищ в частом посещении театральных зрелищ. Он товарищ в злоупотреблении азартными играми, которые вызывают беспечность. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил друг, который присваивает имущество, друг, который помогает только на словах, друг, который льстит, друг, который приводит к краху. Этих четырех мудрые считают врагами. Избегай их издалека, как опасные пути. Четыре друга. Молодой домохозяин следующих четырех нужно знать как участливых друзей. Первое. Кто помогает? Второе. Кто остается таким же в счастье и в горе? Третье. Кто дает хороший совет? Четвертое. Кто сочувствует? Первое. Надежный друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать того, кто помогает, как участливого друга. Он охраняет беспечных. Он защищает богатство беспечных. он дает убежище. Когда вы в опасности. Когда он что-то обязан, он дает вдвое больше. Верный друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как участливого друга того, кто остается тем в счастье и в горе. он раскрывает свои тайны. Он хранит ваши тайны. Он не оставляет в беде. Он готов пожертвовать своей жизнью ради вас. Мудрый друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как участливого друга того, кто дает хороший совет. Он удерживает от совершения зла. Он поощряет делать добро. Он сообщает о том, что вам неизвестно. Он указывает путь к небесам. Искренний друг. Четырьмя способами молодой домохозяин нужно знать как участливого друга того, кто симпатизирует. Он не радуется при вашей неудаче. Он радуется вашему процветанию. Он не дает другим плохо говорить о вас. Он хвалит тех, кто хорошо отзывается о вас. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил «Друг, который помогает, друг в счастье и в горе, друг, который дает хороший совет, и друг, который сочувствует, эти четырех мудрые считают своими друзьями, и преданно о них заботятся, как заботится мать о своем ребенке. Мудрые и добродетельные сияют, как пылающий огонь. Тот, кто приобретает богатство, не причиняя вреда, похож на пчелу, собирающую мед. Богатства растут у него быстро, как муравейник. Приобретя богатство таким образом, мирянин, подходящий для жизни домохозяина, делит свое богатство на четыре части. Так, он завоюет дружбу, одну часть он использует для своих потребностей, две части тратит на свое дело, а четвертую сохраняет на случай нужды. Обязанности в социуме охват шести сторон света. И как молодой домохозяин благородный ученик охватывает шесть сторон света. Вот, что нужно считать шестью сторонами света. Первое, родителей нужно считать востоком. Второе, учителей югом. Третье, жену и детей западом. Четвертое, друзей и партнеров севером. Пятое, слуг и работников надиром. Шестое, отшельников и броминов зенитом. Первое, обязанности детей и родителей. Пятью способами, молодой домохозяин, ребенок должен служить своим родителям, как к востоку. Я буду поддерживать их, поддержавших меня. Я буду выполнять их обязанности. Я буду сохранять семейную традицию. Я буду стараться быть достойным своего наследства. Кроме того, я буду раздавать милостыню в память моих умерших родственников. Пятью способами молодой домохозяин родители, которым дети служат как востоку, проявляют свое сочувствие к детям. Они удерживают их от порока. Они поощряют их делать добро. Они обучают их профессии. Они устраивают подходящий брак. в надлежащее время они вручают им их наследство. Этими пятью способами дети служат своим родителям как востоку, и родители проявляют сострадание к своим детям. Так они охватывают восток, делая его безопасным и надежным. Второе обязанности учеников и учителей. Пятью способами молодой домохозяин ученик должен служить учителю как югу, вставая с места в приветствии, заботясь о нем, рвением учиться, собственными услугами, почтительным вниманием при обучении. Пятью способами молодой домохозяин учителя, которым так служат как югу их ученики, проявляют свое сострадание. Они обучают их самому лучшему. Они следят за хорошим усвоением знаний. Они обучают их искусствам и наукам. они знакомят их с друзьями и партнерами. Они обеспечивают их безопасность повсюду. Такими пятью способами учителя, которым так служат как к югу их ученики, проявляют свое сострадание к ним. Так они охватывают юг, делая его безопасным и надежным. Третье обязанности супругов. Пятью способами молодой домохозяин должен муж служить жене как западу, быть вежливым с ней, не презирать ее, быть верным ей, передавать ей полномочия, обеспечивая ее украшениями. Жена, которой ее муж так служит как западу, проявляет сострадание к своему мужу пятью способами. Она хорошо исполняет свои обязанности. Она гостеприимна к родственникам и окружающим. Она верна. Она сберегает то, что он приносит. Она искусна и трудолюбива в исполнении своих обязанностей. Этими пятью способами жена проявляет сострадание к своему мужу, который служит ей как западу. Так он охватывает запад, делая его безопасным и надежным. Четвертое обязанности друзей. Пятью способами молодой домохозяин должен член рода служить своим друзьям и партнерам как северу. Щедростью, вежливой речью, быть полезным, быть беспристрастным, искренностью. Друзья и партнеры, которым член рода так служит как северу, проявляют к нему сострадание пятью способами. Они защищают его, когда он беспечен. Они защищают его имущества, свойства, когда он беспечен. Они дают убежище, когда он в опасности. Они не оставляют его в беде. Они оказывают внимание его семье. Такими пятью способами друзья и партнеры, которым член рода так служит, как северу, проявляют к нему сострадание. Так он охватывает север, делая его безопасным и надежным. Пятое обязанности работников и хозяев. Пятью способами должен хозяин служить своим слугам и работникам как надиру, назначая им работу согласно их способностям, обеспечивая их пищей и заработной платой, ухаживая за ними в болезни, делясь с ними любимыми лакомствами, время от времени предоставляя им отпуск. Слуги и работники, которым их хозяин так служит, как надиру, проявляют свое сострадание к нему пятью способами. Они поднимаются раньше него. Они ложатся спать после него. Они берут только то, что им дают. Они хорошо исполняют свои обязанности. Они поддерживают его доброе имя и славу. Такими пятью способами служащие и работники, которым их хозяин служит как надиру, проявляют к нему свое сострадание. Так он охватывает надир, делая его безопасным и надежным. Шестое. Обязанность тимирян и духовных. Пятью способами молодой домохозяин должен служить отшельником и бромином, как зениту, приятными делами, приятными словами, приятными мыслями, держа дом открытым для них, обеспечивая их материальные потребности. Отшельники и бромины, которым домохозяин так служит, как зениту, проявляют к нему свое сострадание шестью способами. Они удерживают его от порока. Они убеждают его делать добро. Они добросердечно любят его. Они побуждают его услышать то, чего он не слышал. Они разъясняют то, что он уже слышал. Они указывают путь к небесному состоянию. Такими шестью способами отшельники и бромины проявляют свое сострадание к домохозяину, который служит им, как зениту. Так он охватывает зенит, делая его безопасным и надежным. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил, мать и отец восток, учителя юг, жена и дети запад, друзья и партнеры север, слуги и работники надир, отшельники и бромины зенит, кто пригоден для того, чтобы вести жизнь домохозяина, должен приветствовать эти шесть сторон света. Кто мудр и добродетелен, мягок и сообразителен, скромен и ответственен, тот может достичь почести. Кто энергичен и не ленив, непоколебим в беде, безупречен в манерах и умен, тот может достичь почести. Кто гостеприимен и дружественен, щедр и бескорыстен, руководитель, учитель, лидер, тот может достичь почести. Великодушие, приятная речь, полезность другим, беспристрастность ко всем, как того требует ситуация. С помощью этих четырех побеждающих путей движется мир, как с помощью чеки колеса едет колесница. Если их нет в мире, ни мать, ни отец не получает уважения и почтения от своих детей. Так как мудрые высоко ценят эти четыре побеждающих пути, то они достигают славы и по праву получают похвалу. Когда благословенный так сказал, Сигала, молодой домохозяин, сказал так, «Превосходно, господин, превосходно!» Как будто кто-то поставил прямо то, что было опрокинуто, или показал то, что было скрыто, или указал путь тому, кто сбился, или поднес лампу среди темноты, чтобы те, кто имеют глаза, могли видеть. Так благословенный различными способами объяснил учение, «Я принимаю убежище, господин, в Будде, Дхарме и Сангхе. Пусть благословенный примет меня как мирского последователя, как того, кто принял убежище с этого самого дня до конца жизни». Маджхима Никая 2 Сабасавва Сутта о всех загрязнениях «Я слышал, что однажды благословенный пребывал в Саватхе, в роще Джетте, в монастыре Анатхапендике. Там он обратился к монахам. «Монахи» «Да, учитель», отвечали монахи. Благословенный сказал «Монахи, уничтожить загрязнение ума может только тот, кто знает и видит, а не тот, кто не знает и не видит». Знает и видит что? Знает и видит, что такое правильное направление внимания для рассмотрения феноменов и неправильное. Когда монах направляет внимание неправильно, то у него в уме возникают те загрязнения, которых не было, а загрязнения, которые уже были, увеличиваются. Когда монах направляет внимание правильно, то тех загрязнений, которых у него в уме не было, не возникает, загрязнения, которые уже были, устраняются. Первое. Есть загрязнения, которые следует устранять видением. Второе. Есть загрязнения, которые следует устранять сдержанностью. Третье. Есть загрязнения, которые следует устранять использованием. Четвертое. Есть загрязнения, которые следует устранять терпением. Пятое. Есть загрязнения, которые следует устранять избеганием. Шестое. Есть загрязнения, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. Есть загрязнения, которые следует устранять развитием. Первое. И какие загрязнения следует устранять видением. Вот необученный заурядный человек, не уважающий благородных, не знающий и не практикующий их Дхамму, не уважающий чистых умом людей, не знающий и не практикующий их Дхамму, не распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на подходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на неподходящие. И каковы эти неподходящие мысли, на которые он направляет внимание? Это любые мысли, направление внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание, вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления, вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение неведения. Таковы неподходящие мысли, на которые он направляет внимание? И каковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимания. Это любые мысли, направление внимания, на которые не вызывает чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было. Не вызывает загрязнения становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимания. Из-за того, что он направляет внимание на неподходящие мысли и не направляет внимание на подходящие, в нем возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, увеличиваются. И каким образом он неправильно направляет внимание? Был ли я в прошлом? Не было ли меня в прошлом? Чем я был в прошлом? Каким я был в прошлом? Будучи чем я был таким в прошлом? Буду ли я в будущем? Не будет ли меня в будущем? Чем я буду в будущем? Каким я буду в будущем? Будучи чем я буду таким в будущем? Или вместо этого он внутренне запутан в настоящем? Есть ли я? Нет ли меня? Что я? Каков я? Откуда взялась эта моя душа? Куда она уйдет? По мере того, как он продолжает так неправильно направлять внимание, у него появляется одно из этих шести воззрений. Воззрение. Воззрение. Это мое Я является тем, что осознает ощущения здесь и там, которые являются результатами хороших и плохих дел, и это самое Я, постоянно, непрерывно, вечно и не подвержено изменению, будет таким в течение вечности. Появляется у него. Это называется чашей воззрений, грудой воззрений, искажением воззрений, спутанностью воззрений, путами воззрений. Скованный путами воззрений, необученный, заурядный человек не освобожден от рождения, старения, смерти, от печали, стенания, боли, горя и отчаяния. Он не освобожден, я говорю вам от мук и страданий. Хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных, хорошо знает и практикует их тхамму. Кто уважает чистых умом людей, хорошо знает и практикует их тхамму, тот распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на неподходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на подходящие. И каковы эти подходящие мысли, на которые он не направляет внимание? Это любые мысли, обращение внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание. Вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления. вызывает загрязнение невидения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение невидения. Таковы неподходящие мысли, на которые он не направляет внимание. И каковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание, это любые мысли, направления внимания на которые, не вызывают чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было. Не вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание. Из-за того, что он не направляет внимание на неподходящие мысли и направляет внимание на подходящие, в нем не возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, устраняются. Вот таким образом он правильно направляет внимание. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания. По мере того, как он таким образом правильно направляет внимание, три путы отбрасываются в нем. Воззрение о Я, скептические сомнения, привязанность к обрядам и церемониям. Это называется загрязнениями, которые следует устранять видением. Второе. И какие загрязнения следует устранять сдержанностью? Вот монах с правильным памятованием охраняет дверь глаза. Если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь глаза. С правильным памятованием он охраняет дверь уха. С правильным памятованием он охраняет дверь носа. С правильным памятованием он охраняет дверь языка. С правильным памятованием он охраняет дверь тела. С правильным памятованием он охраняет дверь ума. Если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь ума. Это называется загрязнениями, которые следует устранять сдержанностью. Третье. И какие загрязнения следует устранять использованием? Вот монах с правильным памятованием пользуется одеянием просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от укусов мух, комаров, защититься от солнца, ветра и ползающих тварей. С правильным памятованием он употребляет пищу, собранную как подаяние не ради развлечений, не ради упоения, не ради откорма и украшения, а просто для того, чтобы продолжить жизнь этого тела, устранить его недуги, тем самым поддержать ведение святой жизни. С мыслью, так я устраню старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Я поддержу себя, не буду порицаем, буду жить в благоразумии. С правильным памятованием он использует жилища просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от укусов мух, комаров, защититься от солнца, ветра и ползающих тварей. Он пользуется жилищем просто для того, чтобы скрыться от непогоды и радоваться затворничеству. С правильным памятованием он использует лекарства для излечения болезней, просто для того, чтобы защититься от мучительных ощущений из-за болезней, что уже возникли, и предотвратить другие заболевания. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не использовал таким должным образом этих вещей, в нем не возникают, по мере того, как он использует их так. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. И какие загрязнения следует устранять терпением? Вот монах терпит с правильным памятованием. Он терпит холод, жару, голод и жажду. Терпит укусы мух, комаров, ветер, солнца и ползающих тварей. Он терпит возникающие неприятные и недружелюбные слова и телесные ощущения, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, противные и угрожающие жизни. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, могли бы возникнуть в нем, если бы он не терпел всего этого. В нем не возникают, по мере того, как он терпит. Это называется загрязнениями, которые следует устранять терпением. Пятое. И какие загрязнения следует устранять избеганием? Вот монах с правильным памятованием избегает встречи с диким слоном, с дикой лошадью, с диким буйволом, с дикой собакой, со змеей. Он избегает пней, колючек, пропастей, обрывов, выгребных ям, канализаций. С правильным памятованием он избегает сидеть в ненадлежащих местах или заходить в неподходящие жилища. Он избегает общения с плохими друзьями, что бросило бы тень подозрений в неблагом поведении по отношению к нему среди его знающих друзей по святой жизни. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не избегал всего этого, в нем не возникают по мере того, как он этого избегает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять избеганием. Шестое. И какие загрязнения следует устранять уничтожением. Вот монах с правильным памятованием не терпит возникшую мысль о чувственных наслаждениях. Он отбрасывает ее, уничтожает ее, рассеивает ее, истребляет ее. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о недоброжелательности. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о жестокости. Это называется загрязнениями, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. И какие загрязнения следует устранять развитием? Вот монах с правильным памятованием развивает осознанность как фактор просветления, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Он развивает исследование Дхаммы как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, успокоение как фактор просветления, сосредоточение как фактор просветления, непоколебимость как фактор просветления, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не развивал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он это развивает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять развитием. Когда загрязнения в уме монаха, которые следует устранить видением, отбрасываются посредством видения. Когда загрязнения, которые следует устранять сдержанностью, отбрасываются посредством сдержанности. Когда загрязнения, которые следует устранять использованием, отбрасываются посредством использования. Когда загрязнения, которые следует устранять терпением, отбрасываются посредством терпения. Когда загрязнения, которые следует устранять избеганием, отбрасываются посредством избегания. Когда загрязнения, которые следует устранять уничтожением, отбрасываются посредством уничтожения. Когда загрязнения, которые следует устранять развитием, отбрасываются посредством развития, то тогда его можно назвать монахом, который пребывает сдержанным, со сдержанностью по отношению ко всем загрязнениям. Он отрезал жажду, порвал путы, и правильным образом, постигнув самомнение, он положил конец страданиям. Так сказал Благословенный. Обрадованные монахи восхитились его словами. Примечание. Вызывает загрязнение становления. Становление бхава означает появление существа в одном из трех миров сансары – мире чувств, мире форм, бесформенном мире. Вызывает загрязнение неведения. Неведение в кратком варианте определяется как незнание и непонимание четырех благородных истин. Три путы отбрасываются в нем. Здесь перечислены три нижних путы, привязывающих к сансаре. С отбрасыванием этих трех пут человек становится вступившим в поток – сатапана. И в течение семи жизней максимум в обязательном порядке достигнет полного просветления, то есть устранения всех десяти сансарных пут. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. Имеется в виду, что загрязнения устраняются, если необходимые для жизни вещи используются с правильным пониманием их использования. Он развивает исследование Дхамма как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, успокоение как фактор просветления, сосредоточение, непоколебимость, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. 7 факторов просветления Вита Касандхана сутта «Устранение отвлекающих мыслей» Маджхиманикая 20 «Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там он обратился к монахам. «Монахи!» «Да, учитель!» — отвечали монахи. Благословенный сказал, «Когда монах намеревается тренировать возвышенный ум, то есть пять вещей, на которые он должен обращать внимание в должное время. Какие пять?» Бывает, что неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, возникают в уме монаха, когда он уделяет внимание определенной теме. Ему следует уделять внимание другой теме, отдельной от этой, связанной с тем, что умела. Когда он уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что умела, то тогда эти неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как умелый плотник или его ученик использовал бы небольшой колышек, чтобы выбить, выдворить, вытащить большой колышек. Точно так же, когда неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, возникают в уме монаха, когда он уделяет внимание определенной теме, ему следует уделять внимание другой теме, отдельной от этой, связанной с тем, что умела. Когда он уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что умела, то тогда эти неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он обращается к этой другой теме, связанной с тем, что умела, то ему нужно пристально рассмотреть изъяны этих мыслей. Следующим образом, в самом деле эти мои мысли неумелы, эти мои мысли заслуживают порицания, эти мои мысли приведут к страданию. И по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, неблагих, неумелых, насыщенных желанием, отвращением и невежеством, они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как молодая девушка или молодой человек, довольствующийся украшениями, были бы шокированы, унижены и испытали бы отвращение, если бы труп змеи, собаки или человека повесили бы им на шею. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он обращается к этой другой теме, связанной с тем, что умела, то ему нужно пристально рассмотреть изъяны этих мыслей следующим образом. В самом деле, эти мои мысли неумелы, эти мои мысли заслуживают порицания, эти мои мысли приведут к страданию. И по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, неблагих, неумелых, насыщенных желанием, отвращением и невежеством, они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. И если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, ему следует перестать уделять внимание этим мыслям, по мере того, как он перестает уделять внимание этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как человек с хорошим зрением не хотел бы видеть формы, которые находятся в поле его зрения, закрыл бы глаза или отвернулся. И если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, ему следует перестать уделять внимание этим мыслям, по мере того, как он перестает уделять внимание этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха в то время, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы идущий быстрым шагом человек подумал бы, зачем я иду быстро, почему бы мне не пойти медленно, и вот он идет медленно. Мысль приходит к нему, зачем я иду медленно, почему бы мне не встать, и вот он встает. Мысль приходит к нему, зачем я стою, почему бы мне не сесть, и вот он садится. Мысль приходит к нему, зачем я сижу, почему бы мне не лечь, и вот он ложится. Таким образом, оставляя более грубую позу, он принимает более легкую. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, в то время, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить конструирование мыслей по отношению к этим мыслям. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, по мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, Тогда, со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком, ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом. По мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком сбивает, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие, неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы сильный человек схватил слабого за голову, глотку или плечи и стал бы бить его, давить и заставлять уйти, Точно так же, если неблагие и неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, тогда со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком, ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом. По мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком сбивает, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие, неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум и делает его собранным, сосредоточенным. И теперь, когда монах уделяет внимание другой теме, пристально рассматривает изъяны этих мыслей, перестает уделять внимание этим мыслям, расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, Сбивает, заставляет уйти, сокрушает ум своим умом, утверждает свой ум, делает его собранным, сосредоточенным. Тогда такого монаха можно назвать хозяином путей, по которым движутся мысли. Он думает такие мысли, которые хочет думать, и не думает таких мыслей, которых не хочет думать. Он разрубил жажду, отбросил путы и, за счет правильного прозрения, в самомнение положил конец страданиям и печали. Так сказал благословенный, и монахи, порадовавшись, восхитились его словам. Маджхиманикая 43. Махавидалла сутта. Большое собрание вопросов и ответов. Я слышал, что однажды благословенный находился в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И тогда достопочтенный Маха Катхитта, выйдя во второй половине дня из своего уединенного пребывания, обратился к достопочтенному Сарипутти и по прибытии отправился к достопочтенному Сарипутти и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями, а затем сел рядом. Мудрость. И тогда он обратился к достопочтенному Сарипутти. Друг. Говорят так. Человек со слабой мудростью. Со слабой мудростью. До какой степени друг говорится? Это человек со слабой мудростью. Он не распознает. Он не распознает. Так друг говорится о человеке со слабой мудростью. И что он не распознает? Он не распознает. Это страдание. Он не распознает. Это причина страдания. Он не распознает. Это прекращение страдания. Он не распознает. Он не распознает. Он не распознает. Так говорят о человеке со слабой мудростью. Сказав. Очень хорошо, друг. Достопочтенный Маха Катхита, порадовавшись и согласившись с утверждением достопочтенного Сарипутти, задал ему следующий вопрос. Распознает. Распознает. Так говорится. До какой степени друг говорится, что человек распознает? Распознает. Распознает. Так друг говорится о человеке, который распознает. И что он распознает? Он распознает это страдание. Он распознает это причина страдания. Он распознает это прекращение страдания. Он распознает это путь, ведущий к прекращению страдания. Распознает. 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 Так говорится о человеке, который распознает. Сознание. 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 Так говорится. До какой степени, друг? Говорится, что это сознание. Оно познает. Оно познает. Поэтому, друг, говорится, что это сознание. И что оно познает? Оно познает. Приятно. Оно познает. Бесполезно. Оно познает. Неприятно, небесполезно. Оно познает. Оно познает. Поэтому говорится, что это сознание. Распознавание и сознание, друг. Эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Распознавание и сознание соединены, а не разъединены, друг. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек распознает, то он познает. Что он познает, то он распознает. Таким образом, эти качества соединены, а не разъединены. И невозможно, разъединив их одно от другого, провести разницу между ними. Распознавание и сознание, друг. Каково различие между этими качествами, которые соединены, а не разъединены? Распознавание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, а не разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Чувство. 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 не боль. Оно чувствует. Оно чувствует. Поэтому говорится, что это чувство. Восприятие. 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 Так говорят. До какой степени, друг? Говорится, что это восприятие. Оно воспринимает. Оно воспринимает. Поэтому, друг, говорится, что это восприятие. И что оно воспринимает? Оно воспринимает голубое. Оно воспринимает желтое. Оно воспринимает красное. Оно воспринимает белое. Оно воспринимает. Оно воспринимает. Поэтому говорится, что это восприятие. Чувство, восприятие, сознание, друг, эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Чувство, восприятие, сознание, друг, эти качества соединены, а не разъединены. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек чувствует, то он воспринимает. Что он воспринимает, то он познает. Таким образом, эти качества соединены, а не разъединены. И невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Глаз мудрости. Друг, что можно познать чистейшим сознанием ума, отделенным от пяти чувственных опор? Друг, чистейшим сознанием ума, отделенным от пяти опор, можно познать основу бесконечности пространства, как бесконечное пространство. Основу бесконечности сознания можно познать, как бесконечное сознание. Основу отсутствия всего можно познать, как здесь ничего нет. Чем человек знает качество, которое можно знать? Качество, которое можно знать, человек знает глазом мудрости. В чем заключается цель мудрости? Цель мудрости заключается в прямом знании. Ее цель – полное постижение. Ее цель – отпускание. Правильные взгляды. Друг. Сколько существует условий для возникновения правильных взглядов? Друг. Есть два условия для возникновения правильных взглядов. Голос другого и должное внимание. Это два условия для возникновения правильных взглядов. И в сопровождении скольких факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат и состояние освобождения мудростью как плод и результат. В сопровождении пяти факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат и состояние освобождения мудростью как плод и результат. Вот случай, когда правильные взгляды сопровождаются нравственностью, изучением, обсуждением, спокойствием, прозрением. В сопровождении этих пяти факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат и состояние освобождения мудростью как плод и результат. Становление Друг Сколько всего видов становления? Друг Есть три вида становления. Становление Становление в мире чувств Становление в мире форм Становление в бесформенном мире И как осуществляется дальнейшее становление в будущем Существа, охваченные невежеством и скованные жаждой восторгаются то здесь, то там Вот как осуществляется дальнейшее становление в будущем. И как не осуществляется дальнейшее становление в будущем. За счет угасания невежества, появления явного знания и прекращения жажды. Вот как не осуществляется дальнейшее становление в будущем. Первая Джана. Что такое, друг, первая джана? Вот, друг, монах, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джане. Восторг и счастье, рожденные этим оставлением, сопровождаются направлением ума на объект. И удержанием ума на объекте. Это называется первой джаной. И сколько факторов присутствует в первой джане? В первой джане присутствует пять факторов. Когда монах достиг пятифакторной первой джаны, то наличествует направление ума, удерживание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой джане наличествует пять факторов. И сколько факторов отброшено в первой джане? И сколькими она наделена? Пять факторов отброшено в первой джане, и пятью она наделена. Когда монах достиг первой джаны, то чувственные желания отброшены, недоброжелательность отброшена, лень и апатия отброшены, неугомонность и беспокойство отброшены, сомнения отброшены. И там присутствует направленность ума, удержание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой джане пять факторов отброшены, и пятью факторами она наделена. Пять опор. Друг. Есть вот эти пять опор, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, и они не пересекаются, не накладываются друг на друга. Это опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела. И что у этих пяти опор, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, которые не пересекаются и не накладываются друг на друга, имеется в качестве общего переживающего? Что испытывает все их область и сферы? Друг. Эти пять опор, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, и они не пересекаются, не накладываются друг на друга. Опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела, имеют сознание в качестве общего переживающего. И что касается этих пяти опор, опоры глаза, опоры уха, опоры носа, опоры языка, опоры тела, за счет чего они продолжают наличествовать? Эти пять опор, опора глаз, опора уха, опора носа, опора язык, опора тела, продолжают наличествовать за счет жизненной силы. А жизненная сила продолжает наличествовать за счет чего? Жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. А тепло продолжает наличествовать за счет чего? Тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Друг Сарипотта, как мы поняли, ты сказал, жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. И как мы поняли, ты сказал, тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Как следует понимать эти утверждения? В этом случае, друг, я приведу тебе пример, поскольку бывает так, что благодаря примеру умный человек понимает значение сказанного. Представь себе горящую масляную лампу. Ее свечение можно увидеть в зависимости от пламени, а пламя можно увидеть в зависимости от свечения. Точно так же, жизненная сила наличествует за счет тепла, а тепло за счет жизненной силы. Формирователи жизненной силы Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Или формирователи жизненной силы это одно, а состояние наличия чувств другое? Формирователи жизненной силы это не то же самое, что и состояние наличия чувств, друг. Если бы формирователи жизненной силы были тем же самым, что и состояние наличия чувств, то нельзя было бы распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия. А поскольку формирователи жизненной силы это одна вещь, а состояние наличия чувств другая, то можно распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия. Сколько качеств отсутствует в теле, которое оставлено и покинуто как бесчувственное полено? Когда в этом теле отсутствуют эти три качества, жизненная сила, тепло и сознание, оно лежит оставленным и покинутым как бесчувственное полено? В чем отличие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия? В случае с мертвым, чей срок вышел, его телесные формирователи угасли и затихли, его словесные формирователи угасли и затихли, его жизненная сила исчерпалась, тепло ушло, и его способности рассеяны. А в случае с монахом, достигшим состояния прекращения чувствования и восприятия, его телесные формирователи угасли и затихли, его умственные формирователи угасли и затихли, но его жизненная сила не исчерпана, тепло не ушло, и его способности неимоверно четкие. В этом различие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия. Состояние освобожденного ума Друг, сколько всего условий для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума? Друг, есть четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума. Вот монах, оставляя счастье и страдательность, вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства, входит и пребывает в четвертой джхане, в чистейшей невозмутимости и осознанности, в ни удовольствии, ни боли. Таковы четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума. Сколько всего условий для достижения беспредметного состояния освобожденного ума? Есть два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания свойству отсутствия объектов. Таковы два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума. И сколько всего условий для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума? Есть три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. 1. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания свойству отсутствия объектов, и предшествующее волевое решение. Таковы три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. 2. А сколько всего условий для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума? 3. Есть два условия для выхода из предметного состояния освобожденного ума. 4. Направление внимания на все объекты и недостаток внимания, уделяемого свойству отсутствия объектов. 5. Таковы два условия для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума. 6. Безграничное состояние освобожденного ума. 7. Состояние освобожденного ума. 8. Основы отсутствия всего. 9. Состояние освобожденного ума пустотности. 10. Беспредметное состояние освобожденного ума. 11. Различны ли эти качества как в названии, так и в значении? 11. Или же у них одно значение, но различаются лишь только названия? 11. Безграничное состояние освобожденного ума. 12. Состояние освобожденного ума основы отсутствия всего. 13. Состояние освобожденного ума пустотности. 14. Беспредметное состояние освобожденного ума. 15. Есть способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии. 15. И есть способ объяснения, когда эти качества имеют одно значение, но различны в названии. 16. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознание, наполненное доброжелательностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознание, наполненное состраданием, сознание, наполненное сорадованием. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, в четвертом, сознание, наполненное беспристрастностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным беспристрастностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Это называется безграничным состоянием освобожденного ума. И что такое состояние освобожденного ума? Основа отсутствия всего? Вот монах, полностью выйдя за пределы основы бесконечности сознания, распознает, здесь ничего нет, и входит, и пребывает в основе отсутствия всего. Это называется состояние освобожденного ума, основы отсутствия всего. И что такое состояние освобожденного ума пустотности? Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножия дерева или в пустом жилище, созерцает. Это лишено самости, или чего-либо присущего самости. Это называется состоянием освобожденного ума пустотности. И что такое беспредметное состояние освобождения ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы, входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Это называется беспредметным состоянием освобожденного ума. Таков способ объяснения, когда эти качества различны, различны и в значении, и в названии. И каков способ объяснения, когда эти качества одинаковы, в значении, но различны только в названии? Страсть, друг, это создание ограничений. Отвращение, это создание ограничений. Невежество, это создание ограничений. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня порока были оставлены, уничтожены, сделаны подобно обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о безграничном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума, лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня порока были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о беспредметном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума – это наилучшее. И это ничем не вызванное состояние освобожденного ума лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. Это, друг, способ объяснения, когда эти качества одинаковы в значении, но различны только в названии. Так сказал достопочтенный Сарипутта. Удовлетворенный достопочтенный Маха Катхита восхитился словами достопочтенного Сарипутты. Комментарии к сутте. Распознание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, а не разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Развлечение следует развить как часть четвертой благородной истины, пути практики, ведущей к окончанию страданий. Сознание следует полностью постичь, как объект цепляния, и это часть первой благородной истины. Истины устрадания. Смотри Санютаникая 56.11. Эти пять опор, опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела, продолжают наличествовать за счет жизненной силы. Жизненная сила, аауи, это сила, определяющая естественный срок жизни. Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Формирователи жизненной силы, это намерение продолжать жить. Будда вошел в Паранибану через три месяца после того, как прекратил формирователи жизненной силы. Смотри Дикханикая 16. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, и в третьем, и в четвертом. Первое направление – восток. Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножья дерева или в пустом жилище, созерцает. Это лишено самости или чего-либо присущего самости. Смотри Маджхиманикая 106. И что такое беспредметное состояние освобождения ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы, входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Смотри Маджхиманикая 121. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал среди сакьев в Капилавадху, в парке Баньяны. В это время сакьев из Капилавадху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Так сакьев из Капилавадху подошли к Благословенному и, поклонившись, сели рядом. Затем они обратились к нему. «Господин, сакьи из Капилавадху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Пусть Благословенный станет первым, кто воспользуется этим залом. После того, как Благословенный воспользуется им, сакьи из Капилавадху будут пользоваться им далее, ради их длительного счастья и благополучия». Благословенный молча согласился. Увидев, что Благословенный согласился, сакьи из Капилавадху встали со своих сидений, поклонились ему, обошли его справа и затем отправились в новый зал для гостей. По прибытии они постелили там шерстяные ковры, приготовили сидения, выставили сосуд с водой, зажгли масляную лампу. Потом они отправились к Благословенному и, поклонившись, встали рядом. Они обратились к нему. «Господин, зал для гостей застелен шерстяными коврами, сидения приготовлены, сосуд с водой выставлен, масляная лампа зажжена. Пусть Благословенный теперь делает так, как посчитает нужным». Так Благословенный, накинув одеяние, взял свою чашу и внешнее одеяние, отправился с группой монахов в зал для гостей. Привыв туда, он омыл свои ноги, вошел в зал, сел спиной к центральной колонне, лицом к востоку. Монахи омыли свои ноги, вошли в зал, сели спиной к восточной стене, лицом к западу, расположившись вокруг Благословенного. Благословенный, большую часть ночи наставляя, призывая и воодушевляя Сакьев и Скапилавадху беседами от Хамме, обратился к достопочтенному Ананде. «Ананда, расскажи Сакьем и Скапилавадху об ученике, который следует практике ученика. Моя спина болит, я отдохну». Достопочтенный Ананда ответил, «Как скажете, учитель». Так Благословенный, расстелив четырежды сложенное внешнее одеяние, лег на правый бок, приняв позу спящего льва, положив одну ступню на другую, осознанно и бдительный, отметив для себя, когда следует вставать. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханаме из клана Сакьев. «Вот Маханама, ученик благородных, совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас». И как ученик благородных совершенен в нравственном поведении? «Вот ученик благородных добродетелен. Он ведет себя сдержанно в соответствии с Потимокхой, совершенной в своем поведении и поступках. Он тренирует себя, приняв правила поведения, и видит опасность в их малейшем нарушении. Вот так ученик благородных совершенен в нравственности. И как ученик благородных охраняет двери чувств? Вот ученик благородных, воспринимая глазом форму, не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Он практикует сдержанность, он охраняет дверь глаза, он достигает сдержанности по отношению к своей способности видеть. Воспринимая ухом звук, воспринимая запах носом, воспринимая языком вкус, воспринимая телесные ощущения телом, воспринимая мысль умом, он не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Он практикует сдержанность, он охраняет дверь ума, он достигает сдержанности по отношению к своей способности думать. Вот так ученик благородных охраняет двери чувств. И как ученик благородных знает умеренность в еде? Вот ученик благородных, размышляя должным образом, принимает пищу, не ради развлечения, не ради опьянения, не ради набирания массы тела, не ради того, чтобы сделать тело привлекательным, а просто для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить его недуги, ради ведения святой жизни, думая так. Я устраню возникшие чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу себя, не вызову порицаний, буду жить в благополучии. Вот так ученик благородных знает умеренность в еде. И как ученик благородных поддерживает бодрствование? Днем монах сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время первой стражи ночи, от заката до десяти вечера, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время второй стражи ночи, с десяти вечера до двух ночи, Он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. Во время последней стражи ночи, с двух ночи до рассвета, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Вот так ученик благородных поддерживает бодрствование. И как ученик благородных наделен семью качествами? Вот ученик благородных наделен доверием. Он уверен в пробуждении Татхагатты. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он чувствует стыд при мысли о совершении неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он обеспокоен страданиями, которые будут результатами неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он много слушал, удерживал в памяти услышанное, сохранял в памяти услышанное. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, прекрасны в конце, в своем значении и выражении, провозглашающие видение святой жизни во всей ее полноте и чистоте, он часто слушал, запоминал, обсуждал, сохранял в памяти и размышлял над ними, выстраивал тщательным образом свои воззрения в соответствии с ними. Он поддерживал усердие по оставлению неумелых умственных качеств и по взращиванию умелых умственных качеств. В этом он непоколебим, непреклонен и не относится с безответственностью по отношению к развитию умелых умственных качеств. Он внимателен, крайне дотошен к мелочам, помнит и способен вспомнить даже то, что было сделано и сказано очень давно. Он мудр, он наделен распознаванием возникновения и исчезновения, благородным распознаванием, проникающим и ведущим к правильному прекращению страданий. Вот так ученик благородных наделен семью качествами. И как ученик благородных достигает легко, без проблемы сложности, четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. Вот ученик благородных, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джане. Восторг и счастье, рожденные этим оставлением, сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. С успокоением направления и удержания ума он входит и пребывает во второй джане. Его наполняют восторг и счастье, рожденные сосредоточением и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. С успокоением восторга он становится невозмутимым, осознанный и бдительный и ощущает счастье. Он входит и пребывает в третьей джане, о которой, благородные говорят так, непоколебимый и осознанный. Он пребывает в состоянии радости, с успокоением, счастья и страдательности. Вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства он входит и пребывает в четвертой джане. Он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в ни удовольствии, ни боли. Вот так ученик благородных достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. И теперь, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблемы сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, Он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. Если бы у курицы было 8, 10 или 12 яиц, которые бы она правильно укрыла, правильно бы согрела, правильно бы высидела, то даже если бы у нее не возникло бы такое желание, О, пусть мои цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности, все равно есть возможность, что цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности. Точно так же, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблемы сложности четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. Он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. И вот когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он вспоминает многочисленные прошлые жизни. Одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч. Многие кальпы свертывания вселенной, многие кальпы развертывания вселенной. Так он вспоминает многочисленные прошлые жизни в подробностях и деталях. Это его первое пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческие, смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавших под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в низших мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавших под влиянием правильных воззрений, с распадом тела после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человечески, он видит смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это его второе пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, то он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и освобожденный мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас. Это его третье пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, то это суть его правильное поведение, когда он охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что является возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, то это суть его правильное поведение. Когда ученик благородных вспоминает многочисленные прошлые жизни во всех подробностях и деталях, то это суть его чистое знание. Когда он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человечески, смерть и перерождение существ, когда он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободной от загрязнений и освобожденной мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас, то это суть его чистое знание. Таков Маханама, ученик благородных, который совершенен в чистом знании, совершенен в нравственном поведении, совершенен в чистом знании и нравственном поведении. Ибрахма Сананкума рассказал так. Благородный воин, лучший среди людей, если смотреть на людей, как на племя. Но тот, кто совершенен в чистом знании и нравственном поведении, лучший среди существ и богов, и людей. Эту строфу хорошо спел Брахма Сананкумара, а не плохо. Хорошо произнес, а не плохо. Это связано с целью, а не не связано. Благословенный одобрил эти слова. Тогда благословенный поднялся и сказал достопочтимому Ананде. Хорошо. Хорошо, Ананда. То, что ты рассказал Сакьям из Капилавадху о том, кто следует практике ученика, хорошо. Так сказал достопочтенный Ананда, и учитель это одобрил. Довольные сказанным, Сакьи из Капилавадху восхитились словами достопочтенного Ананды. Примечания В это время Сакьи из Капилавадху построили зал для гостей. Согласно комментарию, этот зал был построен для царских гостей и их сопровождающих лиц. Ананда, расскажи Сакьям из Капилавадху об ученике, который следует практике ученика. Эта фраза, тот, кто следует практике ученика, звучит на пале как Секхо Патипадо. Комментарий поясняет, что в данном случае ученик означает того, кто как минимум достиг вступления в поток, но еще не архатство. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханами из клана Сакьев. Глава Сакьев из Капилавадху Смотри Ангутара Никая 3.73 Ангутара Никая 11.12 Ангутара Никая 11.13 Он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. То есть, либо когда он проснется, либо настраиваясь на время, в которое нужно встать. Что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. Согласно Ангутара Никая 4.10, есть четыре ерма. Ермо чувственности, ермо становления, ермо воззрений, ермо невежества. Зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас. Так практика ученика заканчивается. Он теперь называется Асекха, то есть тот, кто больше не нуждается в практике. Другими словами, Архат. Абхая-сутта. К принцу Абхая. Маджхиманикая, 58. Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагайей в бамбуковой роще в Беличем ущелье. И в то время принц Абхая отправился к Нигандханатапутте и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Тогда Нигандханатапутта обратился к принцу. Ну же, принц, объяви ошибочными слова отшельника Готама, и о тебе распространиться по миру. Это чудесная весть. Принц Абхая объявил ошибочными слова отшельника Готама, такого великого и такого могущественного. Но как же, почтенный, я объявлю ошибочными слова отшельника Готама, такого великого и такого могущественного. Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Готаме, и по прибытии скажи следующее. Господин, говорит ли Татхагатта другим неприятные и противные слова? Если отшельник Готама ответит на это, Татхагатта говорит другим неприятные и противные слова, то тогда ты скажешь, так в чем же разница между тобой, почтенной, и обычными заурядными людьми? Даже обычные заурядные люди говорят другим неприятные и противные слова. Но если отшельник Готама ответит так, Татхагатта не говорит другим противных и неприятных слов, то тогда ты скажешь, а как же, почтенный, твои слова о Девадатте? Девадатта обречен на удел лишений, Девадатта обречен на ад, Девадатта будет кальпу вариться в аду, Девадатта безнадежен. Девадатта был расстроен и рассержен этими твоими словами. Когда ты задашь отшельнику Готаме этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Это как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить его, ни выплюнуть. Точно так же, когда ты задашь отшельнику Готаме этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Ответив, как скажешь, почтенный, принц Абхая поднялся со своего сиденья, поклонился Нигантха на Тапутте, обошел его с правой стороны и отправился к благословенному. По прибытии он поклонился благословенному и сел рядом. Затем, сидя там, он взглянул на солнце и подумал, сегодня неподходящий день для того, чтобы опровергать слова благословенного. Завтра у себя дома я опровергну его слова. А потому он обратился к благословенному. Может ли благословенный вместе с тремя другими монахами принять мое приглашение на завтрашний обед? Благословенный молча согласился. Тогда принц Абхая, осознав, что благословенный принял приглашение, поднялся со своего сиденья, поклонился ему и, обойдя его справа, ушел. После того, как минула ночь, ранним утром благословенный накинул свою робу и взял чашу и верхнее одеяние, отправился в дом принца Абхая. По прибытии он сел на подготовленное для него сиденье. Принц Абхая собственноручно обслужил благословенного превосходной разнообразной едой. Затем, когда благословенный поел и убрал руки от чаши, принц Абхая подготовил себе более низкое сиденье и сел рядом. Затем он обратился к благословенному. Господин, говорит ли Тадхагатта другим противные и неприятные слова? Принц, на этот вопрос нельзя ответить категорично да или нет. Тогда, господин, нигантхи потерпели поражение. Почему, принц, ты говоришь, тогда, господин, нигантхи потерпели поражение? Только вчера, господин, я ходил к нигантха на Тапутте. И он сказал мне, ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатами и по прибытии скажи следующее. «Господин, говорит ли Тадхагатта другим неприятные и противные слова? Как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить, его ни выплюнуть. Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатами этот двойной вопрос рогатины, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть». В тот момент принц держал на руках малыша и благословенный сказал принцу. «Как ты думаешь, принц, если бы этот малыш из-за твоей невнимательности или же невнимательности няньки взял бы в рот палку или камень, что бы ты сделал?» «Я бы вытащил это из его рта, господин, если бы я не смог вытащить, тогда, удерживая его голову левой рукой и выцарапывая это из его рта пальцем своей правой руки, я бы вытащил это, даже если бы поранил его. И почему? Из-за желания малышу благополучия». Точно так же, принц, если Тадхагатта знает, что эти слова недействительны, неистинны, неполезны или не связаны с целью, неприятны и противны другим, то он не говорит их. Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, но неполезны, неприятны и противны другим, то он не говорит их. Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, полезны, но неприятны и противны другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, но неполезны, хотя приятны и милы другим, то он не говорит их. Если Тадхагатта знает, что эти слова действительны, истинны, полезны, приятны и милы другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. И почему так? Потому что Тадхагатта наделен состраданием к живым существам. «Господин, когда мудрейшие или жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходят к Тадхагате и спрашивают его, имеется ли у него такое заблаговременное разумение, если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так. Или же Тадхагатта говорит ответ сразу на месте? «В этом случае, принц, я тебе задам встречный вопрос. Отвечай так, как посчитаешь нужным. Как ты думаешь, разбираешься ли ты в частях колесницы?» «Да, господин, я разбираюсь в частях колесницы. И как ты думаешь, когда люди придут и спросят тебя, как называется эта часть колесницы, имеется ли у тебя такое заблаговременное разумение? Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так. Или же ты дашь им ответ сразу на месте?» «Господин, я известен своим знанием частей колесницы. Все части колесницы мне хорошо известны. Я дам им ответ сразу же на месте». Точно так же принц, когда мудрейшие и жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходят к Тадхагатте и спрашивают его, он дает им ответ сразу на месте. И почему? Потому что слова Дхаммы досконально познаны Тадхагаттой. Благодаря этому доскональному познанию свойств Дхаммы, он дает ответ сразу на месте. Когда так было сказано, принц Абхая обратился к благословенному. «Великолепно, господин, великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть? Точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхиа монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь». Комментарии к сутте. «Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так». Или же Тадхагатта говорит ответ сразу на месте. Имеется в виду без предварительного обдумывания заранее. Акхатарана сутта «Пересечение наводнения» Саньютаникая 1.1 Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к благословенному, подойдя он поклонился благословенному, встал рядом и сказал ему. «Как вы, господин, пересекли наводнение?» «Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение». «Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение?» «Когда я останавливался, друг, то я тонул, а когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение». Дева «Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь». «Так сказал Дева, учитель одобрил». И тогда тот Дева, подумав, учитель согласен со мной, поглонился благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Комментарии «Как вы, господин, пересекли наводнение?» «Наводнение, окха, означает четыре вида наводнения. Смотри, Санюту Никая 45171». Комментарий поясняет, поскольку они, наводнения, держат существ погруженными в круговертие существования и не позволяют им подняться к более высоким состояниям и небане. «Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение». Комментарий «Не останавливаясь, не делая перерыва в отношении устранения загрязнений» и т.д. «Слово напрягаться, аюхатти, довольно редко встречается в суттах, однако есть в Маджхиманикае 116.13.14, где поясняется, что напряженный ум далек от сосредоточения. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение». Комментарий Краткий ответ Будды указывает на срединный путь – Маджхима-Патипада, как с практической, так и с философской точки зрения. Комментарий приводит несколько пояснений, как это можно понимать. 1. Останавливаясь из-за загрязнений, он тонет. Напрягаясь из-за волевых формирователей, его сносит. 2. Останавливаясь из-за жажды и воззрений, он тонет. Напрягаясь из-за иных загрязнений, его сносит. 3. Останавливаясь из-за жажды, он тонет. Напрягаясь из-за воззрений, его сносит. 4. Останавливаясь из-за этерналистических воззрений, он тонет. Напрягаясь из-за анигилистических воззрений, его сносит. 5. Останавливаясь из-за слабых усилий, он тонет, напрягаясь из-за неугомонности, его сносит. 6. Останавливаясь из-за потакания чувственности, он тонет, напрягаясь из-за потакания самоумершвлению, его сносит. 7. Останавливаясь из-за неблагих волевых формирователей, он тонет, напрягаясь из-за всех видов мерзких благих волевых формирователей, его сносит. Аячана Сутта. О просьбе Брахма. Санью Таникая 6.1. Как я слышал, однажды, когда Благословенный только достиг совершенного пробуждения, он пребывал в деревне Урувела на берегу реки Ниранджара, у подножья пастушьего дерева Баньян. И когда он пребывал там один, в полном уединении, в его уме возникла мысль, Дхамма, ныне мною постигнутая, глубока, сложна для понимания, трудна для осознания, умиротворённа, чиста, лежит за пределами всех суждений, утончённа и доступна лишь мудрым. А это поколение людей увлекается лишь привязанностями, побуждается и услаждается только привязанностями. Для поколения людей, увлечённых лишь привязанностями, влекомых и услаждающихся привязанностями, трудно будет понять зависимость возникновения одного от другого. Кроме того, состояние, мною достигнутое, слишком труднопостижимо, ибо оно суть – растворение всех порождений ума, отказ от всех обретений, прекращение жажды, бесстрастие, угасание самости и освобождение. «Буде же, стану я наставлять хамме, а другие меня не поймут, это будет обременительным, изнурительным для меня». И тут же такие гадхи, не звучавшие в прошлом, неслыханные кем-либо ранее, сложились у благословенного. Покончено ныне с учением, мною с великим трудом постигнутым, тхамма сия, слишком сложна для постижения теми, кто предан влечению и отвержению. Столь сокрытое, глубокое, тонкое, сложное для понимания, всему привычному, противоречащее, не воспримут страстям предающиеся, объятые тьмы покровом, и ум благословенного, так помыслившего, склонился к пребыванию в покое, а не к обучению иных тхамме. Но Брахма Сахампати, прознав ход мыслей благословенного, помыслил «Горе этому миру! Ум Татхагаты!» Раханта, достигшего совершенного пробуждения, склонился к пребыванию в покое, а не обучению тхамме. И так же легко, как сильный человек распрямляет согнутую или сгибает выпрямленную свою руку, Брахма Сахампати вышел из мира Брахмы и явился предблагословенным. Прикрыв своим одеянием одно плечо, он преклонил правое колено, почти в благословенного дланями, сложенными у сердца, и молвил ему, «О, повелитель, изволь же учить тхамме! Пусть Татхагата учит тхамме! В этом мире есть существа, кои отступятся, ибо глаза их запорошенные пылью неведенья, и они не способны воспринять тхамму. Однако найдутся те, кто ее постигнет!» Молвив так, Брахма Сахампати продолжил гадхамме, «В прошлом явилась среди магадхийцев нечистая тхамма, измышленная мраченными, так отвори же им двери в бессмертие, пусть они слушают тхамму, постигнутую безупречным! Подобно тому, как стоящий на скалистом утесе, видеть способен всех, находящихся ниже, так, о мудрейший, всевидением обладающий, взойди во дворец тхамма, тобою постигнутый, и избавленный от страданий и узри же людей, объятых страданием, удрученных рождением и старением. Воспрянь, о герой, победивший в битве, странствуй наставник, ничем не обязанный миру! Учи же тхамме, о благословенный! Найдутся те, кто поймет! И благословенный, восприняв призыв Брахма, мир из сострадания ко всем существам, обозрел пробужденного оком, и узрел существ с глазами, лишь чуть припорошенными пылью неведения, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. И подобно тому, как в пруду, средь синих, красных или же белых лотосов, некоторые из них, в воде рождающихся и произрастающих, распускаться могут лишь пребывая в воде и не поднимаясь над нею, А некоторые могут находиться даже на уровне воды, при том, что отдельные могут подняться и над водою, и цвести, ею несмачиваемые. Так и благословенный мир, озирая пробужденного оком, узрел существ, чьи глаза лишь чуть припорошены пылью, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. Узрев это все, он ответствовал Брахме Сахампати, гадхой. Двери в бессмертные открыты для тех, кто слышит. Так пусть же они прояснят свои воззрения, предвидя трудности, я, о Брахма, не решался людям давать благородную, превосходную Дхамму. И Брахма Сахампати, помыслив себе, благословенный дал согласие свое наставлять Дхамме, склонился перед благословенным и, обойдя его справа налево, тут же исчез. Комментарии к сути. На берегу реки Ниранджара, у подножия пастушьего дерева Баньян. Пастушья, аджапала, буквально, козий пастух. Вероятно, Баньян именуется так, поскольку пастухи коз часто останавливались на отдых в тени этого раскидистого дерева. Однажды один монах, бывший небольшой князь из Ваджиана, пребывал в лесной чаще, рядом с Весали. И в тот момент в Весали шумел праздник всю ночь напролет, жалуясь на доносящиеся, извисали звуки, музыки, ветра, струнных инструментов, и гонгов монах произнес. Я живу в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Кто такой ночью, может быть более жалким, чем я? И тогда божество, обитавшее в густой чаще, из-за сострадания к монаху, желая ему благополучия, желая привести его в чувство, появилось перед ним и обратилось к нему так. Ты живешь в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Много кто завидует тебе, как, например, существа ада, как и те, кто оказались в раю. Получив упрек от Девы, монах пришел в чувство. Качаяна Готта, сутта. Качаяна Готте. Саньюта Никая, 12.15 В Савадхе. Достопочтенный Качаяна Готта подошел к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к благословенному. Господин, правильные взгляды, правильные взгляды, так говорят, до какой степени говорится, что это правильные взгляды? В целом, Качаяна, этот мир зиждется на противоположных воззрениях о существовании и несуществовании. Когда человек видит возникновение мира так, как есть, на самом деле, правильной мудростью, то взгляда несуществования по отношению к миру у него не возникает. Когда он видит прекращение мира, так как есть, правильной мудростью, взгляда существования по отношению к миру у него не возникает. В целом, Качаяна, этот мир находится в рабстве привязанностей, цепляний и склонностей. Но такой человек с правильными взглядами не вовлекается и не цепляется к этим привязанностям, к цепляниям, к завязкам ума, к его склонностям или одержимостям. Также он не утверждает, что «это я». У него нет уверенности и сомнений, что только лишь страдание, возникая, возникает, что только лишь страдание, угасая, угасает. И в этом своем знании он независим от других. Вот до какой степени говорится, что это правильные взгляды. Все существует. Это одна крайность. Все не существует. Это другая крайность. Избегая этих крайностей, Тадхагатта учит Дхамме срединным способом. Из невежества, как необходимого условия, возникают формирователи. Из формирователей, как необходимого условия, возникает сознание. Из сознания, как необходимого условия, возникает имя и форма. Из имени и формы, как необходимого условия, возникают шесть чувственных опор. Из шести чувственных опор, в качестве необходимого условия, возникает контакт. Из контакта, в качестве необходимого условия, возникает чувствование. Из чувствования в качестве необходимого условия возникает жажда. Из жажды в качестве необходимого условия возникает цепляние и удержание. Из цепляния и удержания в качестве необходимого условия возникает становление. Из становления в качестве необходимого условия возникает рождение. Из рождения в качестве необходимого условия возникают старение и смерть, печаль, стинание, боль, горе и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды горя и страдания. Теперь при безостановочном угасании и прекращении этого самого невежества происходит прекращение формирователей. С прекращением формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением шести чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувствования. С прекращением чувствования происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния и удержания. С прекращением цепляния и удержания происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения прекращаются старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково прекращение всей этой груды, горя и страдания. Санюта Никая. 15.3. Слезы. Савадхи. Благословенный сказал. С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше? Слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре в течение этого долгого, долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно? Или воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше. Слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Великолепно, монахи! Превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше. Слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Санью Таникая, 25. Сатти-сутта. Копье. Савадхи. Монахи. 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 Санюта Никая, 21.10. Тхеранама Сутта. К монаху по имени Тхера. Однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагахой в бамбуковой роще, святилище белок. В то время один монах по имени Тхера проживал в уединении и восхвалял добродетель уединенного проживания. В одиночку он ходил в деревню за подаянием, в одиночку он возвращался, в одиночку сидел в медитации и в одиночку медитировал при ходьбе. Тогда большая группа монахов отправилась к Благословенному, и по прибытии, поклонившись, они сели рядом. Тогда они сказали ему «Учитель, есть один монах по имени Тхера, который живет в уединении и восхваляет добродетель уединенного проживания». Тогда Благословенный обратился к одному монаху «Пойди, монах, от моего имени позови монаха по имени Тхера и скажи ему «Учитель зовет тебя, мой друг». «Как скажете, учитель?» — ответил монах и отправился к Достопочтенному Тхере. По прибытии он сказал «Учитель зовет тебя, мой друг». «Как скажешь, мой друг», — ответил Достопочтенный Тхера. И он отправился к Благословенному, и по прибытии, поклонившись, сел рядом. Тогда Благословенный обратился к нему. «Правда ли, Тхера, что ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания?» «Да, учитель. Но как ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания?» «Учитель, в одиночку я хожу в деревню за подаянием. В одиночку я возвращаюсь. В одиночку сижу я в медитации. И в одиночку медитирую при ходьбе. «Вот как я проживаю в уединении и восхваляю добродетель уединенного проживания. Так следует проживать в уединении, Тхера. Я не говорю о том, что это неправильно. Тем не менее, послушай о том, как твое проживание в уединении будет совершенным в деталях. «Слушай внимательно, я буду говорить», — «как скажете, учитель», — ответил достопочтенный Тхера. «Благословенный сказал, — «И каким образом проживание в уединении совершенно в деталях, когда прошлое отброшено, будущее оставлено, и хорошо ослаблена любая страсть и жажда по отношению к состояниям, что достигнуты в настоящем? Таково житие в уединении, совершенное в деталях». Так сказал благословенный, и, сказав это, он далее добавил, «Все победившего, все знающего, умного, не прилипающего по отношению ко всем вещам, все оставившего, освобожденного с окончанием жажды, такого я называю тем, кто проживает в уединении». Монахи, я объясню вам, что такое «все». «Слушайте внимательно, я буду говорить». «Как скажете, учитель», — ответили монахи. «Благословенный сказал, что такое «все». всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется «все». И если кто-либо скажет, «помимо этого всего я опишу иное», то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение, и будет опечален этим. Примечание достопочтимого Тханисару Бикху. Объяснение канонического комментария этой сутты достаточно специфическое. Во-первых, комментарий добавляет к этому всему, указанному в этой сутте, еще три других схемы всего. Одно из таких дополнительных «все» предполагает больший масштаб, нежели в этой сутте, а именно «всевидение Будды», дословно «всезнание». И это, несмотря на то, что в данной сутте сказано, что описание такого всего лежит за пределами объяснений. Во-вторых, комментарий включает во все, указанное в этой сутте, Ниббану, как Тхамму, или «объект ума». Даже несмотря на то, что многочисленные другие сутты в каноне особо отмечают, что Ниббана лежит вне сферы шести чувств и их объектов. Например, в сутте Нипатте 5.6 указывается, что человек, достигший Ниббаны, вышел за пределы всех феноменов саббет-хамма, и потому не может быть описан. Маджхиманикая говорится о бескачественном сознании, виньяном, а не досаном, которое не участвует во всеобщности всего. Далее, в Санью-Таникае 35.24 сказано, что все следует оставить, и нигде в каноне не говорится, что Ниббану следует оставить. Ниббана следует после прекращения Ниродха, и ее нужно реализовать. Как только Ниббана реализована, то нет чего-то, что еще нужно было бы сделать. Поэтому, скорее всего, в этой сути объяснение термина «все» дано для того, чтобы во всех других лекциях Будды объяснять «все» как шесть чувственных опор и их объекты. Ниббана лежит вне всего. Это хорошо согласуется с другими местами в каноне «бесстрастие» высшее Истхам, тогда как Архат вышел даже за пределы бесстрастия. Встает вопрос, если слово «все» не включает в себя Ниббану, то значит ли это, что утверждение «все» феномены безличностны, подразумевает, что Ниббана — это «я», «атта». Ответ — «нет». В Ангутар-Аникае 4.174 говорится, что объяснять, остается ли что-то после прекращения шести чувственных сфер, или не остается, или и то, и другое, значит усложнять неусложняемое. Что-либо объяснять или описывать можно только в рамках всего. Восприятие «я» или «не я», которые можно считать за описание, не могут быть применены вне границ всего. Когда достигается прекращение всего, то любые обозначения прекращаются. Упасена Сутта Упасена Саньютаникая 35.69 Однажды достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Упасена пребывали рядом с Раджагайей в прохладном лесу, рядом со змеиными пещерами. Затем случилось так, что одна змея упала на достопочтенного Упасену и укусила его. Тогда достопочтенный Упасена сказал монахам, «Быстрее, друзья, поднимите это мое тело на кушетку и вынесите его наружу, прежде чем оно развеется, подобно пучку соломы, на ветру». Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта обратился к достопочтенному Упасене, «Но мы не видим каких-либо изменений в твоем теле или же перемен в твоих свойствах ума и тела». Тогда достопочтенный Упасена ответил, «Быстрее, друзья, поднимите это мое тело на кушетку и вынесите его наружу, прежде чем оно развеется, подобно пучку соломы на ветру». Друг Сарипутта, если у кого-то есть мысль, «Я глаз» или «Глаз» — это мое, «Я ухо» или «Ухо» — это мое, «Я нос» или «Нос» — это мое, «Я язык» или «Язык» — это мое, «Я тело» или «Тело» — это мое, «Я сознание» или «Сознание» — это мое, то в нем были бы заметны изменения в теле и перемены в свойствах ума и тела. Но поскольку у меня нет мысли, «Я глаз» или «Глаз» — это мое, «Я ухо», «Я нос», «Я язык», «Я тело», «Я сознание» или «Сознание» — это мое, Поэтому разве могут возникнуть изменения в теле или перемены в свойствах ума и тела? Ныне достопочтенный Упасена уже давным-давно и полностью как искоренил конструирование «я» и «моего» и одержимость самомнением. Вот почему к нему не приходит мысль «я — глаз» или «глаз — это мое», «я — ухо», «я — нос», «я — язык», «я — тело», «я — сознание» или «сознание — это мое». Тогда монахи водрузили тело достопочтенного Упасена на кушетку и вынесли его наружу, и прямо там его тело развеялось, подобно пучку соломы на ветру. Санью Тоникая 36.4 Патала Сутта Бездонная Пучина Благословенный сказал Монахи, необученный, заурядный человек, заявляет «В Великом океане есть бездонная пучина. Он заявляет о том, что нереально и чего не существует. Это монахи скорее обозначение болезненных телесных чувств, то есть бездонная пучина. Когда необученный, заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством, он печалится, горюет и плачет. Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим. Это называется необученным, заурядным человеком, который не вознесся над бездонной пучиной, который не обрел опоры под ногами. Но монахи, когда обученный ученик Благородных встречается с болезненным телесным чувством, он не печалится, не горюет и не плачет. Он не рыдает, не бьет себя в груди, не становится обезумевшим. Это называется обученным учеником Благородных, который вознесся над бездонной пучиной, который обрел опору под ногами». И далее он добавил. «Кто вынести не может возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих жизни соки, тот, кто трепещет, как они возникнут, хилый немощный слабак, что громко стонет и вопит, тот не вознесся над бездонной пучиной, опоры под ногами не обрел. Но тот, кто стойк в этом испытании, возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих жизни соки, кто не трепещет, как они возникнут, такой вознесся над бездонной пучиной, опору под ногами он обрел». Рахагатта-сутта Одинокий Санью Таникая, 36.11 Вот один монах пришел к Благословенному и, поклонившись ему, сел рядом. И затем он сказал Благословенному, «Учитель, только что я был в уединении, и такая цепочка мыслей пришла ко мне. Благословенный говорил о трех чувствах, о приятном, о болезненном и о чувстве, которое неприятно, неболезненно». Об этих трех чувствах говорил Благословенный. Но он также сказал, «Все, что чувствуется, подвержено страдательности». В связи с чем Благословенный сказал, «Все, что чувствуется, подвержено страдательности». Превосходно, монах. Превосходно. О трех чувствах я говорил. О приятном чувстве. О болезненном чувстве. И о чувстве, которое неприятно, не болезненно. Об этих трех чувствах я говорил. Но также я сказал. Все, что чувствуется, подвержено страдательности. Так я сказал просто в связи с формациями, природа которых заканчивается, природа которых спадать, природа которых прекращаться, природа которых изменяться. И я также учил пошаговому прекращению формаций. Когда достигается первая джана, то прекращается внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то прекращается направление ума на объект и удержание ума на объекте. Когда достигается третья джана, то прекращается восторг. Когда достигается четвертая джана, то прекращается дыхание. Когда достигается основа бесконечного пространства, то прекращается восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то прекращается основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то прекращается основа бесконечного сознания. Когда достигается основа ни восприятия, ни невосприятия, то прекращается опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятия и чувствования прекращаются. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда прекратилась, отвращение прекратилось, невежество прекратилось. Затем монах. Я также учил пошаговому успокоению формации. Когда достигается первая джана, то успокаивается внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то успокаивается направление ума и удержание ума. Когда достигается третья джана, то успокаивается восторг. Когда достигается четвертая джана, то успокаивается дыхание. Когда успокаивается основа бесконечного пространства, то успокаивается восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то успокаивается основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то успокаивается основа бесконечного сознания. Когда достигается основа ни восприятия, ни невосприятия, то успокаивается опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятие и чувствование успокаиваются. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда успокоена, отвращение успокоено, невежество успокоено. Есть вот эти шесть затиханий. Когда достигается первая джана, то затихает внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то затихают направления ума и удержания ума. Когда достигается третья джана, то затихает восторг. Когда достигается четвертая джана, то затихает дыхание. Когда достигается основа бесконечного пространства, то затихает восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то затихает основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то затихает основа бесконечного сознания. Когда достигается основа ни восприятия, ни невосприятия, то затихает опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятие и чувствование затихают. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда затихла, отвращение затихло, невежество затихло. Сивака сутта. К Сиваке. Сань Ютаникая, 36.21. Однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагаей, в монастыре Бамбуковой рощи, в Беличем святилище. Там странник Малия Сивака отправился к Благословенному и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, а затем обратился к Благословенному. Учитель Гатама. Есть некоторые жрецы и отшельники, которые имеют следующее воззрение. Чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде. Что учитель Гатама скажет на это? «Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Ты и сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за желчи. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, что бы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру, поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за слизи, из-за внутренних ветров, из-за комбинации телесных жидкостей, из-за перемены времен года, из-за неаккуратного ухода за телом, из-за жестокого обращения, из-за результата каммы. Ты сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за результата каммы, поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или неудовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру, поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Когда так было сказано, странник Малия Сивака обратился к благословенному. Великолепно, господин, великолепно, как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхемонахов. Пусть благословенный помнит меня, как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Желчь, слизь, ветра, комбинации, время года, неухоженность, жестокое обращение и результат Каммы, как восьмая причина. Пояснение к сути. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи, например боли и болезни, связанные с нарушением работоспособности желчного пузыря. Желчь, слизь, ветра, комбинации, время года, неухоженность, жестокое обращение и результат Каммы, как восьмая причина. Данное окончание, похоже, было добавлено составителями канона для более легкого запоминания. Дукха-сутта. Страдание. Санью-Таникая, 38-14. Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в Магадхе, в деревне Налака. И тогда странник Джамбук-Хадика отправился к нему и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. Затем он сел рядом и обратился к достопочтимому Сарипутте. Страдания, страдания. Так говорят друг Сарипутта. О каком страдании так говорят? Есть эти три формы страдательности, мой друг. Страдательность боли, страдательность составного и страдательность изменения. Таковы три формы страдательности. Но есть ли путь, есть ли практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности? Да, существует путь, существует практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. И каков же этот путь? Какова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности? Именно этот самый благородный восьмеричный путь, Правильные воззрения, правильная решимость, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильное усилие, правильная внимательность и правильное сосредоточение – таков путь, такова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. Это хороший путь, друг мой, хорошая практика для полного постижения этих форм страдательности, достаточной для осознанности. Гандхабхакка сутта. К Гандхабхакке. Санюта Никая, 42, 11. Однажды Благословенный пребывал среди малов в малском городе Урувелакапе, и тогда градоначальник Гандхабхакка отправился к Благословенному и по прибытии поклонившись ему сел рядом. Затем он обратился к Благословенному. Было бы хорошо, господин, если бы Благословенный объяснил мне возникновение и окончание страданий. Градоначальник, если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к прошлому, говоря «так было в прошлом», то ты бы засомневался и запутался. «Посему вместо этого я, сидя прямо здесь, объясню тебе возникновение и окончание страданий прямо здесь и сейчас. Слушай внимательно, я буду говорить». «Как скажете, господин, — ответил градоначальник Гандхабхакка. Благословенный сказал, — Как ты думаешь, градоначальник, есть ли какие-то люди в Урувелакапе, из-за которых ты бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин, есть люди в Урувелакапе, из-за которых я бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «А есть ли какие-то люди в Урувелакапе, из-за которых ты бы не опечалился, не заплакал, болезненно запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин, есть люди в Урувелакапе, из-за которых я бы не опечалился, не заплакал, болезненно запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Так почему? В чем причина того, что убийство, заточение, штраф или осуждение одних людей в Урувелакапе, причинили бы тебе печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, тогда как убийство, заточение, штраф или осуждение других людей в Урувелакапе, не причинили бы тебе печали, стинание, боли, беспокойство и отчаяние?» Те люди, в урове лакаппи, убийство, заточение, штраф или осуждение которых доставили бы мне печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, это те, кому я питаю влечение и приязнь. А те люди, в урове лакаппи, убийство, заточение, штраф или осуждение которых не доставили бы мне печали, стинание, боли, беспокойство и отчаяние, это те, которым у меня нет влечения и приязни. И теперь, градоначальник, то, что ты сейчас осознал, понял, постиг прямо сейчас, в настоящем, вне зависимости от времени, то это же самое ты можешь соотнести с прошлым и будущим. Любое возникающее страдание, возникшее во мне в прошлом, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. И любое возникающее страдание, что возникнет во мне в будущем, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания. Поразительно, господин! Изумительно! Как ловко благословенно изложил это! У меня есть сын, господин, по имени Чараваси, который очень далеко живет от меня. Когда я просыпаюсь утром, я отправляю посыльного, говоря ему, иди и узнай, как там Чараваси. И, покуда не вернется посыльный, я прямо вне себя, думая, надеюсь, Чараваси не заболел. Теперь, градоначальник, как ты думаешь, если Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если моего сына Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали? Стенание, боли, беспокойство и отчаяние. Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению, можно осознать, как появляясь, возникает страдание. Желание – это источник страдания. Желание – его корень, поскольку желание есть причина страдания. Теперь, как ты думаешь, градоначальник, прежде, чем ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Нет, господин. А после того, как ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Да, господин. Как ты думаешь, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется, как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению можно осознать, как появляясь, возникает страдание. Желание – это источник страдания. Желание – его корень, поскольку желание – есть причина страдания. Чигала Сутта. Отверстие. Санюта Никая, 56, 48. Монахи, представьте, если бы вся эта великая земля была бы полностью покрыта водой, и кто-нибудь бросил бы туда ермо с единственным отверстием в нем, и восточный ветер нес бы ермо на запад, западный ветер нес бы ермо на восток, северный ветер – на юг, а южный – на север. И представьте, там была бы слепая морская черепаха, она бы всплывала на поверхность один раз в сто лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность, раз в сто лет просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Это было бы случайным совпадением, учитель, чтобы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, смогла бы просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Точно так же, это случайнейшее совпадение, что Татхагатта, достойный и правильно самопробужденный появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено, Татхагатта, достойный и правильно самопробужденный появился в мире. Учение и дисциплина, что изложено Татхагаттой, возникли в мире. Поэтому ваша задача – это рассмотрение, это страдание, это причина страдания, это прекращение страдания. Ваша задача – это рассмотрение, таков путь практики к прекращению страдания. Татхагатта сутта К хатхакке Ангутара Никая 3.34 Отрывок Однажды Благословенный пребывал рядом с Алаве, расположившись на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. И тут хатхакка из Алаве, блуждающий по лесу, в поисках места для физических упражнений, увидел благословенного, сидящего на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. Увидев его, он подошел, поклонился и сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Учитель, я надеюсь, благословенный спал спокойно?» «Да, молодой человек, я спал спокойно. Я один из тех в мире, кто спит спокойно. Но, учитель, зимняя ночь холодна. В феврале выпадает снег. Тверда земля, истоптанная копытами быков. Тонка подстилка из листвы. Тонки ваши желтые одежды. На деревьях лишь редкие листья. Холодные ветра задувают. И все равно благословенный говорит. «Да, молодой человек, я спал спокойно. Я один из тех в мире, кто спит спокойно. В таком случае, молодой человек, я задам тебе вопрос. Отвечай, как посчитаешь должным. Как ты думаешь, представь домохозяина или его сына, у которого есть дом с остроконечной крышей, покрытый штукатуркой и внутри и снаружи, не пропускающий сквозняков, с плотно закрывающимися от ветра окнами и дверьми. Внутри дома стоит диван, набитый конским волосом, покрытый длинным одеялом из овечьей шерсти, одеялом из белой шерсти, расшитым одеялом, куском оленей шкуры, с балдахином наверху и с красными подушками на каждой стороне. И там горит лампа, и четыре жены спят вместе с ним. Как ты думаешь, спокойно он бы спал или нет? Каково твое мнение? Конечно, учитель, он спал бы спокойно. Он был бы одним из тех, кто спит спокойно. Но как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный страстью, так что охваченный этим жаром, что рожден страстью, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара, рожденного страстью, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то эта страсть была оставлена Татхагаттой. Ее корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем, поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный отвращением, так что охваченный этим жаром, что рожден отвращением, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара, рожденного отвращением, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то это отвращение было оставлено Татхагаттой. Его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем, поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный невежеством, так что охваченный этим жаром, что рожден невежеством, он бы спал беспокойно? И что касается жара, рожденного невежеством, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то это невежество было оставлено Татхагаттой. Его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем. Поэтому он спит спокойно. Брахман, который полностью освобожден, который не льнет к чувственным удовольствиям, который лишен всяческих обретений, нашедший успокоение, отрубив все путы и подавив в сердце страх. Остывший, он спит спокойно, обретя в уме покой. Монахи, есть три темы для дискуссий. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не дает категоричного ответа на вопрос, требующий категоричного ответа. Не дает аналитического ответа на вопрос, требующий аналитического ответа. Не задает уточняющего вопроса на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса. Не откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону. Тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, дает категоричный ответ на вопрос, требующий категоричного ответа, дает аналитический ответ на вопрос, требующий аналитического ответа, задает уточняющий вопрос на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса, откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону, Тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не подтверждает ведение разговора в рамках того, что является возможным, или того, что является невозможным, если не поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если не поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинное, если не поддерживает принятый порядок ведения разговора, тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, поддерживает ведение разговора в рамках того, что является возможным или того, что является невозможным, если поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинные, если поддерживает принятый порядок ведения разговора, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он мечется от одной вещи к другой, сбивает дискуссию с темы, проявляет недоброжелательность и отвращение, сердится, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, не мечется от одной вещи к другой, не сбивает дискуссию с темы, не проявляет недоброжелательность и отвращение, не сердится, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он унижает, того, кто задал вопрос, ставит его в неловкое положение, насмехается над ним, цепляется за незначительные ошибки, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора. Подходит ли он для разговора или не подходит? Тот, кто слушает, тот подходит. Кто не слушает, тот не подходит. Когда человек подходит, он четко знает одно качество, понимает одно качество, оставляет одно качество и реализует одно качество. Четко зная одно качество, понимая одно качество, оставляя одно качество, реализуя одно качество, он достигает правильного освобождения. В этом смысл ведения дискуссии. В этом смысл обсуждений. В этом смысл того, чтобы подходить для дискуссий. В этом смысл того, чтобы слушать, то есть освобождение ума за счет прекращения цепляния. Те, кто во время беседы злится, не допускают возражений. Заносчивы те идут по пути, который не является путем благородных. Выискивая в споре недостатки друг друга, восторгаясь чужому, произнесенному неправильному слову, промаху, запинки, поражению, благородные не ведут беседы подобным образом. Если мудрецы, чувствуя подходящий момент, собираются говорить, то их справедливые слова согласуются с путем благородных. Так говорят просветленные, без злобы и надменности, с успокоенным, а не бурлящим умом, без горячности, без раздражительности. Они говорят за счет правильного знания, без зависти. Они восхищаются, когда сказано правильное, и не унижают, когда сказано неправильное. Они не изучают лишь для того, чтобы найти недочет. Они не цепляются за небольшие ошибки, не принижают и не пытаются сокрушить собеседника, не бросают беспорядочных слов. Ради знания в качестве цели, ради привнесения уверенности, советуют то, что верно. Вот как благородные дают совет. Таков совет благородных. Осознавая это, мудрецу следует давать совет без надменности. О качествах. Согласно комментарию, эти качества, соответственно, благородная истина о пути, благородная истина о страдании, благородная истина о возникновении страдания, благородная истина о прекращении страдания. Отчаика сутта. Срочная. Ангутара Никая, 3.91 Есть три неотложных дела домохозяина-фермера. Какие три? Вот фермер быстро подготавливает поле так, чтобы оно было хорошо вспахано и взборонено, он быстро сеет семена. Быстро посадив семена, он быстро запускает на поле воду и затем выпускает. Таковы три неотложных дела фермера-домохозяина. И теперь фермер не имеет власти, чтобы сказать, пусть мой посев взойдет сегодня, пусть зерна появятся завтра, пусть они созреют послезавтра. Но только когда пришло время, посевы фермера взойдут, зерна появятся и созреют. Точно так же есть три неотложных дела монаха. Какие три? Развитие возвышенной нравственности. Развитие возвышенного ума. Развитие возвышенной мудрости. Таковы три неотложных дела монаха. И теперь монах не имеет власти, чтобы сказать, пусть мой ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанности сегодня, или завтра, или послезавтра. Но только когда пришло время, его ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанности. Таким образом, монахи, вы должны тренировать себя так. Сильным будет наше желание развивать возвышенную нравственность. Сильным будет наше желание развивать возвышенный ум. Сильным будет наше желание развивать возвышенную мудрость. Вот так вы должны тренировать себя. Чавалатта-сутта. Полено из погребального костра. Ангутара-Никая 4.95. Монахи. Но не заботится о благополучии другого. И тот, кто заботится и о собственном благополучии, и о благополучии другого. Монахи. Есть человек, который заботится о благополучии других, но не заботится о собственном благе. Из этих двух типов последний наилучший. Монахи. Есть человек, который заботится о собственном благополучии, но не заботится о благополучии других. Из этих трех типов. Он наилучший. Монахи. Есть человек, который заботится и о благополучии других, и о собственном благополучии. Из этих четырех типов. Он самый выдающийся. Ведущий. Глава. Наилучший и величайший. Монахи. Если взять в пример то, как корова дает молоко, из молока получается творог, из творога масло, из масла топленое масло, из топленого масла сливки, и это считается наилучшим. То таков и тот, монахи, из четырех типов личности, кто заботится о своем собственном благополучии и о благополучии другого, выдающийся, ведущий, глава, наилучший и величайший. Монахи. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Дана Сутта. Даяние. Ангутара Никая, 7, 49. Я слышал, что однажды благословенный пребывал в кампе на берегу озера Гаггара, и большое число мирян из кампы пришли к достопочтенному Сарепутте, и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. И потом они обратились к достопочтенному Сарепутте. Давно у нас не было возможности, достопочтенный, послушать Дхамму из уст самого благословенного. Было бы хорошо, если бы мы могли послушать Дхамму из уст самого благословенного. В таком случае, друзья, приходите на следующий день у посадхи, и, возможно, вы услышите Дхамму из уст самого благословенного. Как скажете, достопочтенные, ответили миряне из кампы, достопочтенному Сарепутте, поднявшись со своих сидений, поклонившись ему, и обойдя его справа, они ушли. Затем на следующий день у посадхи миряне из кампы пришли к достопочтенному Сарепутте, и по прибытии, поклонившись ему, встали рядом. Тогда достопочтенный Сарепутте вместе с мирянами из кампы отправились к благословенному, и по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. И достопочтенный Сарепутте обратился к благословенному. Может ли быть так, что, когда человек дает какой-либо дар, это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу? Учитель, и в чем заключается причина? Почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу? Сарепутта бывает так, что человек преподносит дар ради собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопления благих заслуг с мыслью «я буду наслаждаться этим после смерти». Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарепутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такое дарение, в поисках собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопление благих заслуг с мыслью «я буду наслаждаться этим после смерти, после распада тела, после смерти он рождается в мире четырех великих царей». Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Затем бывает так, что человек преподносит дар не ради собственной выгоды, и его ум не устремлен к получению выгоды, он не ищет для себя накопления благих заслуг, и у него нет мысли. Я буду наслаждаться этим после смерти. Вместо этого он преподносит дар с мыслью. Дарение — это хорошо. Он дает свой дар еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такой дар, с мыслью, дарение — это хорошо, после распада тела, после смерти, он рождается в компании дэвов мира 33-х. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать так, деяние — это хорошо, он преподносит дар с мыслью. Такие дары давались в прошлом, делались в прошлом моим отцом и дедом. Было бы неподобающе для меня сделать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился. И тогда, после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов Ямы. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью «Я не испытываю недостатка», а они испытывают недостаток. Было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дарить тем, кто не обеспечен. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире довольных дэвов. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью, подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого. Адхаки, Вамаки, Вамадеви, Весамитти, Яматаги, Ангераси, Пхарадваджи, Васетхи, Касапи и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, наслаждающихся сотворениями. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью, когда сделано мной, это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, имеющих власть над творениями других. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать так, когда сделано мной, это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются, он преподносит дар с мыслью. Это украшение ума, поддержка ума. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовоние и мази, постельные принадлежности, кровь, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такое подношение, не ради собственной выгоды, с умом, не устремленным к получению выгоды, без поисков, накопления для себя, благих заслуг, не с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти, не с мыслью, деяние это хорошо, не с мыслью, такие дары давались в прошлом, делались в прошлом, моим отцом и дедом, было бы неподобающе для меня делать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился. Ни с мыслью, я не испытываю недостатка, а они испытывают недостаток, было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дать дар тем, кто не обеспечен. Ни с мыслью, подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого, Адхаке, Вамаке, Вамадеве, Весамитте, Яматаге, Ангирасе, Пхарадваджи, Васетхе, Касапе и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров. Не с мыслью, когда сделано мной это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются. Но с мыслью, это украшение ума, поддержка ума, то после распада тела, после смерти, он рождается в мире Брахма, затем после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся. Он не приходит обратно в этот мир. В этом Сарипотто заключается причина, почему человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире довольных дэвов. Мир довольных дэвов – это небесный мир Туситы. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся, он не приходит обратно в этот мир. В комментарии сказано, что эта высшая мотивация, не запятнанная более низкими мотивациями, ведет к невозвращению в том случае, если у человека уже есть определенные способности сосредоточений и прозрения, которые обеспечивают чистоту такой мотивации при даянии. Так я слышал, однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. «Монахи», «учитель», — ответили те монахи, Благословенный сказал, «Монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, было развито и взращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать восьми видов пользы». Каких восьми? 1. Практикующий доброжелательность хорошо спит. 2. Он пробуждается счастливым. 3. Ему не снятся плохие сны. 4. Он приятен человеческим существам. 5. Он приятен нечеловеческим существам. 6. Его защищают божества. 7. Ему не причиняют вреда огонь, яд, оружие. 8. Если он не проникнет далее, он направится в мир Брахм. 8. Монахи, когда освобождение ума доброжелательностью осуществилось, было развито и взращено, сделано средством передвижения и основанием, выполнено, утверждено, должным образом предпринято, то в результате этого можно ожидать этих восьми видов пользы. И далее он добавил. 9. И у того, осознан, кто всегда, способствует развитию безмерной доброты, а ковы утончаются, коль скоро видит он уничтожение обретений всех, если с сознанием, что злости лишено. Симпатию пусть даже к одному он зародит. 10. Посредством этого хорошим станет он. 11. И сострадательный в своем уме ко всем. Он благородный, создает много заслуг. 11. Те царские провидцы покорили землю всю, с огромным множеством ее живых существ. 12. Странствуют здесь и там они, на жертвенник ведут, людей и лошадей, и эти выполняют самма-пасу, виджа-пейю, а также нирогаллу. 11. Не стоит это все хорошо развитого добротой ума. Как не сравнится и скопление звезд с одной шестнадцатой сияния луны. 12. Тот, кто не убивает сам, не издает приказов всех, не покоряет сам других, не просит покорять. 13. Тот, кто доброжелательен к живым всем существам, тот неприязни не питает к остальным. Комментарии к сути. 5. Он приятен нечеловеческим существам. Имеются в виду невидимые человеческому глазу существа, духи, якхи, божества. На жертвенник ведут людей и лошадей, и эти исполняют самма-пасу, виджа-пейю, а также нирогаллу. Другие виды жертвоприношений брахманов. Панья сутта. Мудрость. Ангутара Никая 8.2. Благословенный сказал. Монахи, есть восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Какие восемь? Первое. Вот монах живет, завися от учителя или от некоего товарища монаха в позицию учителя, и к нему он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение. Таково первое условие и причина, которая ведет к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни. Когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Второе. По мере того, как он живет, завися от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя, которому он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение, он подходит к нему время от времени и интересуется. Достопочтенный. Как это понять? Каково значение этого? И тот достопочтенный раскрывает ему то, что для него не было раскрыто, проясняет неясное, рассеивает его замешательство в отношении многочисленных трудных моментов. Таково второе условие и причина. Третье. Услышав эту Дхамму, он прибегает к двум видам изыманий неблагого – к изыманию в теле и изыманию в уме. Таково третье условие и причина. Четвертое. Он нравственный, пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках, возложив на себя правила тренировки. Он тренируется в них. Таково четвертое условие и причина. Пятое. Он много изучал, помнит то, что изучил, накапливает в своем уме то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны и в духе и в букве, провозглашающие идеально полную и чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме и тщательно проникал в них воззрением. Таково пятое условие и причина. Шестое. Он зародил усилия к оставлению неблагих качеств и обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не откладывает своей обязанности развивать благие качества. Таково шестое условие и причина. Седьмое. Находясь среди сангхи, он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры. Либо он сам говорит о Дхамме, либо просит кого-либо сделать так, либо хранит благородную тишину. Таково седьмое условие и причина. Восьмое. Он пребывает в созерцании возникновения и угасания в пяти совокупностях, подверженных цеплянию. Такова форма, таково ее возникновение, таково ее угасание, таково чувство, восприятие, формации ума, сознание. Таково его возникновение, таково его угасание. Таково восьмое условие и причина, которая ведет к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Его товарищи монахи почитают его так. Этот достопочтенный живет, завися от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя, и к нему он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. Они почитают его так. По мере того, как этот достопочтенный живет, завися от учителя, услышав Дхамму, нравственный, много изучал, зародил усердие, он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры, пребывает в созерцании возникновения и угасания в пяти совокупностях, подверженных цеплянию. Такова форма, таково ее возникновение, таково ее угасание, таково чувство, восприятие, формация ума, сознания, таково его возникновение, таково его угасание. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. Таковы, монахи, восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости, основополагающие для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Падхама Апия Сутта. Неприятен. Ангутара Никая 8.3. Благословенный сказал, монахи, обладая восемью качествами, монах не мил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими вы семью? Первое. Вот монах хвалит тех, кто не мил, и второе. Критикует тех, кто приятен. Третье. Он жаждет обретений, четвертое, и похвалы. Пятое. Он бесстыдный, и шестое, не имеет боязни совершить проступок. Седьмое. У него порочные желания. Восьмое. Он придерживается неправильных воззрений. Обладая этими восемью качествами, монах не мил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Монахи, обладая восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Какими вы семью? Он не хвалит тех, кто не мил, и не критикует тех, кто приятен. Он не жаждет обретений и похвалы. Он имеет чувство стыда и боязнь совершить проступок. У него мало желаний, и он придерживается правильных воззрений. Обладая этими восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Дутия Апайя Сутта, Неприятен, Ангутара Никая, 8, 4. Благословенный сказал, Монахи, обладая восемью качествами, монах не мил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими вы семью? Первое. Вот монах жаждет обретений. Второе. Похвалы. И третье. Репутации. Четвертое. Он не знает должного времени. И пятое. Не знает умеренности. Шестое. Он не чист. Седьмое. Он много говорит. И восьмое. Он ругает и оскорбляет своих товарищей монахов. Обладая этими восемью качествами, монах не мил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Монахи, обладая восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Какими восемью? Вот монах не жаждет обретений, похвалы и репутации. Он тот, кто знает должное время и знает умеренность. Он чист. Он не говорит много. И он не ругает и не оскорбляет своих товарищей монахов. Обладая этими восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Комментарии к сути. Пятое. Не знает умеренности. Примечание переводчика. Очевидно, речь идет о знании подходящего момента, чтобы навещать семьи для получения подаяний, даров и так далее. А также, далее речь идет об умеренности в принятии этих даров. Шестое. Он нечист. Осуччи. Комментарий. Он наделен нечистым телесным поведением и так далее. Вера сутта. Враждебность. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем благословенный сказал ему, когда у благородного ученика успокоены пять форм страха и враждебности, когда он наделен четырьмя факторами вступления в поток и когда он за счет мудрости правильно увидел и правильно нащупал благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе. Ада не будет. Утробы животных не будет. Состояния голодных духов не будет. Состояний лишений, нищеты, плохих обителей не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению. И каковы эти пять форм страха и враждебности, что должны быть успокоены? Когда человек отбирает жизнь, то вместе с отбиранием жизни, в качестве подходящего условия он создает страх и враждебность здесь и сейчас. Создает страх и враждебность в будущих жизнях. Испытывает сопутствующие умственные факторы боли и отчаяния. Но когда он воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывает безрассудство, он не создает страха и враждебности здесь и сейчас, равно как не испытывает и сопутствующих умственных факторов боли и отчаяния. У того, кто воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывают безрассудство, этот страх и враждебность таким образом успокоены. Таковы пять форм страха и враждебности, что должны быть успокоены. И каковы четыре фактора вступления в поток, которыми он наделен? Вот ученик благородных, наделен непреклонной верой в пробужденного. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага. Знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен непреклонной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая, мудрыми, самостоятельно. Он наделен непреклонной верой в Сангху, Сангху учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей — это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважения, несравненное поле, заслуг для мира. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таковы четыре фактора вступления в поток, которыми он наделен. И каков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости? Вот ученик благородных замечает. Другими словами, из невежества в качестве подходящего условия возникают формации, из формаций в качестве подходящего условия возникает сознание, из сознания в качестве подходящего условия возникает имя и форма, из имени и формы в качестве подходящего условия возникают шесть чувственных опор, из шести чувственных опор в качестве подходящего условия возникает контакт. Из контакта в качестве подходящего условия возникает чувство. Из чувства в качестве подходящего условия возникает жажда. Из жажды в качестве подходящего условия возникает цепляние. Из цепляния в качестве подходящего условия возникает становление. Из становления, в качестве подходящего условия, возникает рождение. Из рождения, в качестве подходящего условия, возникает старение и смерть, печаль, Стенание, боль, несчастье и отчаяние. Таково возникновение всей этой груды страдания. И теперь с безостановочным прекращением и исчезновением этого самого невежества происходит прекращение формации. С прекращением формации происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением шести чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти, печали, стинания, боли, несчастья и отчаяния. Таково прекращение всей этой груды страдания. Таков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости. Когда у благородного ученика эти пять форм страха и враждебности успокоены, когда он наделен этими четырьмя факторами вступления в поток и когда за счет мудрости он правильно увидел и правильно нащупал этот благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе. Ада не будет. Утробы животных не будет. Состояния голодных духов не будет. Состояния лишений, нищеты, плохих обителей не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению. Подхама Бодхи Сутта Первая сутта о пробуждении Удана 1.1 Так я слышал. Однажды благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Неранджары, у подножия дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней, переживая блаженство освобождения. Тогда, по окончании этих семи дней, благословенный, оставив это сосредоточение, и в течение первой-трети ночи, направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения, перерождений. Так. Это существует таким образом. Из-за появления того возникает это. Так вот, по причине неведения возникает намеренная активность. По причине намеренной активности возникает сознание. По причине сознания возникает совокупность ума-материи. По причине совокупности ума-материи возникает шесть чувственных органов. по причине шести чувственных органов происходит контакт с внешними объектами по причине контакта возникают ощущения по причине ощущений возникает влечение по причине влечения возникает привязанность по причине привязанности возникает существование по причине существования возникает рождение по причине рождения возникает старение смерть печали горести боль стенания и слезы так возникает вся эта масса страдания тогда осознав значение своего открытия благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье когда вещи проявляются упорно медитирующему брахману все сомнения исчезнут с пониманием каждый из них вместе с причиной ее породивший комментарии к сути когда вещи проявляются вещи здесь означает четыре благородные истины упорно медитирующему брахману брахману обычно слово брахман означает человека принадлежащего привилегированной касте жрецов священников учителей будды использует этот термин для обозначения полностью освободившегося архата дутия бодхи сутта вторая сутта о пробуждении удана 1 2 так я слышал однажды благословенный жил в уру вели на берегу реки ниранджары у подножья дерева бодхи только что реализовав просветление тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней переживая блаженство освобождения тогда по окончании этих семи дней благословенный оставив это сосредоточение и в течение второй-третьей ночи направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения перерождений в обратном порядке так если то не существует этого не будет существовать с растворением того раствориться и это с растворением неведения раствориться намеренная активность с растворением намеренной активности раствориться и сознание с растворением сознания раствориться совокупность ума материи с растворением совокупности ума материи растворятся 6 чувственных органов. С растворением 6 чувственных органов растворится контакт. С растворением контакта растворятся ощущения. С растворением ощущений растворится влечение. С растворением влечения растворятся привязанности. С растворением привязанности растворится существование. С растворением существования растворятся старение, смерть, печали, горести, боль, стинания и слезы. Таково растворение всей этой массы страдания. Тогда, осознав значение своего открытия, благословенность сформулировал вдохновленное четверостишее. Когда вещи проявляются, упорно медитирующему Брахману, все сомнения исчезнут, когда он узнает о полном уничтожении причин их возникновения. Татья Бодхи сутта. Третья сутта о пробуждении. Удана 1.3. Так я слышал. Однажды Благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Ниранджаре, у подножья дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней, переживая блаженство освобождения. Тогда, по окончании этих семи дней, Благословенный, оставив это сосредоточение и в течение последней третьей ночи, направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения перерождений в обоих порядках. Так вот, по причине невидения возникает намеренная активность. По причине намеренной активности возникает сознание. По причине сознания возникает совокупность ума-материи. По причине совокупности ума-материи возникают шесть чувственных органов. По причине шести чувственных органов происходит контакт. По причине контакта возникают ощущения. По причине ощущений возникает влечение. По причине влечения возникает привязанность. По причине привязанности возникает существование. По причине существования возникает рождение. По причине рождения возникают старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Так возникает вся эта масса страдания. Но с полным исчезновением и растворением неведения растворится намеренная активность. С растворением намеренной активности растворится и сознание. С растворением сознания растворится совокупность ума-материи. С растворением совокупности ума-материи растворятся шесть чувственных органов. С растворением шести чувственных органов растворится контакт. С растворением контакта растворятся ощущения. С растворением ощущений растворится влечение. С растворением влечения растворятся привязанности. С растворением привязанности растворится существование. С растворением существования растворятся старение, смерть, печали, горести, боль, стенания, слезы. Таково растворение всей этой массы страдания. Тогда, осознав значение своего открытия, благословенность сформулировала вдохновленное четверостишее. Когда вещи проявляются, упорно медитирующему Брахману, он живет, побеждая воинство Мары, подобно солнцу, озаряющему небо. Примечания к сутте Мара – злой дух, один из самых могущественных существ в чувственном мире. Он – фигура, мешающая людям, живущим святой жизнью, прогрессировать в ней. Хумк-хунка сутта – гордый Брахман. Удана 1.4 Однажды Благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Неранджары, у подножья дерева Баньян, только что реализовав просветление. Тогда Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней, переживая блаженство освобождения. Когда по окончании этих семи дней Благословенный вышел из этого сосредоточения, один гордый Брахман нанес ему визит. Подойдя и обменявшись вежливым приветствием с Благословенным, он остался стоять на уважительном расстоянии, стоя как Брахман обратился к преподобному. Каким образом, о добрый Гатама, можно распознать в человеке Брахмана и каковы причины, по которым человек становится им? Тогда, осознав значимость этого вопроса, Благословенный сформулировал вдохновленное четверостишья. Брахман – тот, кто оставил нездоровые состояния ума, негордый, свободный от греховного, владеющий собою, идеальный в понимании истинной природы вещей этого мира, завершивший святую жизнь. К нему правильно применить слово Брахма – тот, у кого ничего в этом мире не вызовет возникновения загрязнений. Примечание к сути Один гордый Брахман – тот, кто смотрит на окружающих свысока, посмеиваясь над ними. Тот, у кого ничего в этом мире не вызовет возникновения загрязнений. Влечение, отвращение, неведение, гордости и неправильных воззрений. Брахмана сутта. Брахманы. Удана 1.5 Так я слышал. Однажды благословенный жил недалеко от Савадхи, в расположенном в роще Джетты, монастыре Анатхапиндики. Тогда уважаемый Сарипутта, уважаемый Махамагалана, уважаемый Махакасапа, уважаемый Махакачаяна, уважаемый Махакухита, уважаемый Махакапина, уважаемый Махачунда, уважаемый Анурутха, уважаемый Реватта, уважаемый Нанда, нанесли ему визит. Видя, как эти уважаемые старейшины подходят, благословенный сказал монахам, «Брахманы идут, о монахи! Брахманы идут!» Тогда один из монахов, рожденный в семье брахманов, спросил преподобного, «Каким образом, достопочтенный, можно распознать в человеке брахмана, и каковы причины, по которым человек становится им?» Тогда, осознав значимость этого вопроса, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишие. Те, кто растворил нездравые состояния и стал полностью внимательным, приосужденные, уничтожившие все загрязнения, они являются брахманами в этом мире. Мучалинда-сутта Змей Мучалинда Удана 2.1 Так я слышал, однажды благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Неранджары, у подножья дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней, переживая блаженство освобождения. Так случилось, что вне сезона в течение семи дней бушевала буря с проливным дождем и холодным ветром. Тогда Мучалинда, царь Нагов, оставив свое обиталище, семь раз обернул свое тело вокруг благословенного и расправил свой гигантский капюшон над его головой, желая защитить господина от холода, жары, ветра, солнца, беспокоящих мух, комаров и присмыкающихся. Когда эти семь дней подошли к концу, и благословенный вышел из своего сосредоточения, Мучалинда, царь-змей, видя, что облака ушли и небо чисто, свернул свои кольца с тела господина. Извинив форму тела и приняв облик юноши, змей склонился перед благословенным, сложив руки в жесте почтительного приветствия. Осознав значимость этого момента, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье. Невовлечение — это счастье для того, кто удовлетворен, того, кто знает хамму и кто видит ее. Непривязанность — это счастье в этом мире. Самоконтроль по отношению ко всем живым существам, Блаженно отсутствие страсти в этом мире, победа над чувственными влечениями, но растворение воззрения, я, есть, воистину величайшее блаженство. Примечание к сутте Наги — вид сверхъестественных живых существ, живущих в озерах, реках и океанах, обычно охраняя какое-либо сокровище. Обычно они имеют облик больших кобр или полузмей-полулюдей. Имя Мочалинда произошло от имени вида дерева, растущего рядом с местом обитания королевского змея. Раджасутта Цари Удана-2-2 Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Савадхи, в расположенном в роще Джетте монастыре Анатхапиндики. Как-то раз, по окончании приема пищи и возвращении из города, большое количество монахов дискутировало в зале для бесед. Темой для обсуждения было, какой из этих двух царей, друг, более богат, имеет большую область влияния, больше имущества, большую территорию, армию, прислуг, силу, сения Бимбисара, царь Магадхи или Пасенади, царь Касалы. Это обсуждение среди монахов продолжалось, не находя своего конца. Когда ближе к вечеру, господин, оставив уединение, пришел в зал для бесед и, сев на приготовленное для него место, спросил, что вы обсуждали, собравшись вместе о монахе, какую тему для беседы вы не закончили? После еды, достопочтенной, мы беседовали на тему, какой из этих двух царей, друг, более богат, имеет большую область влияния, больше имущества, большую территорию, армию, прислугу, силу. Сения Бимбисара, царь Магадхи или Пасенади, царь Касалы. Именно это обсуждение осталось незаконченным, когда благословенный пришел. «Это нехорошо, о монахе, что дети хороших семей, оставившие мир и одевшие рясы монахов, говорят на подобные темы. Собравшись вместе, о монахе, вам следует делать одну из вещей, либо разговаривать о Дхамме, либо сохранять благородное молчание». Осознав значимость этого момента, благословенный сформулировал «Вдохновленное четверостишье». Какое бы блаженство не было найдено в этом мире, будь это даже блаженство миров рая, оно не стоит и одной шестнадцатой части «Блаженство растворения влечений». Комментарии к сутте. «Благородное молчание, тишина ума, занятого практикой медитации, по завету Будды и его последователи, собравшись вместе, должны либо разговаривая, помогать друг другу яснее понять учение, Дхамму, либо не мешать друг другу, развивая медитативное поглощение ума». Калита Маха Магалана Сутта Маха Магалана Удана 3.5 Так я слышал. Однажды благословенный жил в расположенной недалеко от Савадхи рощи Джетты в монастыре Анатхапиндике. Как-то преподобный Маха Магалана медитировал недалеко от Татхагатты, сидя со скрещенными ногами, прямой спиной и утвержденный во внимательности, направленный на собственное тело. Увидев его и осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишее. Утвердившись во внимательности к своему телу, защищая свои органы чувств, монах, старающийся всегда пребывать с объектом медитации, сможет на личном опыте пережить Нибану. Внутри примечания к сутте защищая свои органы чувств глаза, нос, язык, тело, уши и ум, не реагируя умом на объекты этих чувственных дверей, сохраняя его с объектом медитации. Пиндапаттика сутта собирание подаяния, удана 3-8 Так я слышал. Однажды Благословенный жил в расположенной недалеко от Савадхи роще Джетты, монастыре Анатхапиндики. Тогда, после возвращения с Пиндапатты и принятия пищи, большое количество монахов в беседке из дерева Карери стало обсуждать тему. Те монахи, кто ходят просить еду в деревню, от дома к дому, во время этого иногда имеют возможность увидеть, услышать, почувствовать и пережить интересное и волнующее. Эти монахи также уважаемы и имеют хорошую репутацию в Санхе. А что, если мы тоже начнем ходить в деревню и просить еду от дома к дому, чтобы также иногда переживать интересные волнующие вещи и в то же время быть на хорошем счету в Санхе? Так эта оживленная беседа продолжалась, не затихая, до самого вечера. Вечером господин, оставив уединение, пришел в беседку Карери и, сев на приготовленное место, спросил находящихся там монахов, о чем вы беседовали, о монахе, какое обсуждение я прервал своим появлением? Когда монахи рассказали ему тему своей беседы, благословенный молвил, «Это нехорошо, о монахе, что вы, дети праведных семей, оставив мирской и став аскетами, беседуете на подобные темы. Собравшись вместе, вам следует заниматься двумя вещами, беседовать о Дхамме или соблюдать благородное молчание». Тогда, осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишее. Девы любят монахов, которые ходят просить еду, имеющих мало желаний, не нуждающихся в поддержке мирян, тех, кто спокоен и всегда внимателен, но не тех, кто делает это из желания славы и уважения. Примечание к сутте Тогда, после возвращения с Пиндопаты, в этом случае монахи были приглашены в дом мирян, где его владельцы кормили их заранее приготовленной для этого пищей. Во время этого иногда имеют возможность увидеть, услышать, почувствовать и пережить интересное и волнующее. Эти монахи имели в виду возможность, бредя по городу в одиночестве, иногда увидеть что-нибудь интересное, коснуться дарующей еду женщины, услышать приятную музыку и тому подобное. Собравшись вместе, вам следует заниматься двумя вещами, беседовать о Дхамме или соблюдать благородное молчание. Находиться с умом поглощенным объектом медитации Джаной. Гапала Сутта Пастух Удана 4-3 Так я слышал. Тогда благословенный путешествовал среди народа Касала в окружении большого числа монахов, как-то раз, когда господин садя с дороги и присев отдохнуть на приготовленное для этого место, один пастух попросил обучить его Дхамме. Когда благословенный разъяснил, вдохновил и обрадовал этого пастуха своей проповедью, тот восторженно взмолился, «Пожалуйста, о преподобный, позвольте мне пригласить вас и сангху монахов принять пищу в моем доме». Когда господин молчанием показал, что согласен, пастух, высказав свое почтение, встал и ушел. На следующее утро этот пастух приготовил большое количество сваренного в молоке рица с приправой из масла кхи. Окончив все приготовления, он навестил благословенного и пригласил его словами, «Приготовления закончены, о преподобный, еда готова». Тогда ближе к полудню господин взял свою рясу, мантию и чашу, вместе с другими монахами отправился в жилище пастуха. Там пастух своими руками прислуживал благословенному и сангхе монахов. Когда они были полностью удовлетворены и отложили свои чаши, встал на колени у ног господина. Тогда благословенный начал учить, вдохновляя, просвещая и радуя того пастуха беседы от хамме. Окончив свою проповедь, учитель поднялся со своего места и вышел. Вскоре после этого гостеприимный пастух был убит на окраине деревни. Когда монахи узнали об этом, они, собравшись большой группой, пришли к благословенному и, высказав ему свое почтение, сказали, «О преподобный, пастух, пожертвовавший нам рисовую кашу со свежим маслом, сегодня был найден убитым на краю деревни». Тогда, осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишее. «Как бы человек не мочил своего врага, как бы палач не пытал свою жертву, неправильно тренированный ум нанесет куда большую боль своему хозяину». Кумарака сутта «Мальчики» Удана 5.4 «Я слышал, как однажды благословенный прибывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. Тогда большая толпа мальчуганов собралась на дороге между Савадхи и рощей Джетты, где они ловили рыбу. Рано утром, благословенный накинув одежды, взяв чашу и верхнее одеяние, отправился в Савадхи за подаяниями. По дороге он увидел большую толпу мальчуганов между Савадхи и рощей Джетты, которые ловили рыбу. Увидев их, он подошел к ним и, подойдя, сказал, «Ребята, боитесь ли вы боли? Нравится ли вам боль?» «Да, господин, мы боимся боли, и нам не нравится боль». Затем, осознав значение этого, благословенный произнес, «Если вы боитесь боли, если вам не нравится боль, не делайте зла, прилюдно или втихую, если же вы делаете или будете делать зло, то вы не избежите боли, она схватит вас, даже если вы побежите от нее прочь». Нибана сутта Полное освобождение Часть 1 Удана 8 1 Я слышал, как однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Нибаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес, «Есть сфера, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра, ни сферы безграничного пространства, ни сферы безграничного сознания, ни сферы отсутствия чего бы то ни было, ни сферы ни восприятия, ни невосприятия, ни этого мира, ни следующего мира, ни солнца, ни луны. И там, я говорю вам, нет ни появления, ни движения, ни пребывания, ни исчезновения, ни возникновения. Это не утвержденное, не действующее, не имеющее опоры. Это и только это является окончанием страдания. ниббанна сутта, полное освобождение, два, удана, восемь, два. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами Адхамми, касающихся Ниббаны. Монахи внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес, трудно увидеть, не подвергающееся влиянию, истину увидеть непросто, жажда пронизана в том, кто знает, нет ничего для того, кто видит. Ниббана сутта, полное освобождение 3, удана 8, 3. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал, воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес, В монахе есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное. Если бы не было этого нерожденного, неустановленного, несотворенного, несконструированного, то не было бы возможности освободиться от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного. Но именно потому, что есть нерождённое, неустановленное, несотворённое, несконструированное, можно распознать освобождение от рождённого, установленного, сотворённого, сконструированного. Ниббана сутта. Полное освобождение. Четыре. Удана 8.4 Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время Благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающейся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнёс, Тот, кто зависим, тот неустойчив. Тот, кто независим, тот не имеет неустойчивости. Когда нет неустойчивости, имеется покой. Когда есть покой, желаний не существует. Когда нет желаний, нет появления или движения. Когда нет появления или движения, нет исчезновения и возникновения. Когда нет исчезновения и возникновения, то нет ни здесь, ни там, ни между ними. Это и только это конец страданий. ВИСАКХА СУТТА КВИСАКХИ УДАНА 8.8 Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в восточном монастыре, в дворце матери Мегары. В это время дорогой и возлюбленный внук Висакхи, матери Мегары, умер. И потому Висакха, мать Мегары, с мокрыми волосами и мокрой одеждой, отправилась днем к Благословенному и, по прибытии поклонившись, села рядом. Затем Благословенный обратился к ней, «Почему ты пришла сюда, Висакха, в мокрой одежде и с мокрыми волосами посреди дня?» Висакха ответила Благословенному, «Мой дорогой и возлюбленный внук умер. Вот почему я пришла сюда, в мокрой одежде и с мокрыми волосами посреди дня». «Висакха, хотела бы ты иметь столько детей и внуков, сколько людей в Савадхе?» «Да, господин, я хотела бы иметь столько детей и внуков, сколько людей в Савадхе». «А сколько людей умирает в течение дня в Савадхе?» «Иногда 10 человек умирает в течение дня в Савадхе, иногда 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2…» «Иногда 1 человек умирает в течение дня в Савадхе». «В Савадхе, всегда кто-то умирает». «Так как ты, думаешь, Висакха, освободилась бы ты когда-нибудь от мокрой одежды и мокрых волос?» «Нет, господин, не хватило бы меня на то, чтобы иметь столько детей и внуков, сколько людей в Савадхе». «Висакха» «Тот, кто имеет сотню любимых, имеет сотню страданий. Тот, кто имеет 90 любимых, имеет 90 страданий. Тот, кто имеет 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2…» «Два». «Тот, кто имеет одного любимого, имеет одно страдание. Тот, у кого нет любимых, не имеет страданий. Они свободны от печали, свободны от пятен, свободны от стенаний, я говорю тебе». «Затем, осознав значение этого, благословенный произнес, печаль, стенания, многие виды страданий в мире существуют, зависимые от того, чем дорожишь. Они не существуют, когда нет того, чем дорожишь. А потому блаженны и беспечальны те, кому ничто и нигде недорого в этом мире. Тому, кто стремится быть беспечальным и незапятнанным, не следует где-либо в этом мире создавать то, чем нужно будет дорожить». «Ити вутака» «Ити вутака» – это четвертая книга Кхуда Каникаи. В собрании «Ити вутаки» содержится 112 суд, каждый из которых начинается с фразы «так, ити» было сказано «вутами» благословенным. Все собрание «Ити вутаки» традиционно приписывается мирянке по имени Кхуджутара, которая жила во дворце царя Удене из Касамбе и была прислужницей у одной из его цариц Самовати. Поскольку сама царица не могла покидать дворец и слушать проповеди Будды, вместо нее отправлялась Кхуджутара. Она запоминала все, что говорил Будда, а затем возвращалась во дворец и пересказывала это царице и пятиста служанкам. За подобные старания в запоминании Дхаммы Будда нарек Кхуджутару самый выдающийся среди буддисток мирянок в плане изучения Дхаммы. Она также была достаточно хорошим учителем, когда позже дворец сгорел и в пожаре погибли все пятьсот служанок вместе с царицей. Будда отметил в Удане 7.10, что все эти женщины достигли как минимум первой степени пробуждения Сатапана. Некоторые ученые считают, что сутты Итивутаки являются одними из наиболее древних. Итивутака 1.1. Так было сказано Благословенным, сказано Архатом, и так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Какое одно качество? Отбросьте жажду, как одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал Благословенный, и в отношении этого было сказано. Жажда, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, жаждущие. Правильно распознав эту жажду, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Итивутака 1.2. Так было сказано Благословенным, сказано Архатом, и так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Какое одно качество? Отбросьте отвращение, как одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано. Отвращение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, недовольные. Правильно распознав это отвращение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал Благословенный, и так я слышала. Итивутака 1.27. Так было сказано Благословенным, сказано Архатом, и так я слышала. Все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению в небесных мирах, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождения ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как свет всех звезд на небе не может сравниться даже с одной шестнадцатой долей сияния Луны. Поскольку Луна, превосходя их, сияет и пылает ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождение ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в конце сезона дождей осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце озаряет все то, что погружено во тьму, сияющее и пылающее ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в предрассветных сумерках светит утренняя звезда, сияющая и пылающая ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с одной шестнадцатой освобождением ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано. В осознанности, развивая безграничную доброжелательность, поты изнашиваются, поскольку виден конец обретений. Если с неомраченным умом вы испытываете доброту даже к единственному существу, вы разовьете умелое от этого. Но благородный развивает доброту ко всем существам, и это изобилие заслуг. Царские предсказатели, покорившие земли, населенные живыми существами, свершают жертвоприношения. Они приносят в жертву лошадь, человека, свершают водные обряды, обряды тела, обряды беспрепятственности. Но это не сравнится и с одной шестнадцатой ума, развившего доброжелательность, подобно тому, как все созвездия, не превзойдут одной шестнадцатой блеска луны. Тот, кто не убивает сам, не принуждает к этому других, не завоевывает сам, не принуждает завоевывать других, с доброжелательностью, относясь ко всем, ни с кем не имеет вражды. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. Итиутака 2.1 Так было сказано благословенным, сказано архатом, и так я слышала. Наделенный этими двумя вещами, монах мучается в этой жизни, обеспокоенный, страдающий и встревоженный. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в плохой удел. Какими двумя? Недостаточной охраной дверей чувств и незнанием умеренности в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах мучается в этой жизни, обеспокоенный, страдающий и встревоженный. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в плохой удел. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. Глаз, ухо и нос, язык, тело и ум. Когда монах оставляет эти двери незащищенными, не зная умеренности в еде и не воздерживая себя в чувствах, он испытывает мучения, страдания в теле, страдания в уме. Сгорая в теле и сгорая в уме, и днем, и ночью, он пребывает в муках. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Итиутака 2.2 Так было сказано благословенным, сказано архатом. И так я слышала. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в благой удел. Какими двумя? Охраной дверей чувств и знанием умеренности в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах живет спокойно в этой жизни. Не обеспокоенный, не страдающий и не встревоженный. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в благой удел. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. Когда монах хорошо охраняет эти двери, зная умеренность в еде и воздерживая себя в чувствах, он испытывает покой, легкость в теле, легкость в уме. Не сгорая в теле и не сгорая в уме, и днем и ночью, он живет спокойно. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Итиутака 3.1 Так было сказано благословенным. Сказано архатом. И так я слышала. Есть три корня того, что является неумелым. Какие три? Жажда. Корень того, что неумела. Отвращение. Корень того, что неумела. Неведение. Корень того, что неумела. Таковы три корня того, что является неумелым. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. Жажда, отвращение, неведение убивают того самого человека со злым умом, из которого они и родились, подобно плодоносящим ветвям бамбука. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Так было сказано благословенным. Сказано архатом. И так я слышала. Есть эти три свойства. Какие три? Свойства формы. Свойства бесформенности. Свойства прекращения. Таковы. Таковы эти три свойства. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. Познавая свойства формы и не привязываясь к бесформенному, освобожденные в прекращении, это те, кто оставил смерть позади. Коснувшись свойства бессмертия, свободного от приобретений, познав оставление приобретений, лишенной загрязнений ума, правильно, самоосвобожденный, учит незапыленному состоянию, в котором нет печали. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала. Комментарии к сутте. Форма имеется в виду миры форм, соответствующие четырем рупаджанам. Бесформенность имеется в виду бесформенные миры, соответствующие четырем арупаджанам. Свойства прекращения. Это небана. Полное отсутствие страдательности. Идти в Утака 4.1 Так было сказано благословенным, сказано архатом. И так я слышала. Я, Брахман, отзывчивый к просьбам, великодушный, носящий свое последнее тело, непревзойденный доктор и хирург. Вы мои дети, мои сыновья, рожденные из моего рта, рожденные из Дхаммы, созданные Дхаммой, наследники Дхаммы, а не материальных вещей. Есть два вида даров. Дар материальных вещей и дар Дхаммы. Из них наивысшим является следующий. Дар Дхаммы. Есть два вида того, чем можно поделиться. Материальными вещами и Дхаммой. Из этих двух наивысшим является вот что. Дхамма. Есть два вида помощи. помощь материальными вещами и помощь Дхаммой. Из этих двух наивысшим является следующая. Помощь Дхаммой. Есть два вида массовых подношений. Массовое подношение материальных вещей и массовое подношение Дхаммы. Из этих двух наивысшим является следующее – массовое подношение Дхаммы. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано – щедрый, делающий массовое подношение Дхаммы, Татхагатта, сострадательный ко всем существам, такому лучшему из существ. Божественных и человеческих, живущие оказывают почтение тому, кто вышел за пределы становления. Это также было сутью того, что сказал Благословенный. И так я слышала. Идти вот так-ка, 4, 2. Так было сказано Благословенным. Сказано Архатом. И так я слышала. Таковы четыре вещи. Что почти ничего не стоят. Легко получаемы. И не вызывают порицания. Когда монах удовлетворен тем, что почти ничего не стоит, легко получаемо, и не вызывает порицания, то тогда, я говорю, он наделен одним из факторов созерцательной жизни. Таково значение того, что сказал Благословенный. И в отношении этого было сказано. Довольствующийся тем, что не вызывает порицаний. И удовлетворенного. Это также было сутью того, что сказал Благословенный. И так я слышала. Комментарии к сутте. Лекарства. Одна из базовых необходимостей монаха. Есть некоторые разночтения по поводу того, что здесь имеется в виду. Лекарство из страв, замоченное в моче, или же сама моча в качестве лекарства, что все еще практикуется в некоторых частях Азии и по сей день. Угара сутта. Змея сутта. Непатта. Змея сутта. Змея сутта. Змея сутта. Тот монах. Монах. Змея сутта. Кто постиг, что нет неизменной сущности в этом бывании, как нет цветов на фиговой пальме. Тот монах забудет оба берега, как змея навсегда бросает свою изношенную кожу. В чьей груди уже нет чувства страха, кто победил всевозникающие возрождения, тот монах покидает оба берега, как змея сбрасывает свою отжившую кожу. Кто развеял свои сомнения, кто отсек их от себя вполне и искренно, тот монах расстается с тем и с этим берегом, как змея со своей отжившей шкурой. Кто не рвался вперед, но и не оставался позади, кто победил оба эти мира заблуждения, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не рвался вперед, но и не оставался позади, кто понял, как все обманчиво в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея свою изношенную кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался и позади, кого не поработила себе жадность, тот, познавший призрачность этого мира, покидает оба берега, как змея свою изношенную кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался позади, свободный от страстей, сознавший обманчивость всего в этом мире, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не рвался вперед, кто не оставался и позади, непобежденный ненавистью, изведавший обманчивость всего в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался и позади, свободный от мечтаний, ясно постигший призрачность всего в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу. Кто все влечения погасил в себе и всякое желание вырвал с корнем, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. В ком не возникает вновь чувство страха, кого не возвратит оно опять к этому берегу, тот монах навсегда оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. В ком не возникает вновь чувство желания, кого не привяжет оно опять к существованию, тот монах покидает оба берега, как змея покидает свою изношенную кожу. Кто разрушил пять преград, свободный от страдания, победивший сомнение, недоступной печали, тот монах покидает оба берега, как змея свою отжившую кожу. Дханья сутта Пастух Тханья Сутта Непата Один, два Я сварил свой рис, я подоил коров, так говорил пастух Тханья. Вместе с товарищами живо я на отмеле реки маги. Мой дом плотно закрыт и огонь зажжен. Теперь ты можешь дождиться, о небо. Я свободен от гнева, я свободен от гордости, так говорил совершенный. Эту ночь провел я на отмеле реки магия. Мое жилище не покрыто крышей, и огонь мой потух. Ты можешь дождиться, о небо. Я укрылся от оводов, так говорил пастух Тханья. На лугах обильных травой пасутся мои коровы. Дождь не повредит им. Теперь ты можешь дождиться, о небо. Крепко снарядил я свою ладью, так говорил совершенный. И я приплыл к вечному берегу, я достиг той отмеле. Преодолев потоки страстей, теперь та ладья не нужна мне более. Ты можешь дождиться, о небо. Не сварлива моя жена, всегда послушна, так говорил пастух Тханья. Долгое время она прожила со мной неразлучно. Она миловидна, ничего дурного я никогда не слышу от нее. Ты можешь дождиться, о небо. Мне послушен мой ум. Он свободен вполне, так говорил совершенный. Долгое время я обуздывал свой дух и совершенствовал его. И нет в нем теперь ничего злого. Ты можешь дождиться, о небо. Я кормлюсь своим трудом, так говорил пастух Тханья. И мои дети всегда со мной, они здоровы. Ничего злого я никогда не слышу от них. Ты можешь дождиться, о небо. Ни одного слуги нет у меня, так говорил совершенный. Что сам я добыл себе, с тем и прохожу через весь мир. Нет мне нужды в помощниках. Ты можешь дождиться, о небо. У меня есть коровы, и телята есть у меня, так говорил пастух Тханья. У меня есть также и бык, он господин над коровами. Ты можешь дождиться, о небо. Нет у меня коров и телят, так говорил совершенный. Нет у меня и быка, господина над ними. Ты можешь дождиться, о небо. Надежно врытые столбы, их нельзя раскачать, так говорил пастух Тханья. Крепки веревки, новые и искусно свиты. Коровы не порвут их. Теперь ты можешь дождиться, о небо. Как бык порвал я все узы. Как слон я прорвался сквозь чащу ползучих растений, так говорил совершенный. Я не войду вновь в утробу рождений. Ты можешь дождиться, о небо. Внезапно разразился ливень, заливая землю, наполняя озера. Слыша, что палился дождь, сказал Тханья. Немалая прибыль притекла к нам с тех пор, как мы узрели совершенного. Мы прибегаем к тебе, о ты, ударенной мудростью. Будь нашим наставником, о великий пустынник. И я, и жена моя, мы оба послушны. Благослови нас на добрую жизнь. Мы победим рождение и смерть, мы достигнем конца страданий. Кто имеет сынов, тот имеет радость от сынов. Так говорил лукавый Мара. Кто имеет стада, тот имеет радость от стад, ибо звенья бытия. Радости людей, и тот, у кого их нет, не имеет и радостей. Но так сказал совершенный, кто имеет сынов, тот имеет и заботу от сынов. Кто имеет стада, тот имеет и заботу от стад, ибо звенья бытия – причина людских забот. У кого их нет, у того нет и заботы. Отбросив в сторону свое прежнее насилие, против всех существ и не вредя никому из них, Пусть не желает никто ни сынов, ни друзей, пусть он грядет одиноко, подобно носорогу. Из близости к людям возникают страсти, и печаль возникает. Всегда идущая за страстями, поняв, что в страстях коренятся страдания, Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Кто близко и дружбы связан с людьми, тот лишается своей прибыли, ибо дух его закован в цепи. В виде опасности дружбы, ты иди одиноко, подобно носорогу. Все запуталось в своих ветвях бамбуковое дерево. Весь опутан человек заботами о сынах и женах. Но как молодые бамбуковые побеги не прилепляются ни к чему, так и ты иди своим путем в одиночестве, подобно носорогу. Как отвязанный скот, пущенный в лес, пасется там на свободе, Привольно, так пусть и мудрый, разумея сознанную цель, идет одиноко, подобно носорогу. Постоянно зовут на пиршество, зовут на прогулки, на игры. Но пусть тот, кто ищет свободы от иго желаний, и принял великое решение, грядет одиноко, подобно носорогу. Есть веселье и удовольствие с товарищами, есть радости и среди детей, но хотя и нелегко разлучение с близкими, все же лучше, подобно носорогу в одиночестве, держать верный путь свой. Для кого равны все четыре сферы? Кто не враждебен ни одной из них? Довольный и той, и иною, пусть тот, как носорог, грядет одиноко, побеждая без боязни на все опасности. Есть и отшельники, недовольные своей жизнью, есть и миряне, живущие в доме, но которых так же не радует их жизнь. Ты же иди своим путем одиноко, подобно носорогу. Отстранив здесь всякие стремления, любезные мирянам, как отряхивается дерево от своих увядших листьев, ты гряди одиноко, подобно носорогу, доблестно порвавши все прежние узы. Должны искать друзей, равных себе или лучших себя, и радоваться, найдя их, если же не обрел ты подобных друзей. Лучше иди один, радуясь в своем одиночестве, иди одиноко, подобно носорогу. Посмотри, как бьются друг от друга на твоей руке эти запястья, золотые, искусно выкованные, пойми же то, и лучше иди одиноко, подобно носорогу. Близко связанный с другим, я не избегу ни ссор, ни проклятий, размышляя об этой опасности, ты иди одиноко, подобно носорогу. Разнообразны плотские наслаждения, они сладки и пленительны. То в том, то в другом виде они колеблют наш дух, видя горе, возникающее из радости тела, ты гряди лучше одиноко, подобно носорогу. Эти наслаждения — мое несчастье, в них скрыто семя потери, неудач, горькой муки, опасностей. Так, проведя опасности, растущей из радости тела, ты гряди в одиночестве, подобно носорогу. Избегая холода и жажды, жажды и голода, ветра и палящего солнца, ядовитых мух и змей, избегая всего этого, ты, подобно носорогу, в одиночестве держи путь свой. Как слон, крепкий и могучий, покинув табун, гуляет в лесу на приволье, так и ты в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. Кто ищет радости в связях с другими, того не влечет к себе дума об успокоении, ты же, внимая словам Будды, иди одиноко, подобно носорогу. Я прошел через строгости учений, я обрел самоподчинение и вступил на путь, ведущий к совершенству, я обладаю верным знанием, я не буду Вадим никем. Так говоря, ты, иди одиноко, подобно носорогу, не увлекаемый, не обольщаемый, ничего не жаждущий, никого не поносящий, свободный от страстей и мечтаний, не подчиненный никаким впечатлениям, не связанный ими ни в одном из миров. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Избегай дурного товарищества, оно научает дурному, оно приводит к неправому. Не входи в дружбу с теми, кто отдался похоти и гибнет в ней. Как носорог, ты иди своим путем в одиночестве. Дорожи дружбою тех, кому ведомо должное, кто сведущ, великодушен и мудр. Ведая значение всякой вещи и побеждая сомнения, как носорог, ты иди своим путем в одиночестве. Не украшаясь, не стремясь к веселью и удовольствиям, этим обычным радостям мира. Нет, гнушаясь роскошества жизни, вещая истину, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Оставь жену и сына, отца и мать, богатство и жито, оставь все, что порождает желание, и иди своим путем одиноко, подобно носорогу. Все это, узы, во всем этом так мало счастья, так мало радости. Это источник страданий, это коварный крючок на уде. В таком понимании, ты иди раздумывая, ты иди одиноко, подобно носорогу. Сорви все узы, разорви все сети. Как рыба, запутавшаяся в тенетах, разрывает их. Будь ты подобен огню, никогда не возвращающемуся на сожженное место. И в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. С опущенными взорами, с утихшими чувствами, с духом нетронутым, никакой страстью, не пылая влечением. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Облегшись в свое желтое платье, ты отряхни с себя все заботы о доме, как дерево стряхивает свои увядшие листья. И гряди одиноко, подобно носорогу. Не стремись к приятным вещам, не будь неустойчив. Не заботься о пропитании других. Но сам иди, прося подаяния, от жилища к жилищу. С духом нескованным, никакой заботы. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Отбросив пять преград духа, затушив в себе все дурное, независимый, нетревожимый, нежелающий. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Отбросив телесные наслаждения и печали, отбросив и все душевные радости и страдания, ты обретший спокойствие, чистоту и мир. Гряди одиноко, подобно носорогу. Ревностный в достижении высшего блага. С духом свободным от всякой привязанности. Усердный и добрый, одаренный мощью духа и тела. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Не отклоняясь от уединения и размышления, уверенно шествуя стезиоид хаммы, ясно видя все горе жизни, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Жаждущий только угошения всех желаний, ревностный и размышляющий, обузданный и решительный, богатый знанием и трудами, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Лев не страшится шума, ветра не уловишь сетями, лосось не окропится водой, ты же гряди одиноко, подобно носорогу. Вот лев с могучими лапами, победивший всех зверей, гордо идет он, победитель, властелин над всеми зверями, и ты в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. Благосклонный в должное время, покойный и сострадательный, свободный и радостный, ты, незатемненный целым миром, в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу, отринув страсти и ненависть, отбросив все мечтания, сорвав с себя все оковы, не содрогаясь перед мыслью о смерти, ты гряди подобно носорогу. Люди ищут сближения, служат другим ради собственной выгоды, трудно найти друзей, искренне преданных, несвоекорыстных. Нет, своей только выгодой, озабочены люди, они не чисты, лучше в одиночестве иди ты своей дорогой, подобно носорогу. Касиб Харадваджа сутта, Брахман Касиб Харадваджа, сутта Непата 1.4. Вот, что я слышал. Однажды, совершенный обитал в Магадхе, в деревушке. В то время, пятьсот плугов, брахмана Касиб Харадваджи, были запряжены, так как наступило время сеяния. Рано утром, оделся совершенный, и взял свою чашу, пошел к тому месту, где трудился брахман, Касиб Харадваджа. В это время брахман разделял корм. Совершенный пошел на то место, где брахман делил корм, и, подойдя, стал поодаль. Брахман, увидев, что стоит совершенный, как бы прося подаяния, сказал ему, Я, о, странник, пашу и сею, и вспахав, и посеяв я питаюсь. И тебе также, о, странник, надлежало бы пахать и сеять, и вспахав, и посеяв питаться. О, брахман, я пашу и сею, и вспахав, и посеяв я питаюсь. Однако мы не видим ни ерма, ни плуга достопочтенного Гатамы, не видим мы ни его валов, ни сошника. И опять достопочтенный Гатама сказал ему, О, брахман, я и пашу, и сею, и вспахав, и посеяв, я питаюсь. Тогда с такими словами обратился к брахман к совершенному. Ты назвал себя пахарем, но никто не видел тебя пашущим, спрошенный о том, скажи нам, в чем твоя пахатьба, объясни нам это, чтобы твоя пахатьба стала понятна нам. И отвечал совершенный, вера, есть семя, покаяние, дождь, мудрость, мой плуг, и мое ермо, смирение, дышло моего плуга, разум, гужи, глубокое размышление, мой сошник. Я охраняю себя в телесности, я блюду себя в слове, я умерен в пище, я веду истину, и ею выпалываю плевлы, любовь мое избавление, подвижничество, мое вьючное животное, оно несет меня к небане, несет, не возвращаясь вспять, не печалясь о покинутом месте, когда вспахана моя пашня, она приносит плоды бессмертия, вспахав эту пашню, ты избавишься от страдания. Тогда Брахман Касиб Харадваджа нацедил рисового молока в золотую чашу и подав ее совершенному, так сказал, пусть совершенный и запьет рисового молока, достопочтенный пахарь, ибо славный Гатама пашет ту пашню, которая приносит плоды бессмертия. Тогда сказал совершенный, что добыто здесь в поучении, тем не питаюсь я. Это, обрахман, уже не устав для того, кто видит ясно. Будда отвергает ранее добытое, таково от века правило Будда, кто есть совершенный мудрец, чьи страсти развеяны, в чьих деяниях навеки угасло все дурное, тому ты должен служить иною пищей и иным питьем. Вот верное поприще тому, кто ищет добрых дел. Кому же, о Гатама, предложу я теперь это рисовое молоко? Так сказал Касиб Харадваджа. Я никого не вижу, о брахман, ни в мире богов и людей, ни среди брахманов и отшельников. Кто бы мог принять это рисовое молоко, кроме совершенного или ученика совершенного? Посему, о брахман, ты должен вылить это рисовое молоко где-нибудь, где мало травы или вылить в реку, где нет червей. Так сказал совершенный. Тогда брахман вылил рисовое молоко в чистую воду. Тогда рисовое молоко, вылитое в воду, забрызгало, зашипело, задымилось клубами, как разогретый древнюю работой сошник, будучи опущен в воду, брызгает, шипит и дымит клубами. Так брызгало, шипело и дымило клубами рисовое молоко, вылитое в воду. Тогда брахман, испуганный и пораженный, приблизился к совершенному и приблизившись к нему и, припав головою к его ногам, так сказал совершенному. Как чудно это, о славный Готама, как чудесно это, о славный Готама, как подымают то, что было опрокинуто, как обнаруживают то, что было скрыто, как указывают путь заблудившемуся, как вносят лампаду во тьму, чтобы зрячие могли видеть, так и славный Готама разъяснил истину многими путями. Я прибегаю к славному Готаме и его Дхарме и Сангхе монахов. Я хочу оставить мир, хочу получить у славного Готамы одеяние и правила пустынной жизни. И тогда Брахман Касиб Харадваджа получил от совершенного разрешения на странничество получил такие же одеяния и правила. И вот достопочтимый Пхарадваджа, ставший странником и ведя уединенную, смиренную, ревностную, усердную жизнь подвижника, в короткое время постиг и усвоил то высочайшее совершенство, ради которого люди знатных семей покидают свои дома. Разрушено возрождение, достигнуто совершенство духовной жизни, что должно было свершить, то свершено и не осталось ничего из надлежащего быть совершенным здесь. Так сознавал он и вот достопочтимый Пхарадваджа стал блаженствующим. Чунда Сутта Кузнец Чунда Сутта Непата 1 5 Я прошу у мудрого великого понимания, так сказал Чунда Кузнец. Будда, господин Дхаммы, ты свободный от желаний, лучший из людей, великолепнейший из возничьих. Сколько странников есть на свете, открой мне, прошу тебя. Четыре есть странника от Чунда и нет пятого, так сказал благословенный. Спрошенный тобою, я открываю тебе. Есть побеждающий путь и есть поучающий пути, есть идущий праведным путем и есть оскверняющий путь. Кого же нарекают Будды побеждающим путь, так сказал Чунда Кузнец. И как мне узнать поучающего пути, спрошенный мною, укажи мне живущего на праведном пути и укажи оскверняющего путь? Кто отринул сомнения, так сказал благословенный, кто не страждет больше, но блаженствует в Нибане, свободный от жадности, водитель мира, людей и богов, того именуют Будды, победоносно свершающим свой путь? Кто уже в этом мире постиг, что лучшее есть Нибана, кто излагает и объясняет вечную Дхамму, того мудрого рассекающего сомнения, того недоступного желанием второго из странников нарекают Будды поучающим пути? Кто живет под Хамме, ясно постиг Шетхамму, кто укоротил себя и внемлет, кто вещает лишь непостыдное слово, того третьего из странников они нарекают живущим праведным путем, кто же подделываясь под вид добродетельного бесчестит семейство, бесстыден и лжив, необуздан и лицемерен, тот назовется оскверняющим путь. И вот, кто постиг четырех странников, кто хозяин дому, богат и разумом, ученик достопочтенных и мудрых, понял, что все они таковы, у того не иссякнет вера, ибо он всегда различит неиспорченного от испорченного и не сравняет нечистого с чистым. Сутта Непатта 1.6 Парабхава сутта потеря. Так я слышал. Однажды ночью некое божество, прекрасное видом, осветившее собою всю окрестность, снизошло к совершенному и, приветствовав его, отошло к стороне и, стоя в стороне, обратилась к совершенному с такими словами. Мы вопрошаем тебя, Гатама, о человеке, страдающем от потери. Я пришел спросить тебя, скажи нам, в чем причина потери для теряющего? Легко узнаешь выигрывающего, не труднее заметить и теряющего. Кто возлюбил Дхамму, тот выигрывающий, кто возненавидел ее, тот теряющий. Это так, это первый теряющий, о втором теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Злые люди дороги тому, кто не делает ничего из любезного доброму, кто восхваляет пути нечестия. Вот причина потери для теряющего. Это так, это второй теряющий, а третьим теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Сонливость, ленность, преданность гневу, любовь к пиршествам, неуверенность, вот причина потери для теряющего. Это так, это третий теряющий, а четвертым, теперь ты поведай нам о совершенной, в чем причина потери для теряющего? теряющего. Кто будучи богат, не заботится ни об отце, ни о матери, не заботится о них, постаревших, навсегда потерявших былые силы? Вот причина потери для теряющего. Это так, это четвертый теряющий, а пятом, теперь ты поведай нам о совершенной, в чем причина потери для теряющего? Кто ложью и лицемерием достигает степени мудрого или отшельника, или другой степени из монашествующих, вот причина потери для теряющего? Это так, это пятый теряющий, а шестом, теперь ты поведай нам о совершенной, В чем причина потери для теряющего? Многими богатствами владеет человек. Много у него золота и явств. Ни с кем не поделится он. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это шестой теряющий. О седьмом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Своим происхождением, богатствами, своей родословной гордится человек. Он презирает ближних. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это седьмой теряющий. О восьмом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Все приобретенное им расточает человек. Похотливый. Друг хмельных напитков. Игрок в кости. В том причина потери для теряющего. Это так. Это восьмой теряющий. О девятом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Кто недовольствует со своей женой и влечется к женам других? В том причина потери для теряющего. Это так. Это девятый теряющий. О десятом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Когда человек, достигший преклонного возраста, вводит в дом свою жену с прекрасными персями и всю ночь не может сомкнуть очей, стревоженной ревностью. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это десятый теряющий. Об одиннадцатом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Кто во главе хозяйства в доме ставит женщину или мужчину, наклонных пьянству и расточительству? Вот причина потери для теряющего. Это так. Это одиннадцатый теряющий. О двенадцатом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Кто жаден, завистлив к чужим богатствам, кто, будучи рожден в семье воинов, жаждет владычества над целым светом? Вот причина потери для теряющего. Раздумывая о тех причинах потери в этом мире, мудрый достойный человек, одаренный видением как есть, достигнет счастливого места богов. Комментарии к сутте. Мы вопрошаем тебя, о Гатама, о человеке, страдающем от потери. Я пришел спросить тебя, скажи нам, в чем причина потери для теряющего? Здесь более уместно было бы перевести не потеря, а падение, и, соответственно, не теряющий, а падший, а также подобным образом перевести и название сутты. Васала сутта, презренный. Сутта Нипатта, 1, 7. Так я слышал. Рано утром, одевшись и взяв свою чашу, вышел Совершенный, чтобы просить подаяния. В то время палал очаг в жилище Брахмана Аггика Бхарадваджи, и у порога были выставлены приношения. Совершенный, прося подаяния и ходя от дома к дому, подошел к жилищу Брахмана. Брахман, заметив его, сказал ему, «Остановись здесь, о постриженник! Остановись здесь, о нищестранник! Остановись здесь, о презренный!» Услышав это, Совершенный сказал Брахману, «Разве ведомо тебе, презренный, о Брахман? И разве ведомо тебе, что делает человека презренным?» «Нет, о славный Гатама, мне неведомо, кто презренный, и неведомо, что делает человека презренным. «Пусть достопочтенный Гатама научит меня, чтобы я познал, кто презренный, и что делает человека презренным. Послушай же, о Брахман, послушай внимательно, что я скажу тебе. «Пусть будет так, о достопочтенный!» — отвечал Брахман. Тогда начал говорить Совершенный. «Кто зол и несет в себе ненависть? Кто лицемерен и дурен? Кто предан ложному мнению? Кто склонен ко лживости? В нем ты признай презренного. Кто в этом мире вредит живым существам, один раз и дважды рожденным? В ком нет к ним сострадания? В том ты признай презренного. Кто осаждает города и поселки? Кто разрушает их? В ком все видят врага и боятся его? В нем ты признай презренного. Кто крадет чужое добро, будь то в лесу или в селении? Кто завладевает тем, что не дано ему? В нем признай ты презренного. Кто, будучи должен, уклоняется от уплаты, когда наступает срок, говоря «я вовсе и не должен тебе»? В нем признай ты презренного. Кто в похвальбе своим удальством убивает человека, мирно идущего своею дорогой? В нем признай ты презренного. Кто, как свидетель, будучи спрошен, лжет ради своей выгоды, или ради выгоды другого, или ради подкупа? В нем признай ты презренного. Кто увлекает жен, друзей или близких, и они охотой или неволей идут к нему? В нем признай ты презренного. Кто, будучи богат, не поддерживает ни отца, ни матери, постаревших, потерявших былые силы? В нем признай ты презренного. Кто оскорбляет мать, отца или брата, сестру или свекровь? Кто поносит их, в нем признай ты презренного. Кто, просимый научить доброму, поучает дурному? Кто советует другим лживость и изворотливость? В нем, кто бы он ни был, ты признай презренного. Кто лицемерен? Кто, совершив дурное дело, надеется про себя? Ведь никто не узнает о том. В том признай ты презренного. Кто любит от других принимать угощения, но сам не отплачивает им тем же? В нем признай ты презренного. Кто вероломный? Обманывает брахмана и странника. Обманывает и других монашествующих? В нем признай ты презренного. Кто докучает брахману и пустыннику? Кто ничего не дает им в обеденное время? В нем признай ты презренного. Кто весь окутанный невежеством? Порицает несбыточное. Кто домогается здесь пустого и ничтожного? В нем признай ты презренного. Кто восхваляет себя и унижает других? Да кто в своей надменности доходит и до этой низости? В нем признай ты презренного. Кто корыстен и поощряет дурное? Кто полон грешных желаний? Не страшится греховного. Кто порабощен завистью, злом и бесстыдством? В нем признай ты презренного. Кто поносит Будду или ученика его? Будь то нищенствующий монах или мирянин. В нем признай ты презренного. Кто не будучи благословенным, чьится представить из себя благословенного. Тот есть только тать во всех мирах и в мире Брахмы. Тот самый гнусный из всех презренных. Всех тех, о ком говорил я здесь, считай ты презренными. Итак, нерождением становится человек презренным, нерождением он становится и Брахманом. Нет, за свои дела заслуживают презрение и за свои дела прославляются Брахманом. Знай же ты, что это правда. Вот что я расскажу тебе. Жил один презираемый по имени Матанга. Матанга достиг величайшей славы, достигаемой здесь лишь немногими. И Брахманы, и воины приходили служить ему. Он восседал на колесницу богов и вступил на ту высочайшую дорогу, на которой нет земной пыли. Отринув всякое плотское желание, он вошел в царство Брахмы. А ведь его происхождение не сулило ему возрождение в царстве Брахмы. С другой стороны, есть Брахманы, рожденные в семьях наставников, друзей гимнов. Но они увязли в своих грехах и достойны только презрение в этом мире. А в будущем их ждет преисподнее. Ни от порицания, ни от мрачного места не спасет их происхождение. Итак, нерождением становится человек презренным, нерождением он становится и Брахманом. Нет, за свои дела заслуживают презрение и за свои дела прославляются Брахманом. Когда кончил свою речь совершенной, то Брахман обратился к нему с такими словами. Чудесно, о славный Гатамо! Чудесно, о славный Гатамо! Как тот, кто, о славный Гатамо, находит потерянное, обнаруживает скрытое, указывает путь заблудшему, вносит свет во тьму, чтобы имеющие очи могли видеть, так и ты, о славный Гатамо, различными путями разъяснил истину. У тебя я ищу прибежище теперь, о славный Гатамо, в твоем учении и семье нищенствующих. Прими меня, о Гатамо, как последователя. Отныне всю жизнь я буду находить в тебе убежище. Карания Метта Сутта Дружелюбие Сутта Непата 1.8 Вот, что следует исполнить тому, кто ищет здесь доброго, кто жаждет своему духу покоя. Пусть будет он прямодушен и бодр, совестлив, и кроток в речи, уступчив, не горд. Пусть он идет своим путем, успокоенный, неотягощенный заботами, с утихшими чувствами, с окрепшей мудростью, ненадменный, нежадный. Пусть он никогда, даже и не подумает, что-либо такое, за что бы могли упрекнуть его мудрые. Да будут счастливы все существа, да живут все они в радости и довольстве. Все живые существа, которые только есть на свете, и слабые, и сильные, и длинные, и короткие, и большие, и средние, и великие, и малые, видимые и невидимые, живущие близко и далеко, рожденные, или только носимые в утробе. Все они, да будут счастливы. Пусть никто не обманывает других, пусть никто и никогда не обижает других, пусть никто ни гневом, ни злобою не вредит другим. Как неусыпно мать охраняет свое единственное дитя, как дорожит она его жизнью, так пусть каждый объемлет своим благоволением все существа. Пусть он простирает свое благоволение сквозь все миры, пусть обнимает он их своим благосклонным духом и вдаль, и вглубь, и ввысь, без вражды, без тревоги, без ненависти, стоя или лежа, сидя или ходя. В каждую минуту бодрствования пусть он придается осознанию этого, этот путь жизни, самый лучший на свете, добродетельный, одаренный совершенную мудростью, потушивший в себе жажду плотских наслаждений, никогда не вступит вновь на путь рождений и смертей. Ратана Сутта. Сокровище. Сутта Непатта. 2.1. Все духи, пришедшие сюда, вы, привязанные к земле, и витающие в воздухе, будьте все вы счастливы и внемлите сказанным словам. Внемлите, о духи, будьте милосердны к людскому роду. И днем, и в ночи, приносящему свои жертвы, ревностно охраняйте людей. Никакое сокровище не здесь, ни в ином мире, никакие драгоценности небес. Не сравняются с совершенным. Великое сокровище обрели мы в Будде. Истиной, им возвещенную, воцарится блаженство. Разрушение страстей, свобода от них, и то дивное бессмертие, которого достиг Шекьемуни. Нет ничего равного этой истине. Великое сокровище обрели мы в Дхамме. Ее правдою воцаряется блаженство. Чистота, прославленная величайшим из Будд, непрерывное размышление. Вот великая бесподобная истина. Дивное сокровище обрели мы в Дхамме. Ее истиной достигается блаженство. Восемь их, прославленных праведным, восемь их, учеников благословенного, достойных подношения, что даровано им, то принесет благие плоды. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее правдою воцаряется блаженство. Кто приникнет к словам Гатамы свободный духом, не встревоженный желаниями, тот получает высочайшую награду, погрузившись в бессмертное, блаженствуя в нем, не купленным никакою ценою. Великое сокровище обрели мы в Дхамме. Ее истинною возвещается спасение. Непотрясаемы четырьмя ветрами стоят столбы городских ворот, крепко врытые в землю. Ничто не поколеблет праведного, постигшего благородной истины, ясно постигшего их. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее истиной достигается исцеление. Кто постиг священные истины, благостно возвещенные мудрым, тот не примет вновь возрождение. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Той истиной зачинается блаженство. Он, принявший блаженное знание, навсегда победил здесь три чаши. Мечтания, сомнения и все то, что мог бы стяжать себе своею добродетелью и своими святыми делами. Из четырех темниц сам себя вывел он на свободу. Шесть смертных грехов до конца сокрушены им. Великое сокровище обрели мы в Будде. Его истиной достигается блаженство. Ни телом, ни словом, ни мыслью он не мог бы совершить греховного дела. Да не мог бы даже сокровенно подумать о нем. Разве можно то испытавшему состояние блаженства? Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее правдою воцаряется блаженство. Под теплыми лучами зацвели деревья. Высоко к небу подняли они свои верхушки все в цвету. Дивные пути создал здесь Будда. Те пути, что ведут к неббане при великому счастью. Верное сокровище обрели мы в Будде. Истиной им возвещенную воцарится блаженство. Дивную истину возвестил он нам несравненный. Он узревший прекрасное. Он дающий прекрасное. Он несущий прекрасное. Великое сокровище обрели мы в Будде. Истиной им возвещенную воцарится блаженство. Разрушено прежнее, не возникнет новое. Мудрые, презревшие будущее, навсегда покинули это место пребывания. Как это лампада, угасают они, сокрушившие желания. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее истиной воцарится блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи земные и надземные, прославьте всесовершенного Будду, прославьте его, чтимого людьми и богами, да наступит блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи, витающие в воздухе и привязанные к земле, прославьте всесовершенную Дхамму, чтимую людьми и богами, да наступит блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи земли и духи воздуха, прославим всесовершенную Сангху, чтимую людьми и богами, да наступит блаженство. Сутта-Непатта 2-2 Амагантха-Сутта Оскверняющая Кто питается плодами и корнями, праведным путем полученными от праведных, тот никогда не лжет, никогда не жаждет телесных радостей, кто ест затейливые кушанья, вкусно состряпанные, поданные другими, кто любит рисовую пищу, тот ест, о Касапа, то, что оскверняет. Это запрещение скверного, не приму я. Так ты сказал, о Брахман, любящий рисовую пищу, вкусно приправленную птичьим мясом. Тебя я спрашиваю, о Будда, как ты учишь, каков твой устав об оскверняющем? Разрушение жизни живых существ, убийства и заклания, удавления и похищения, ложные речи, обманы и обольщения, недостойное слово и прелюбодеяние, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Необузданность в плотских наслаждениях, жадность к сладостям жизни, близкие связи с нечистыми, несправедливость и неуверенность, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Жестокость и грубость, клевета и предательство, безжалостность и надменность, оставление других людей без помощи, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. гордость, пустосвятство и пьянство лесть, зависть и высокомерие, несправедливость, спесь и надменность, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Зло и недобросовестность, лживость и двуличие, душевная низость и греховность, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Необузданность в отношении к другим существам, оскорбление благодетелей, злоба и хитрость, жестокость и непочтительность — вот что оскорбляет человека, а не скоромная пища. Зависть, враждебность, поношение — вот что оскверняет человека, вот что оскверняет его, привязанного здесь к греху и после смерти идущего во тьму, вниз головою летящего в бездну. Ни нагота, ни бритье головы, ни грязь, ни нечистота тела, ни пост, ни рыбная пища, ни заплетение волос в косы, ни обильные приношения, ни возжигания жертвенных огней, ни многое покаяние, ни наблюдение за временами года, ни очистит смертного, ни постигшего вечной Дхаммы. Чистый в чувствах, охраненный во впечатлениях, твердо опираясь над Дхамму, шествует мудрый, радуясь тому, что прекрасно и праведно, разрушив все узы, далеко за собой оставив всякое страдание, он никогда не привяжется вновь, ни к чему видимому и слышимому. Так поучал благословенный, и Брахман, сведущий в гимнах, понял его. Мудрый, далекий от скверны, неуловимый, независимый, разнообразными путями, объяснил ему истину. Прослушав дивное слово Будды, его, свободного от всего нечистого, предавшего забвению всякие скорби, умиленный Брахман, прославил совершенного и принял его Дхамму. Хири сутта. Смирение. Сутта Непатта. Два. Три. Кто нарушает завет смирения, кто, говоря «я друг тебе», не поступает так, чтобы дружба его стала явною, так ты думай о нем, он не друг мне. Чьи слова к другим всегда ласковы, но не таковы поступки, в том разумный признает человека. На словах только доброго, но не на деле. Не друг тот, кто всегда готов на раздоры, кто в своих друзьях ищет только ошибок. Но с кем сладко живется тебе, как ребенку на груди родной матери, тот только твой верный друг, которого ничто не отторгнет от тебя, чьи дела несут другим радости, тот славен в этом мире, покуда стоит людской род. Вкусив радости, уединения и спокойствия, ты, подчерпая в Дхамме, освободишься от страха и навсегда отдалишься от зла. Мангала Сутта. Наивысшая защита. Сутта Непатта. 2.4. Так я слышал, наступила ночь, и божество, прекрасное видом, озарив собой всю окрестность, приблизилось к совершенному. И приблизившись, и поклонившись ему, стало подле. И стоя подле, то божество обратилось к совершенному с такими словами. Жаждущие счастья, многие боги и люди поучали о защите. Ты поведай мне, в чем наивысшая защита? Сказал Будда. Не входить в дружбу с безумцами, но дружить с разумными. Прославляя тех, кто должны быть прославлены, вот наивысшая защита. Жить в прекрасной стране, нести с собой добрые дела прежней жизни, ревностно охранять свой дух, вот наивысшая защита. Великое научение и познание, верное разумение устава, благое слово, вот наивысшая защита. Прислуживать отцу и матери, защищать жену и ребенка, заниматься честным трудом, вот наивысшая защита. Подавать просящему, жить благочестивой жизнью, заботиться о ближних, вершать лишь одно непостыдное, вот наивысшая защита. Отвращаться от всего греховного, не любить хмельных напитков, верно следовать Дхамме, вот наивысшая защита. Благоговение и покорность, спокойствие и признательность, поучение Дхамме в благоприятное время, вот наивысшая защита. Добрая речь и терпение, близость с мудрыми, благочестивые с ними беседы, вот наивысшая защита. Покаяние и целомудрие, внимание к благородным истинам, непорочная любовь к бессмертному, вот наивысшая защита. Не волноваться желанием, прикасаясь к земным вещам, не допускать к себе оскверняющего, быть недоступным печали и верить истине, вот наивысшая защита. Верно держать путь свой, с несмущенным духом, свершая благое, вот наивысшая защита. Сутта Нипатта, 2, 5. Сучелома сутта, якха сучелома. Так я слышал, однажды злой дух Кхара и злой дух Сучелома проходили неподалеку от благословенного. И вот злой дух Кхара спросил злого духа Сучелому, пустынник ли был тот человек? Сучелома ответил, нет, он не пустынник, он лицемер. Все же пойду удостоверюсь, верный ли он пустынник или же только лицемер. Тогда злой дух Сучелома подошел к благословенному и, подойдя к нему, тронул его. Благословенный отстранился от него. Тогда злой дух Сучелома сказал благословенному, «О пустынник, разве ты сердишься на меня?» Благословенный ответил, «Нет, друг, я не сержусь на тебя, но твое прикосновение ко мне греховно». Сучелома сказал, «Я задам тебе вопрос, о пустынник, если не сможешь ты ответить мне, или я развею твои мысли, или раскалю твое сердце, или, взяв тебя за пяту, переброшу на ту сторону ганга». Совершенный ответил, «Нет никого, о друг, не в этом мире». «Не в мире дэвов, брахмы и мары. Нет никого среди брахман и пустынников. Нет никого в сферах людей и богов, кто бы мог развеять мои мысли, кто бы мог расколоть мое сердце, или, взяв меня за пяту, перебросить на ту сторону ганга. Все же, вопрошай меня, друг, о чем задумал». Тогда злой дух Сучелома с такими словами обратился к совершенному. «В чем начало страстей и ненависти, отвращения, страха и восхищения? Откуда возникают они? Почему сомнения, возникая, беспокоят разум, как мальчики беспокоят петуха?» Будда отвечал, «Страсти и ненависть коренятся в плоти. Плоти уже рождаются, и отвращения, и страх, и наслаждения, возникая от плоти. Сомнения смущают дух, как шалуны досаждают петуху. Страсти коренятся в плоти, они возникают в самом тебе, как в самом древе зарождаются его ветви, и похотью к далекому и близкому они связывают человека, как повелика сплетает лесные деревья. Кто знает, где коренятся они, тот сумеет и вырвать их, и внемли, о злой дух, тот переплывет этот поток, труднопреоборимый никем, не переплытый до ныне. Он переплывет его в великом решении не вступить вновь на этот путь возрождения». Дхаммачария сутта Благочестивая жизнь Сутта Нипата 2.6 Справедливая жизнь Благочестивая жизнь Вот в чем видит Тот, лучшее здесь сокровище, кто покидает родной кров ради пустын нажительства. Если же он жесток и, как зверь, только радуется, вредя другим, жизнь его весьма зла, и каждый шаг его — только новое осквернение. Монах, наклонный к раздорам, как саванам, окутанный безумием, нет, тот вовсе не достиг вечной Дхаммы, которая возвещена была Буддою. Вредя своему духу, вводимый невежеством, он никогда не сознает, что грех — это путь, ведущий в преисподнюю. Обреченный на бедствие, вновь, идя из утробы в утробу, из-за тьмы во тьму, тот монах, покидая земную жизнь, идет на муки, как мусорной яме, наполнявшейся многими годами, трудно очиститься тому, кто всего себя напитал грехами. Кого вы признаете таким, о монахе, в ком вы увидите человека, привязанного к жилищу, одержимого злыми мыслями и желаниями, богатого грешными делами, того избегаете вы в общем согласии. Вы стряхивайте его, как пыль, отбрасывайте его, как ссор, отвеивайте его, как мекину, кто не отшельник, но заботится лишь о самом себе. Вы отстраняйте того, кто одержим злыми желаниями, кто весь напитался греховным. Будьте чисты и живите в непорочности все вы, любите свои глубокие думы, согласные в мудрости, вы придете к концу всех страданий. Утханна Сутта О бдительности Сутта Непатта 2.10 Встаньте, встаньте, что вы дремлете, что за сон недужным, отравленным ядом, страдания, тоскующим? Встаньте, встаньте! Учитесь жизни, ведущей к миру, дабы властелин смерти не воспользовался вашей беспечностью и, не обольстив, не подчинил бы вас своей силе. Победите то желание, которым связаны боги и люди, которого так жаждут они. Не теряйте решительные минуты жизни. Кто не удержит ее, кто даст ускользнуть ей, тот обрекает себя на погибель. Ты оскверняешь себя постоянной беспечностью, только бдительностью, размышлением ты вырвешь из себя ту стрелу отравления. Камма-сутта. Чувственное удовольствие. Сутта-нипатта. 4.1 Если удастся достичь телесных радостей тому, кто жаждет их, он становится радостным, найдя любезное смертным. Если же не удастся ему достичь тех радостей, он мучится, как пронзенный стрелою. Кто избегает телесных радостей, как на голову змеи боится наступить босою ступней, тот осознанностью навсегда отгонит от себя эту жажду радостей. Кто жаждет тех радостей, жаждет полей и добра, коней и коров, слуг и близких, и жен. Того побеждает грех, того сокрушают несчастья, и в его сердце вольются страдания, как вода сквозь щель в челноке. Итак, осознанностью изгоняйте плотские радости, освободившись от них, легко переплыть это море. Вы черпывайте всю воду из ладьи своей, легко и весело к иному берегу, тогда она понесется. Человек привязанный к телу, покрытый корою греха, обольщенный, не радуется в уединении, не очищается от плотских наслаждений. Кого водят здесь страсти и похоти, кого научают желания радостей, трудно освободиться тому, приплетенному к бывшему и будущему, мечтающему от новых радостях, сладко вспоминающему прошедшее. Скупцы, обольщенные плотскими утехами, за немогшие жадностью, мучаются и плачут. Что же будет с нами, когда мы умрем? Пусть не забывает человек, что есть зло в этом мире, пусть ни для себя, ни для других он не творит зла. Жизнь коротка, говорят мудрые. Вижу я в этом мире боязливую породу, порабощенную жаждой жизни. Это несчастные люди, тоскующие в пасти смерти, поглощенные потоком возрождения. Взгляни на этих людей. Как рыбка трепещет в иссохшем ручье, так и они дрожат в постоянном беспокойстве и заботе о себе. Ты же, видя это, живи без своего, без привязанности к состояниям становления. Погасив в себе жажду к обоим крайностям жизни, постигнув чувственный контакт, неистомленный жадностью, не делающий того, что сам называет позорным, мудрый, не привязывается здесь ни к чему видимому и слышимому. Зная, что такое имя и форма, мудрый рассекает эту волну жизни. Не ослабленный никакими желаниями, он вырывает из себя стрелу отравления. Он ревностный скиталец. Не жаждет более ни одного из миров. Дуд-Хат-Хака сутта Испорченный Сутта-Непатта 4.3 Правда, легко вовлекаются в пререкания и злые, и справедливые люди, Но когда возникают споры, мудрый не вступает в них, оттого он всегда доволен. Как может тот, кого ведут его страсти, кого одолели влечения, отказаться от своих ошибок? Пусть же делает свое дело, пусть говорит согласно степени своей мудрости. Кто, никем не просимый, всем и каждому восхваляет свои практики, свои правила. Того благие назовут только хвостуном, низким человеком. Монах, умиротворенный, радостный в духе, никогда не восхваляет своих добродетелей. Благородным величают его добрые, ничего и нигде не желающим. Кто в себе видит верного решителя, у кого лишенного руководства разума, Всего легче складываются в воззрения неясные, смешанные. Нелегко победить учения философов. То одно, то другое из них кажется предпочтительнее, И человек склоняется то к одному из них, то к другому. Но кто очистился, у того не бывает предрассудков. Тот очистившийся, отбросивший надменность и мечтание, Независим ни от чего и нигде, Не обретший независимости, легко вовлекается в споры между учениями. Но каким именем назовется тот независимый, Который и не принимает ни одного из них, И ни одного не оспаривает? Он свободный от обаяния всякого учения. Судха-дхакка сутта, чистый. Сутта-непатта, 4, 4. Вот вижу я здесь чистого человека, полностью исцеленного. Смотрю на него. Можно достичь чистоты. С таким убеждением, считая его высшим, Он считает, что познает, созерцая непорочного. Но если бы человек мог очиститься, наблюдая, Или если бы с помощью такого знания Он мог бы отбросить страдания, То недостигший мог бы очиститься, Наблюдая другого человека. Однако это только мнение тех, Кто так утверждает. Брахман не очищается Ни другим человеком, Ни видимым, ни слышимым, Ни воспринимаемым, Ни соблюдением ритуалов. Он не загрязняется Заслугами или проступками. Оставивши прежних, Своих наставников, Люди идут к другим, Увлеченные похотью. Они не раскуют цепи, Сковавшие их. Они то хватаются за Дхамму, То бросают ее ради другого, Как обезьяны, Перебрасываясь с сучка на сучок, То хватают, то бросают их. То дела благочестия делают они, То, побужденные похотью, Увлекаются суетными делами. Но муж великой мудрости, На опыте постигший Дхамму, Не разбрасывается на все стороны, Безразличный, Ко всем Дхаммам, Ко всему, Что видимо, слышимо или познаваемо. Он видит их такими, Какими они есть в действительности, И живет с ясностью ума, Что его может поколебать. Он не составляет учений, Не предпочитает То или иное из них, Не говорит никогда, И обезгранично чист, Разорвавший узел привязанностей. Ничего более не жаждет он в мире. Он брахман, Победитель греха. Ничем не овладеет он Из всего того, Что видит и о чем знает. Никакая страсть не волнует его. Ни в чем не увидит он В ослеплении Высшего в этом мире. Ватхугадха Пролог Сутта Непатта Пять Из прекрасного города Касалы Вышел брахман Певец чудных гимнов Ничего не жаждущий На отмелях реки Гатхавари Остановился он, Собирая подаяния, Где неподалеку лежало Богатое селение. Собравши великие дары, Он принес Обильную жертву. Принеся обильную жертву, Он уединился в своем убежище. Тут пришел к нему другой брахман С распухшими ногами, Дрожащий, Покрытый грязью, С запыленными волосами. И придя к брахману, Он попросил у него Пятьсот монет. Баварий, встретив его, Усадил и спрашивал, Доволен ли он, Счастлив ли он. Потом сказал ему, Все дары, которые были у меня, Я раздал уже. Прости меня, О, брахман, У меня нет пятисот монет. Если ты не даешь мне, Просящему, Пусть голова твоя расколется На седьмой день на семь частей, Так произнес тот нечестивец Свое страшное проклятие. Услышав слова его, Впал в тоску Брахман Баварий. Не принимая пищи, Он стал худеть Пронзенной стрелою печали. Только дух его Услаждался сосредоточением. Видя, что тоскует Бавария, Страшится. Благосклонный дух Приблизился к нему И сказал, Не бойся, Это низкий лицемер, Жаждущий чужого добра. Он бессилен В проклятии на твою голову. Он не обладает силой Заклясть ее. Если ведомо То славному духу, Пусть он, Спрошенный, Поведает мне О власти проклятия На голову. Мы вникнем В слова его. Нет, Это не ведомо мне, Только Буддам Открыто То знание. Кому же теперь Здесь, На земной поверхности Ведомо то, Поведай мне, Дух. Некогда вышел Из капилаватху Великий рулевой мира. Отрасль царского рода, Сын шакья, Несущий свет. Он, Убрахман, Совершенный, Озаренный. Он достиг силы Всех знаний. Непревзойденный, Все открыто Отчам его. Он разрушил Все звенья жизни И радуется, Свободный, В небане. Он Будда, Он благословенный На свете, Проникший В суть Всех вещей. Поучает Хамме. К нему Пойди ты, Его Вопроси, Он один Только все Может Изъяснить тебе. Услышавши слово Озаренный, Баварий Возрадовался. Улеглась Его скорбь И загорелась В нем радость. В радости И восхищении Спросил Баварий, Где же Живет Он, Глава мира, В каком Селении, В каком Городе, В какой Местности, Чтобы Могли Мы Пойти И Почтить Озаренного, Первого Из Людей. В Савадхе Живет Победитель, Муж Великой Мудрости, Обладатель Безграничного Знания. Он, Сын Шакья, Не Вошедший В Ермо Этой Жизни, Не Связанный Страстью. Тогда Баварий Сказал Ученикам Своим, Брахманам, Совершенным В гимнах. Придите, Прислушайтесь К словам Моим. Тот, Кто Так Редко Является В Мир, Он Родился Теперь. Велика Слава Его, Озаренного, Спешите В путь Посмотреть Лучшего Из Людей. Как Же Мы Узнаем, Увидев Его, Что Он Будда, Брахмана? Нам, Не Знающим Его, Скажи Ты, Как Узнать Его? В гимнах Указаны Знаки, Отметившие Великого Человека, И всего Их Тридцать Два, Число В число, На чьем Теле Есть Знаки Великого Человека, Предтем Лежат Два Пути И нет Третьего. Если Живет Он В жилище Он Без Жезла И Меча Подчинит Себе Землю И Справедливостью Будет Владычествовать Над Ней. Если Же Покинет Он Родной Кров Ради Пустынно Жительства Он Становится Благословенным Несравненным Буддаю Озаренным Сорвавшим Покрывало С Лица Мира. Вы Про Себя Вопрошайте Его О Моем Рождении И Роде О Знаках На Моем Теле О Гимнах И Других Моих Знаниях И О Проклятии На Голову Если Он Верный Будда Кому Все Открыто Он Словами Ответит То О Чем Вы В Уме Вопросите Его Услышав Слова Бавари Шестнадцать Учеников Его Каждый Со Своими Учениками Все Они Славные Мыслители Радостные В Медитациях Мудрые Благоухающие Добродетелю Поклонившись Бавари И Обойдя Вокруг Него Все С Заплетенными Волосами Неся Шкуры Отправились В путь Лицом К Северу Как Жаждущий Спешит К воде Как Купец Гонится За Прибылью Как Изнемогший От Жары Рвется К тени Так Поспешно Взошли Они Нагору В то Время Благословенный Окруженной Учениками Своими Поучал их Дхамме Голос Его Был Подобен Голосу Льва В лесу Первый Из учеников Бавария Увидел В нем Как бы Солнце Без лучей Полный Месяц На пятнадцатый День Оглядев Его члены И заметив Все знаки В полноте Он Стоя В стороне Обрадованный Спросил Его В уме Своем Скажи Мне О рождении Моего Учителя О его Роде О знаках На его Членах И о Совершенстве В гимнах И сколько Раз повторял Он их Совершенный Сказал Имя его Бавария Ему Сто двадцать лет От роду Два знака Есть на его Теле И в трех Ведах Совершенен Он Пятьсот Раз Передавал Он Их И в Толковании Своем Достиг Совершенство Тот Подумал Первый Ученик Объясни Полнее Знаки Бавария О ты Лучший Из людей Сорвавшие Все Желания Пусть Ни в чем Мы не Усомнимся В тебе Все Лицо Свое Покрывает Он Языком Полукругом Волос Соединены Его Брови Знай То О Юноша Не Слыша Ничьих Вопросов Слыша Только Ответы Окружавшие Их Воскликнули В восхищении Всплеснувши Руками Кто Вопрошал Его Брахма Ли Боги Ли Или Индра И Кому Отвечал Он Спрошенный Мною О проклятии На голову Бавария Ответь О Благословенные Разве Наши Сомнения О Мудрец Голова Это Неведение Знай Ты Познание Раздробляет Голову Разбивает Ее Уверенностью Глубокой Мыслью Медитацией Решимостью И Усердием Тогда Успокоенный И Обрадованный Юноша Набросил Шкуру На Одно Плечо Упал К ногам Совершенного И Поклонившись Ему До земли Сказал О Достославный О Яснозрящий Брахман Бавария Припадает К ногам Твоим В восторге И радости Пусть Пусть Радуется Бавария С учениками Своими Сказал Совершенный И Ты Радуйся Так же О Юноша Ибо Во всех Вас И в тебе И в Баварии И в учениках Его Много Сомнения Вот Вам Благоприятное Время Вопрошайте О чем Задумали Получившие Разрешение От Благословенного Ученики Баварии Каждый По очереди Сидя Со Сложенными Руками Вопрошали Благословенного Аджита Манава Пучха Вопросы Аджиты Сутта Непата 5 1 Какая Туча Закутала Мир От Чего Он Не Светится Что Оскверняет Его В чем Его Великая Опасность Тучей Неведя Не Омрачился Мир От Жадности Он Не Светится Желание Оскверняет Мир Великая Опасность Его Страдание Вот Повсюду Несутся Потоки Желания Что Же Укротит Их Стремление Что Остановит Их Бурный Напор Чем Прекратятся Потоки Какие Бы потоки Не Неслись По Свету Осознанность Остановит Их Осознанность Укротит И Мудростью Прекратятся Они Чем Уничтожатся Имя И Форма Ответь Мне О Славный Прошу Тебя О Том Я Поведаю Я Разъясню Тебе Чем Уничтожается Имя И Форма Угошением Сознания Они Уничтожаются О Мудрый Славный Человек Объясни Как Должны Жить Постигшие Истину И Ученики И Простые Люди С Ясным Умом Без Стремлений К Телесным Радостям Умелые Во всех Качествах Ума Пусть Осознанно Идут Познавшие Истину Тисса Метея Манава Пучха Вопросы Тисса Метеи Сутта Непатта Пять Два Кто Доволен В этом Мире Кого Ничто Не Волнует Кто Познавший Обе Стороны Не Запнется На Середине Касаясь Ее Пониманием Кого Назовешь Ты Великим Человеком Кто В силах Победить Здесь Желание Монах Отринувший Все плотские Радости Свободный От желания И всегда Осознающий Не волнуется И В середине Не запнется Он Коснувшись Ее Пониманием Ибо Обе Стороны Ведомы Ему Его Назову Я Великим Человеком Он Победит Желание В этом Мире Паньякая Манава Пучха Вопросы Паньяки Сутта Непата 5.3 Я Вопрошаю Того Кто Проживает Без желания Кто Увидел Корень Всего Я Вопрошаю Его С мольбою С какой Целью Мудрецы И простые Люди Брахманы И воины Приносят Жертвы Богам Обильным В мире Спрошенный О том О благословенный Ответь Мне Все Те Мудрые И простые Люди Все Брахманы И воины Потому Приносят Жертвы Богам Обильным В мире Что Достигши Преклонного Возраста Они Жаждут Прибыть В прежнем Состоянии Все Те Мудрые И простые Люди Все Те Брахманы И воины Что Щедро Приносят Здесь Жертвы Богам Обильным В мире О Брахмана Открой Мне Они Не Устающие В Приношениях Пройдут Ли Сквозь Старость И Рождение Прошу Тебя О Благословенный Ответь Мне Они Словословия Только Жаждут И Ищут Обильных Радостей Телу И Вот Умирая С той Же Страстью К Жизни Они Не Пересекут Рождение И Старости Так Говорю Я Но Если Уж И Они Щедрые В Приношениях Все Же Путем Тех Жертв Не Пересекут Рождение И Старости То Скажи Мне О Славный Человек Кто Же В Этом Мире Из Людей И Богов Пересечет Старость И Рождение Спрошенный Мною О Благословенный Ответь Мне Озаренный Мудростью Ничем Не Потрясенный На Свете Умиротворенный Не Тоскующий Не Опьяненный Куревом Страсти Ничего Не Жаждущий Пересечет Здесь Старость И Рождение Так Говорю Я Меттагу Манава Пучха Вопросы Меттагу Сутта Непатта 5 4 О Благословенный Я Вопрошаю Тебя Скажи Мне Всесовершенный Воспрянувший Духом Откуда Возникли В мире Разнообразные Формы Страдания Да Ты Можешь Вопрошать Меня О Начале Страдания Я Разъясню Тебе Ибо Это Ведомо Мне Коренясь В звеньях Существующего Возникают Страдания На Чье Неведение Опираются Звенья Существующего Кто Сам Кует Новые Для Той Нескончаемой Цепи Тот Молодушный Вновь И Вновь Подпадает Страданием Итак Пусть Мудрый Не Поддерживает Те Звенья Пусть Знает Что Они Вынашивают Страдания Каким Путем Пересечет Мудрый Поток Старости И Рождения Печали И Плачи Разъясни Мне То Сокровенное Знание Ибо Вечная Дхамма Всего Ведомо Тебе Я Разъясню Тебе Тут Хамму И Если Человек Житель Видимого Мира Освободивший Свой Разум От Мыслей Обычного Научения Поймет Тут Хамму И Изберет Себе Верный Путь Он Живя Осознанно Победит Все Желания В этом Мире Радость Провижу Я В ней В той Прекрасной Дхамме О Великий Мудрец Да Познавший Ее Человек Верной Мыслью Направит Пути Свои И Победит Все Желания В этом мире Не Влекись К тому В восхищении Что Наверху И Внизу Что Вдали И Что В середине Ни К чему Не Прилепляйся Ни Там Ни Здесь Пусть Дух Твой Вовсе Не Обитает В мире В осознанности И бдительности Пойдешь Ты Тогда Нищенствующий Победив Самолюбие Старость И Рождение Скорб И Сетование Облекшись В Мудрость Ты Откинешь Всякое Страдание Радуюсь Слово Твоему О Великий Мудрец Глубока Та Истина Которую Изъяснил Ты О Гатама Истина О Путях Сокрушения Звенья В цепи Существования Близкий К Вечной Дхамме Никогда Не Восстраждет Благословенный И Те Забудут Все Скорби Кто Постоянно Вблизи Тебя Кого Ты Поучаешь И Я Пришедший Сюда Преклоняюсь Пред Тобой О Водитель Просвети Меня Ничем Не Владеющий Ничего Не Желающий В этом Мире Желания Совершенный Брахмана Переплывет Поток Преодолеет Его Стремительность Неколебимый Успокоенный Он Причалит К Иному Берегу Совершенной Мудрости Не Скорбящий Не Жаждущий Не Захваченный Цепью Возрождения И Старость И Рождение Пересечет Он Так Говорю Я Дхотака Манава Пучха Вопросы Дхотаки Сутта Непата Пять Пять Я Прошу Тебя О Благословенный Я Жажду Слова Твоего У Великий Мудрец Пусть Вникая В Твое Поучение Я Изведаю Путь Угошения Мужайся Иди Сквозь Мир В Видении Как Есть И Осознанности Вникая В Слово Мое Ты увидишь Пути Угошения Вот Вижу Я Этим Миром Людей И Богов Проходит Брахман Лишь Один Ничего Не Жаждующий О Ты Все Узревший Пред Пред Тобою Склоняюсь Я Освободи Мой Дух От Сомнения Никого Никого В мире Тхотака Я Не Могу Освободить От Сомнений Познай Великую Дхамму И Ты Сам Пересечешь То Течение О Брахман Имей Сострадание Ко Мне Научи Меня Пути Уединения Чтобы Поняв Тот Путь Я Прошел Через Мир Умиротворенный Непобежденный Им Путь К Неизменному Покою Я Поведаю Тебе Поняв Его Ты Пройдешь Этим Миром В Осознанности Победив Все Желания Радуясь Тому Пути Покоя Возвещенному Тобой Великий Мудрец Поняв Его Человек Пойдет В Осознанности Побеждая Каждое Желание Пойми Же Что Все В этом Мире И Что Вверху И Внизу И Что Вдали И В Средине Все Только Оковы И Тогда Жажда Возвращения К Миру Вновь Не Загорится В Тебе Текич Хакани Тхирагатха 6 2 Зерна Собраны Рис Отправлен На Молотильню Не Собрать Еды С Подаяни Как Мне Продержаться Уверен Уверен Памят Уверен О безмерном Будде Восторгом Наполнится Тело Зайдешь На вершину Непрерываемой Радости Уверен Живешь под открытым небом Холодны Эти Зимние Ночи Не Томись Охваченной Стужей Зайди В хижину Затвори Засов Я Устремляюсь К Четырем Безмерным Обретя Их Живу Я Спокойно Не Буду Я Мерзнуть От Холода Пребывая В Невозмутимости Самонера Сумана Тхирагатха 6 10 Когда мне было Семь лет И я Только Только Оставил Мирскую Жизнь Победив Своими Силами Великого Могучего Змея Я Добыл Для Наставника Воду Из Великого Озера Оно Татта И Учитель Увидев Меня И Сказал Посмотри Сарипутта На Этого Мальчика Что Идет Сюда И Несет Чашу Воды Невозмутимый Его Практика Воодушевляет Его Манеры Восхищают Это Ученик Ано Родхи Зрелый В Своих Силах Безупречно Воспитанный Безупречным Хорошо Воспитан Хорошим Обочин Ано Родхой Воспитан Тем Чья Цель Достигнута Он Обретя Наивысший Покой Познавший Непоколебимое Саманера Сумана Желает Лишь Одного Пусть Никто Обо Мне Не Знает Анататта Мифическое Озеро Находящееся Где-то В Гималаях Славящийся За чистоту Своих Прохладных Вод Сумана Использовал Свои Психические Силы Чтобы Раздобыть Оттуда Воды Первая проповедь Будды Дхама Чака Паваттана Сута Поворот Колеса Дхаммы Так я Слышал Однажды Благословенный Пребывал В Варанасе В Оленьем Парке В Исипатане Там он Обратился К пяти Монахам Так Срединный Путь Монахи Не стоит Следовать Этим Двум Крайностям Тому Кто Покинув Жизнь Домохозяина Ушел В жизнь Бездомную Каким Двум Первое Стремлению К чувственному Счастью Чувственных Наслаждений Низкому Бульгарному Мирскому Постыдному Неприносящему Блага Второе Тремлению Самоумышлению Болезненному Постыдному Неприносящему Блага Не склоняясь Ни к одной Из этих Крайностей Подхагата Пробудился Срединный Путь Который Способствует Видению Который Способствует Знанию Который Ведет К покою К прямому Знанию К просветлению К небанию И что Это монахия За срединный Путь Который Пробудился Татхагата Который Способствует Видению Ведет К небами Это Этот Благородный Восьмеричный Путь Правильное Воззрение Правильное Мышление Правильная Речь Правильные Действия Правильный Образ жизни Правильное Усилие Правильная Осознанность Правильное Сосредоточение Это Монахия Тот Самый Срединный Путь Который Пробудился Татхагата Который Способствует Видению Ведет К небами Первая Благородная Истина И это Монахия Благородная Истина Острадания Рождение Есть Страдание Старение Есть Страдание Болезнь Есть Страдание Смерть Есть Страдание Соединение С неприятным Есть Страдание Разлучение С приятным Есть Страдание Неполучение Желаемого Есть Страдание Если Кратко То пять Совокупностей Подвержены Сцеплянию Есть Страдание Вторая Благородная Истина И это Монахия Благородная Истина Об Источнике Страдания Это жажда, что ведет к новому существованию, сопровождаемое наслаждением и страстным желанием, ищущее удовольствие здесь и там, то есть жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Третья благородная истина. И это, монахи, благородная истина о прекращении страдания. Это безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставление и отбрасывание ее, освобождение от нее, отсутствие опоры на нее. Четвертое благородная истина. И это, монахи, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Это, этот самый благородный восьмеричный путь. То есть правильное воззрение, сосредоточение. Три фазы колеса в каждой из четырех истин. Первое. Это благородная истина о страдании. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Эту благородную истину о страдании нужно полностью понять. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Второе. Это благородная истина о страдании была полностью понята. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Второе. Это благородная истина об источнике страдания. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Эту благородную истину об источнике страдания нужно отбросить. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Это благородная истина об источнике страдания была отброшена. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Это благородная истина о прекращении. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Эту благородную истину о прекращении страдания нужно реализовать. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Это благородная истина о прекращении страдания была реализована. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Это благородная истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Эту благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, нужно развить. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Это благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, была развита. Так, монахи, в отношении вещей, не слышенных прежде, видение возникло во мне. Знание, мудрость, истинное знание и свет. Покуда, монахи, мое знание и видение этих четырех благородных истин такими, какими они являются на самом деле, в их трех фазах и двенадцати аспектах, не было таким образом очищено, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное, совершенное просветление в этот мир с его девами, марами, брахмами, с его поколениями жрецов и отшельников, божеств и людей, но, когда мое знание и видение этих четырех благородных истин такими, какими они являются на самом деле, в их трех фазах и двенадцати аспектах, было таким образом очищено, я заявил о том, что пробудился среди божественной идеи. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума, это мое последнее рождение, не будет нового существования, так сказал Благословенный, восхищенные пять монахов возрадовались утверждению Благословенного, и во время этой беседы в достопочтенном Канданье возникло незапыленное, незапятнанное видение Дхаммы, все, что подвержено возникновению, подвержено также и прекращению. Воскресание Божества И когда Колесо Дхаммы было приведено в движение, благословенным, проживающие на земле Божества воскликнули, Баранаси, Волением Парки и Сипатаны, благословенным было приведено в движение, непревзойденное Колесо Дхаммы, которое не сможет остановить ни один отшильник, ни один жрец, ни Дева, ни Мара, ни Брахма, никто бы то ни был в этом мире. Услышав восклицание Божеств, проживающих на земле, Девы мира четырех великих царей воскликнули. В Баранаси благословенным было приведено в движение, непревзойденное Колесо Дхаммы, услышав восклицание Девов мира четырех великих царей, Девы Таватимса, Девы Ямы, Девы Туситы, Девы Неманарати, Девы Парани-Нитта-Васавати, Девы Свитты-Брахма воскликнули. В Баранаси, Валеньем Парке и Сипатаны благословенным было приведено в движение непревзойденное Колесо Дхаммы, которое не сможет остановить ни один отшильник, ни один жрец, ни Дева, ни Мара, ни Брахма, никто бы то ни был в этом мире. И в тот момент, в то самое мгновение, в ту самую секунду, клич дошел до мира Брахма, и эта система о десяти тысячах миров затряслась, содрогнулась, задрожала, и безмерное лучезарное сияние возникло в мире, превосходящее небесное величие Девов. И тогда благословенный вдохновенно произнес это изречение. Канданья в самом деле понял, Канданья в самом деле понял. Итак, достопочтенный Канданья получил имя Анье Канданья, Канданья, который понял. Вторая проповедь Будды Анатта Лакхана Сутта Характеристика безличности Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Варанасе, в Олейном парке, у Исипатана. Там благословенный обратился к пяти монахам так. «Монахи, учитель!» – отвечали те монахи. Благословенный сказал «Монахи, форма безлична. Если бы монахи форма была бы я, то эта форма не приводила бы к недугу, и была бы возможность повелевать формой. Пусть моя форма будет такой, пусть моя форма не будет такой, но поскольку форма безлична, форма приводит к недугу, и нет возможности повелевать форму. Пусть моя форма будет такой, пусть моя форма не будет такой». Чувства безличны, восприятие безличны, формации безличны, сознание безлично. Если бы монахи сознания было бы я, то сознание не приводило бы к недугу, и была бы возможность повелевать сознание. «Пусть мое сознание будет таким, пусть оно не будет таким». Но поскольку сознание безлично, сознание приводит к недугу, и нет возможности повелевать сознанием. «Пусть мое сознание будет таким, пусть оно не будет таким». Как вы думаете, монахи, форма «постоянно» или «непостоянно»? «Непостоянно» – учитель. А то, что «непостоянно» является счастьем или страданием? «Страданием» – учитель. Можно ли то, что «непостоянно» – страдательно, подверженное изменению, считать таковым? «Это мое», «таков я», «это мое я»?» «Нет, учитель». Чувство «постоянно» или «непостоянно». Восприятие «постоянно» или «непостоянно». Формации «постоянно» или «непостоянно». Познание «постоянно» или «непостоянно». «Непостоянно» – учитель. А то, что «непостоянно» является счастьем или страданием? «Страданием» – учитель. Можно ли то, что не постоянно, страдательно, подвержено изменению, считать таковым «это мое», «таков я», «это мое я»? Нет, учителем. Поэтому, монахи, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней, внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть такой, какая она есть на самом деле, правильной мудростью. «Это не мое», «я не таков», «это не мое я». Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, Всякое сознание следует видеть таким, какое оно есть на самом деле, правильной мудростью. «Это не мое», «я не таков», «это не мое я». Видя так, монахи, обученный ученик благородных, испытывает отвращение к форме, к чувству, к восприятию, к формациям, к сознанию. «Испытывает отвращение, испытывая отвращение, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Нет более чего-либо, что нужно было бы еще осуществить в этой жизни». Так сказал благословенный. Водушевленные монахи восхитились словами благословенного. И во время этой беседы мы, этих пяти монахов, освободились от загрязнений посредством отсутствия цепляния. Третья проповедь Будды. Аддиттапария сутта. Огненная проповедь. Я слышал, что однажды благословенный находился в Гае с тысячей монахов. Там он обратился к монахам. Монахи все пылают. Что именно все пылает? Зрение пылает, формы пылают, сознание зрения пылает, зрительное ощущение пылает. И все, что возникает на основе зрительного ощущения, переживаемое как наслаждение, боль или ни наслаждение, ни боль, тоже пылает. Пылает в каком огне? Пылает в огне страсти, в огне отвращения, в огне заблуждения. Пылает, я говорю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне печали, плача, боли, горя и отчаяния. Слух пылает, звуки пылают, обоняние пылает, запахи пылают, чувство вкуса пылает, вкусы пылают, Осязание пылает, ощущения пылают, рассудок пылает, понятия пылают, сознание рассудка пылает, ощущение рассудка пылает. И все, что возникает на основе ощущения рассудка, переживаемое как наслаждение, боль или ни наслаждение, ни боль, тоже пылает. Пылает в каком огне? Пылает в огне страсти, в огне отвращения, в огне заблуждения. Пылает, я говорю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне печали, плача, боли, горя и отчаяния. Видя это, обученный благородный ученик разочаровывается в зрении, разочаровывается в формах, разочаровывается в сознании зрения, разочаровывается в ощущении зрения. И что бы ни возникало на основе ощущения зрения, переживаемое как наслаждение, боль или ни наслаждение, ни боль, в нем он тоже разочаровывается. Он разочаровывается в слухе, он разочаровывается в обонянии, он разочаровывается в чувстве вкуса, он разочаровывается в исчезании, он разочаровывается в рассудке, Разочаровывается в понятиях Разочаровывается в сознании рассудка Разочаровывается в ощущении рассудка И что бы ни возникало на основе ощущения рассудка Переживаемое как наслаждение, боль Или не наслаждение, не боль В нем он тоже разочаровывается Разочарованный он становится беспристрастным С помощью беспристрастия он полностью освобождается Полностью освободившись, он знает, что полностью освобожден Он распознает, что рождение исчерпано, святая жизнь завершена, задача выполнена Больше ничего не нужно для этого мира Вот что сказал благословенный Удовлетворенные монахи восхитились его словам И когда давалось это объяснение, сердце Чита, тысячи монахов, через непривязанность Полностью освободились от лечений Асова Локас Сута Качество мира Это было в Саватхе Сев рядом, царь Пасинаде Касала так обратился к самому почитаемому Преподобный учитель, сколько существует мирских качеств, которые, возникая, несут в себе вред страданиям и беспокойству Три мирских качества, Великий Царь, возникая несут в себе вред страдания и беспокойству Каковы эти три? Жадность. Великий Царь. Мирское качество, которое, возникая, несет в себе вред, страдания и беспокойства. Ненависть. Великий Царь. Мирское качество, которое, возникая, несет в себе вред, страдания и беспокойства. Невежество. Великий Царь. Мирское качество, которое, возникая, несет в себе вред, страдания и беспокойства. Вот те три мирских качества, великий царь, которые, возникая, несут в себе вред, страдания и беспокойства. Вот что сказал самый почитаемый. Сказав это, Сугатта произнес. Жадность, ненависть, невежество, самовозникая, приносят вред человеку с плохим намерением, когда созревают их плоды. Анаттания Сутта. Сутра Ане Я. Это было в Савадхе. Как-то раз один монах подошел к самому почитаемому. Подойдя к самому почитаемому и поклонившись, ему он сел рядом. Сев рядом, тот монах так обратился к самому почитаемому. Преподобный учитель, прошу вас объяснить мне, что имеется в виду под полным отбрасыванием, о котором я слышал в учении самого почитаемого, о необходимости вести жизнь, практикуя отъединение с настойчивостью и твердой решимостью. Монах, если что-либо не является Я, то следует отбросить предубеждение, что это есть Я. Понятно, самому почитаемый. Понятно, сугатка. И как же, монах, ты понимаешь смысл выражений словами «полное отбрасывание моего»? Форма, преподобный учитель, не есть Я. Предубеждение, что это есть Я, следует отбросить. Ощущение не есть я. Предубеждение, что это есть я, следует отбросить. Хорошо, очень хорошо, монах. Ты верно понял смысл, выраженный словами полное отбрасывание моего. Форма, монах, не есть я. Предубеждение, что она есть я, следует отбросить. Ощущение не есть я. Предубеждение, что они есть я, следует отбросить. Представление не есть я. Предубеждение, что они есть я, следует отбросить. Сформированный опыт не есть я. Предубеждение, что он есть я, следует отбросить. Сознание не есть я. Предубеждение, что оно есть я, следует отбросить. Вот как монах следует понимать смысл, выраженный словами полное отбрасывание моего. Тогда тот монах с радостью поблагодарил самого почитаемого, поднялся со своего места, обошел правым плечом к центру вокруг самого почитаемого и удалился. И затем тот монах стал жить, практикуя отъединение с настойчивостью и твердой решимостью. Не прошло много времени, и он достиг высшей цели святой жизни, ради которой молодые люди из добродетельных семей покидают свой дом и уходят в бездомность. И уже в этой жизни он обрел шесть высших мудростей, божественные и сверхъестественные знания, проявил их для себя, достиг покоя. Он осознал. Пришел конец с перерождением. Святая жизнь подходит к концу. Цель достигнута. Сделано то, что надлежало сделать. Не будет больше последующих существований в этом мире. Вот как тот монах стал архатом. Салла сутта. Стрела. Время жизни тех, кто подвержен смерти, неопределено, неизвестно. Жизнь тяжела, скоротечна, сопряжена со страданием. Не существует средств, посредством которых не умрут те, кто родился. Доживаешь до старости, а за ней смерть. И это естественный ход событий для живых существ. Для плодов, что созрели, есть постоянная опасность, что они упадут. Также и для тех, кто родился и подвержен смерти, страх смерти сохраняется всегда. Подобно тому, как горшкам, изготовленным гончаром, приходит конец, когда их расколют, так и смерть завершает жизнь. Молодой и старый, глупый и мудрый, богатый и нищий, все подвержены смерти. Финал для всех — смерть. Тем, кто во власти смерти и движется в мир иной, никто не поможет, ни отец не вернет сына, ни родственники. Смотрите, пока родственники смотрят и рыдают, друг за другом уходят смертные, каждый словно вол, которого ведут на бойню. Так мир охвачен горем от смерти и разрушений. Но мудрые не охвачены горем, они постигли природу ума и мира, сути действительности. Вы не знаете путей, которыми существа приходят или уходят. Не видя этого, вы напрасно сокрушаетесь. Если бы была какая-нибудь польза от горя, мудрые сокрушались бы. Но только невежественный человек будет так вредить себе. От рыдания и скорби ум не обретает спокойствия. Напротив, страдание возрастает, наносится вред телу. И человек худеет и становится бледным. Так он лишь вредит самому себе. Такими средствами человек не может защитить умершего. Нет смысла в горе. Но не отказываясь от горя, люди только увеличивают страдания. Тоскою по мертвым, они угнетены печалью. Посмотрите на других, люди получают перевоплощение по заслугам согласно карме. Поэтому здесь существа и дрожат от страха, когда к ним приходит смерть. Чтобы они не вообразили себя, действительность будет отличаться от их надежд. Существует такой вид разочарования, самообман. Посмотрите на природу мира. Пусть человек живет сто лет или даже более, в итоге он вынужден разлучиться со своими родственниками и расстаться со своей жизнью. Поэтому, прислушавшись к словам Архата, следует перестать горевать. Увидев тело мертвого человека, следует осознать, я не встречусь с ним снова. Как пожар в доме тушится водой, так и мудрый человек, различающий, обладающий знанием и применяющий его, должен устранить возникшую печаль с быстротой ветра, вносящего кулачок хлопка. Тот, кто ищет счастье, должен выдернуть стрелу, свои собственные плач, тоску и горе. С выдернутой стрелой, непривязанной, он приведет ум к спокойствию. И когда все печали будут преодолены, он освободится от страданий и достигнет нирваны. Ом. Ом. Упадха сутта. Пол жизни. Так я слышал. Однажды самый почитаемый жил среди шакьев. И это произошло в городе Шакьев Саккара. В то время достопочтенный Ананда пришел к самому почитаемому и, придя, поклонился ему и сел рядом. Сев рядом, Ананда обратился к самому почитаемому. Ведь это половина святой жизни, преподобный учитель. Иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников. Не говори так, Ананда, не говори так. Иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников – это в действительности полная святая жизнь. Когда монах имеет замечательных друзей, товарищей и единомышленников, можно ожидать, что он будет совершенствоваться и стараться в восьмеричном благородном пути. А как монах, имея замечательных друзей, товарищей и единомышленников, совершенствуется и старается в восьмеричном благородном пути? В этом случае монах совершенствуется в правильном взгляде, основанном на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, отдалении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильном настрое, основанном на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильных действиях, основанных на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильной жизни, основанной на уединении, основанной на беспристрастии и непривязанности, основанной на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильных усилиях, основанных на уединении, основанных на беспристрастии, непривязанности, основанных на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильном сосредоточении внимания, основанном на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильном самадхе, основанном на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Вот как монах, имея замечательных друзей, товарищей единомышленников, совершенствуется и старается восьмеричном благородном пути. А рассуждая таким образом, человек может понять, почему иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников – это в действительности полная святая жизнь. Ведь именно благодаря мне, как вашему замечательному другу среди существ, подверженных рождением, появились те, кто смог достичь освобождения от рождения. Среди существ, подверженных старости, появились те, кто смог достичь освобождения от старости. Среди существ, подверженных смерти, появились те, кто смог достичь освобождения от смерти. Среди существ, подверженных печали, скорби, боли, горе и отчаянию, появились те, кто смог достичь освобождения от печали, скорби, боли, горя и отчаяния. Вот как, рассуждая, человек может понять, почему иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников – это в действительности полная святая жизнь. Ом. Ом. Магга-Випханга-Сутта. Анализ пути. Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ Савадхи в роще Джетте, в монастыре Анатхапиндики. Там он обратился к монахам. Монахи. Да, преподобный учитель. Ответили монахи. Самый почитаемый сказал. Я преподам вам анализ благородного восьмеричного пути. Слушайте внимательно мое объяснение. Да будет так, преподобный учитель. Ответили монахи. Самый почитаемый сказал. Что есть монахи благородный восьмеричный путь? Правильный взгляд. Правильный настрой. Правильная речь. Правильное действие. Правильная жизнь. Правильные усилия. Правильное сосредоточение внимания. Правильное самадхи. А что есть монахи правильный взгляд? Это знание о страданиях. Знание о возникновении страданий. Знание о прекращении страданий. Знание о пути практики, ведущем к прекращению страданий. Монахи. Вот что называется правильным взглядом. А что есть монахи правильный настрой? Это настрой на отречение, на свободу от злонамеренности, на непричинение вреда. Вот что называется правильным настроем. А что есть монахи правильная речь? Это воздержаться от лжи, воздержаться от клеветы, речи вызывающей раздоры, воздержаться от оскорблений, воздержаться от пустословия. Монахи. Вот что называется правильной речью. А что есть монахи правильной усилия? Это случай, когда монах вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для невозникновения плохих порочных качеств, качеств неблагого поведения, которые в нем еще не возникли. Он вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для отказа от плохих порочных качеств, которые в нем уже возникли. Он вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для возникновения благих качеств. Качеств благого поведения, которые в нем еще не возникли. Он вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для сохранения, непрерывания, увеличения и расцвета развития созревания благих качеств, которые в нем уже возникли. Монахи, вот что называются правильными усилиями. А что есть монахи? Правильное сосредоточение внимания. Это случай, когда монах живет, сосредотачивая внимание на теле, на его внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду, то, что поддерживает привязанности и страдания, свойственные этому миру. Он живет, сосредотачивая внимание на чувствах, на их внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные этому миру. Монахи, вот что называется правильным сосредоточением внимания. А что есть монахи правильное самадхи? Это случай, когда, отдалившись от чувственных желаний, отдалившись от неблагого поведения, монах достигает и пребывает в первой тхьяне. Удовольствие и легкость порождаются отъединением, сопровождаемым обдумыванием и взвешиванием. С прекращением обдумывания и взвешивания он достигает и пребывает во второй тхьяне. Удовольствие и легкость порождаются внутренним спокойствием ума и однонаправленной концентрацией, свободной от обдумывания и взвешивания. Отъединившись от удовольствия, он пребывает в беспристрастности, внимательный и осознающий, он чувствует легкость в теле. Так он достигает и пребывает в третьей тхьяне, о которой святые говорят. Тот, кто беспристрастен и внимателен, пребывает в легкости. Отдалившись от легкости и отдалившись от боли, подобно тому, как ранее пред этим он оставил душевное удовольствие и неудовольствие, монах достигает четвертой тхьяны и пребывает в ней в состоянии без боли и без легкости, в чистоте, без пристрастности и внимательности. Монахи, вот что называется правильным самархи. Вот что сказал самый почитаемый. Получив удовлетворение, монахи возрадовались словам самого почитаемого. Макатта сутта. Обезьяна. Думая я освобожу обе лапы и свою ногу, она сует в ловушку другую свою ногу и та также прилипает к ловушке. Думая я освобожу свои лапы и ноги, она хватает ловушку своим ртом и тот тоже прилипает к ловушке. Так обезьяна поймана в ловушку за пять частей тела. Она лежит в ней и плачет, захваченная горем, испытывая крах. Жертва охотника, который теперь может сделать с ней что хочет. Потом охотник, не выпуская обезьяну, закалывает ее так же, поднимает и уносит ее куда ему нужно. Вот что случается с теми, кто бродит там, где не подобает, где чужая территория. По этой причине, вам не следует бродить там, где для вас неподобающая область, где для вас чужая территория. Кто бродит там, где для него неподобающая область, где чужая территория, тот становится уязвим для Мары. И Мара получает в нем точку опоры. А что для монаха не является подобающей областью, что для него является чужой территорией? Пять отмели чувственных желаний. Каковы эти пять отмели? Формы, воспринимаемые глазами, приятные и привлекательные, очаровывающие и внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полное соблазнение. Звуки, воспринимаемые ушами, приятные и привлекательные, очаровывающие и внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полное соблазнение. Запахи, воспринимаемые носом, приятные и привлекательные, очаровывающие и внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полное соблазнение. Вкусы, воспринимаемые языком, приятные и привлекательные, очаровывающие и внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полное соблазнение. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, приятные, привлекательные, очаровывающие и внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полный соблазн. Вот что для монаха не является его подобающей областью, вот что является для него чужой территорией. Бродите, монахи, там, где вам подобает, где ваша родная территория. Кто бродит там, где ему подобает, где его родная территория, тот не станет уязвим для Мары, и Мара не получит в нем точку опоры. А что для монаха является подобающей областью, что является его родной территорией? Это четыре темы для сосредоточения внимания. Каковы эти четыре темы для сосредоточения внимания? В первом случае монах живет, сосредотачивая внимание на теле, на его внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на чувствах, на их внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на уме, на его внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на качестве мыслей, фиксированных идеях, представлениях, пензенциях сознания, на их внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Вот что для монаха является подобающей областью, вот что для него является его родной территорией. Ом. Ом. Аданта. Неуправляемый ум. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит неуправляемый ум. Неуправляемый ум, монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такую же большую пользу, какой приносит управляемый ум. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит ум, не осуществляющий охраны. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такую же большую пользу, какую приносит ум, осуществляющий охрану. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит ум, не осуществляющий самонаблюдение. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит великую пользу. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит ум, не осуществляющий самоконтроля. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такую же большую пользу, какую приносит ум, осуществляющий самоконтроль. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит неуправляемый ум, не осуществляющий охраны, самонаблюдение и самоконтроля. Неуправляемый ум, не осуществляющий охраны органов чувств, самонаблюдение и самоконтроля монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такую же большую пользу, какую приносит управляемый ум, осуществляющий охрану, самонаблюдение и самоконтроль монахи, приносит великую пользу. Аккаммания, ленивый ум. Это было в Савадхе. Монахи, я не вижу ничего иного, что было бы так лениво, как недисциплинированный ум. То есть ум, который не развит духовной практикой. Другими словами, ум, чье обычное состояние – это захваченность. Недисциплинированный ум, монахи, ленив. Монахи, я не вижу ничего иного, что было бы так деятельно, как дисциплинированный ум. Дисциплинированный ум, монахи, деятельен. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит недисциплинированный ум. Дисциплинированный ум, монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такую же большую пользу, какой приносит дисциплинированный ум. Дисциплинированный ум, монахи, приносит великую пользу. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносило бы такой же большой ущерб, какой наносит недисциплинированный, неразвитый ум. Недисциплинированный, неразвитый ум, монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такую же большую пользу, какую приносит дисциплинированный, развитый ум. Дисциплинированный, развитый ум, монахи, приносит великую пользу. Монахи, я не вижу ничего иного, что наносил бы такой же большой ущерб, какой наносит недисциплинированной, неразвитой в упорной практике ум монахи, наносит великий ущерб. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносил бы такую же большую пользу, какую приносит дисциплинированной, развитой в упорной практике ум монахи, приносит великую пользу. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносил бы такое же страдание, какое приносит недисциплинированной, неразвитой в упорной практике ум монахи, приносит страдание. Монахи, я не вижу ничего иного, что приносило бы такое же счастье, какое приносит дисциплинированной, неразвитой в упорной практике ум монахи, приносит счастье. Аум Вирия Рамбха Проявление усердия Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих благих качеств или к исчезновению имевшихся пороков так, как это делает проявление усердия. Благодаря проявленному усердию монахи возникают отсутствующие благих качеств, а имеющиеся пороки исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих пороков или к исчезновению имевшихся благих качеств так, как это делает алчность. Из-за алчности монахи возникают отсутствующие пороки, а имевшиеся благие качества исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих благих качеств или к исчезновению имевшихся пороков так, как это делает непритязательность. Благодаря непритязательности монахи возникают отсутствующие благие качества, а имевшиеся пороки исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих пороков или к исчезновению имевшихся благих качеств так, как это делает неудовлетворенность тем, что имеешь. Из-за неудовлетворенности монахи возникают отсутствующие пороки, а имевшиеся благие качества исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих благих качеств или к исчезновению имевшихся пороков так, как это делает удовлетворенность тем, что имеешь. Благодаря удовлетворенности монахи возникают отсутствующие благие качества, а имевшиеся пороки исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих пороков или к исчезновению имевшихся благих качеств так, как это делает неправильная работа сознания, то есть суждение на основе захваченности. Из-за неправильной работы сознания монахи возникают отсутствующие пороки, а имевшиеся благие качества исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих благих качеств или к исчезновению имевшихся пороков так, как это делает правильная работа сознания. Благодаря правильной работе сознания монахи возникают отсутствующие благие качества, а имеющиеся пороки исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих пороков или к исчезновению имевшихся благих качеств так, как это делает неосознанность. Из-за неосознанности монахи возникают отсутствующие пороки, а имеющиеся благие качества исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих благих качеств или к исчезновению имевшихся пороков так, как это делает осознанность. Благодаря осознанности монахи возникают отсутствующие благие качества, а имеющиеся пороки исчезают. Монахи, я не вижу ничего иного, что приводит к возникновению отсутствующих пороков или к исчезновению имевшихся благих качеств так, как это делает дружба с безнравственными людьми. Из-за дружбы с безнравственными людьми монахи возникают отсутствующие пороки, а имеющиеся благие качества исчезают. Ом. 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 Он практикует, опираясь на следующие пять сил практикующего. Силу веры, силу скромности, силу раскаяния, силу усилия и силу различающей мудрости. Благодаря им возникают такие пять великих способностей. Способность веры, способность усилия, способность сосредоточения внимания, способность самадхи и способность различающей мудрости. Благодаря пяти великим способностям он уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Вот как монахи, человек уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Каким образом, монахи, человек с распадом тела достигает полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта? Это случай монахи, когда бикху в повседневной жизни сосредотачивает внимание на том, что тело нечистое. Он осознает, что поддерживающие факторы нечисты. Он осознает, что весь этот мир есть страдания. Он сосредотачивает внимание на непостоянстве всего сформированного опыта. Он осознает смерть, неизбежность разрушения со временем. Он практикует, опираясь на следующие пять сил практикующего. Силу веры, силу скромности, силу раскаяния, силу усилия и силу различающей мудрости. Благодаря ним возникают такие пять способностей, разрушающих, ослабляющих пагубные желания и действия. Способность веры, способность усилия, способность сосредоточения внимания, способность самадхи и способность различающей мудрости. Благодаря пяти способностям, разрушающим пагубные желания, с распадом тела он достигает полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Вот как, монахи, человек с распадом тела достигает полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Каким образом, монахи, человек уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта? Монахи, когда, отдалившись от чувственных желаний, отдалившись от неблагого поведения, бхикху достигает и пребывает в первой тхьяне, удовольствие и легкость порождаются от единения, сопровождаемые обдумыванием и взвешиванием. С прекращением обдумывания и взвешивания он достигает и пребывает во второй тхьяне. Удовольствие и легкость порождаются внутренним спокойствием ума и однонаправленной концентрацией, свободной от обдумываний и взвешивания. Отъединившись от удовольствия, он пребывает в беспристрастности, внимательный и осознающий, он чувствует легкость в теле, так он достигает и пребывает в третьей тхьяне, о которой святые говорят, тот, кто беспристрастен и внимательен, пребывает в легкости. Отдалившись от легкости и отдалившись от боли, подобно тому, как ранее перед этим он оставил душевное удовольствие и неудовольствие, Монах достигает четвертой тхьяны и пребывает в ней в состоянии без боли и без легкости, в чистоте беспристрастности и внимательности. Он практикует, опираясь на следующие пять сил практикующего – силу веры, силу скромности, силу раскаяния, силу усилия и силу различающей мудрости. Благодаря ним возникают такие пять великих способностей – способность веры, способность усилия, способность сосредоточения внимания, способность самадхи и способность различающей мудрости. Благодаря пяти великим способностям он уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта. Вот как, монахи, человек уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта. Каким образом, монахи, человек с распадом тела, достигают полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта? Монахи, когда, отдалившись от чувственных желаний, отдалившись от неблагого поведения, пхикху достигает и пребывает в первой тхьяне, удовольствие и легкость порождаются отъединением. Сопровождаемым обдумыванием и взвешиванием. С прекращением обдумывания и взвешивания он достигает и пребывает во второй тхьяне. Удовольствие и легкость порождаются внутренним спокойствием ума и однонаправленной концентрации, свободной от обдумывания и взвешивания. Отъединившись от удовольствия, он пребывает в беспристрастности. Внимательный и осознающий, он чувствует легкость в теле. Так он достигает и пребывает в третьей тхьяне, о которой святые говорят. Тот, кто беспристрастен и внимательен, пребывает в легкости. Отдалившись от легкости, отдалившись от боли, подобно тому, как ранее пред этим он оставил душевное удовольствие и неудовольствие, Монах достигает четвертой тхьяны и пребывает в ней в состоянии без боли и без легкости, в чистоте, беспристрастности и внимательности. Он практикует, опираясь на следующие пять сил практикующего. Силу веры, силу скромности, силу раскаяния, силу усилия и силу различающей мудрости. Благодаря ним возникают такие пять способностей, разрушающих пагубные желания, способность веры, способность усилия, способность сосредоточения внимания, способность самадхи и способность различающей мудрости. Благодаря пяти способностям, разрушающим пагубные желания, с распадом тела он достигает полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта. Вот как, Монахи, человек с распадом тела достигает полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта. Вот, монахи, таковы четыре типа душ среди людей, достигающих покоя. Кимадхия сутта. Какова цель? Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ Савадхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. Достопочтенный Ананда пришел к самому почитаемому и, придя, поклонился и сел рядом. Сев рядом, он обратился к самому почитаемому. Преподобный Учитель. Какова цель соблюдения заповедей? Правил нравственного поведения. Каково его воздаяние? Ананда. Цель соблюдения заповедей. Обретение свободы от угрызений совести. Свобода от угрызений совести и его воздаяния. Преподобный Учитель. А какова цель свобода от угрызений совести? Каково ее воздаяние? Цель свобода от угрызений совести Ананда. Обретение радости. Радости ее воздаяния. А какова цель радости, преподобный Учитель? Каково ее воздаяние? Цель радости Ананда. Обретение удовольствия. Удовольствие ее воздаяния. Преподобный Учитель. А какова цель удовольствия? Каково его воздаяние? Цель удовольствия Ананда. Обретение тишины. Тишина его воздаяния. Преподобный учитель. Цель Самадхи Ананда — обретение взгляда, основанного на подлинном доскональном знании, взгляд, основанный на подлинном доскональном знании, его воздаянии. Преподобный учитель, а какова цель взгляда, основанного на подлинном доскональном знании, каково его воздаяние? Цель взгляда, основанного на подлинном доскональном знании Ананда, обретение разочарования в мирской жизни, разочарование в мирской жизни, его воздаяние. Преподобный учитель, а какова цель разочарования в мирской жизни, каково его воздаяние? Цель разочарования в мирской жизни Ананда, обретение от единения от привязанности, от единения от привязанности, его воздаяние. Преподобный учитель, а какова цель от единения от привязанности, каково его воздаяние? Цель от единения от привязанности Ананда, обретение непосредственного постижения освобождения, непосредственное постижение освобождения его воздаяния. Таким образом, Ананда, соблюдение заповедей нацелено на обретение свободы от угрызений совести и свободы от угрызений совести и его воздаяния. Свобода от угрызений совести нацелена на обретение радости и радости ее воздаяния. Радость нацелена на обретение удовольствия и удовольствия ее воздаяния. Удовольствие нацелено на обретение тишины и тишина его воздаяния. Тишина нацелена на обретение легкости и легкость ее воздаяния. Легкость нацелена на обретение самадхи и самадхи ее воздаяния. Саамадхи нацелены на обретение взгляда, основанного на подлинном доскональном знании, и взгляд, основанный на подлинном доскональном знании его воздаяния. Взгляд, основанный на подлинном доскональном знании, нацелен на разочарование мирской жизни и разочарование мирской жизни его воздаяния. Разочарование мирской жизни нацелено на отъединение от привязанности и отъединение от привязанности его воздаяния. Отъединение от привязанностей нацелено на обретение непосредственного постижения освобождения и непосредственное постижение освобождения его воздаяния. Таким образом, Ананда, соблюдение заповедей постепенно приводит к достижению высшей цели. Ом. Ом. Начатанакарания сутта. Не требуется размышлять. Тому, кто соблюдает заповеди, монахи, тому, кто безупречен в нравственном поведении, не требуется размышлять. Пусть я стану свободным от угрызений совести. Ведь это естественно, монахи, что человек, соблюдающий заповеди, безупречный в нравственном поведении, становится свободен от угрызений совести. Тому, кто свободен от угрызений совести, не требуется размышлять. Пусть во мне возникает радость. Ведь это естественно, монахи, что в человеке свободном от угрызений совести возникает радость. Тому, кто испытывает радость, не требуется размышлять. Пусть у меня появится удовольствие. Тому, кто испытывает душевное удовольствие, не требуется размышлять. Пусть в моем теле появится тишина. Ведь это естественно, монахи, что в теле человека, испытывающего душевное удовольствие, появляется тишина. Тому, кто испытывает тишину в теле, не требуется размышлять. Пусть у меня появится легкость. Ведь это естественно, монахи, что у человека, испытывающего тишину в теле, появляется легкость. Тому, кто испытывает легкость, не требуется размышлять, пусть мой ум войдет в самадхи. Ведь это естественно, монахи, что у человека, испытывающего легкость, ум входит в самадхи. Тому, кто входит в самадхи, не требуется размышлять, да буду я понимать и видеть все так, как оно есть на самом деле. Ведь это естественно, монахи, что человек, вошедший в самадхи, понимает и видит все так, как оно есть на самом деле. Тому, кто обрел подлинное доскональное знание, не требуется размышлять, да отдалюсь я от мирского. Ведь это естественно, монахи, что человек, обретший подлинное доскональное знание, испытывает разочарование в мирской жизни. Тому, кто испытывает разочарование в мирской жизни, не требуется размышлять, да отъединился я от привязанности. Ведь это естественно, монахи, что человек, испытывающий разочарование в мирской жизни, отъединяется от привязанности. Тому, кто отъединился от привязанности, не требуется размышлять, да достигну я непосредственного постижения освобождения. Ведь это естественно, монахи, что человек, отъединившийся от привязанностей, достигает непосредственного постижения освобождения. Таким образом, монахи, отъединение от привязанностей нацелено на обретение непосредственного постижения освобождения и непосредственное постижение освобождения его воздаяния. Разочарование в мирской жизни нацелено на отъединение от привязанностей и отъединение от привязанностей его воздаяния. Взгляд, основанный на подлинном доскональном знании, нацелен на разочарование мирской жизни и разочарование мирской жизни его воздаяния. Самадхи нацелены на обретение взгляда, основанного на подлинном доскональном знании и взгляд, основанный на подлинном доскональном знании его воздаяния. Легкость нацелена на обретение Самадхи и Самадхи ее воздаяния. Тишина нацелена на обретение легкости и легкость ее воздаяния. Удовольствие нацелено на обретение тишины и тишина его воздаяния. Радость нацелена на обретение удовольствия и удовольствия ее воздаяния. Свобода от угрызений совести нацелена на обретение радости и радости ее воздаяния. Соблюдение заповедей нацелено на обретение свободы от угрызений совести и свобода от угрызений совести его воздаяния. Монахи. Так одни качества вытекают из других качеств. Одни качества порождают другие качества, и благодаря этому можно перебраться с этого берега на другой берег. Ом. Питти сутта. Блаженство. Это было в Савадхе. Тогда домовладелец Анатхапиндика в окружении примерно 500 верующих мирян пришел к Будде. Придя к Будде и поклонившись ему, он сел рядом. После того, как он сел рядом, самый почитаемый, так сказал домовладельцу Анатхапиндики. Домовладелец. Даже если вы жертвуете общине монахов одежду, жертвуете пищу, предоставляете кровь и даете необходимые лекарства больным, даже тогда вам не следует лишь радоваться тому, что подобает делать. Мы жертвуем общине монахов одежду, жертвуем пищу, предоставляем кровь и даем необходимые лекарства больным. Это потому, домовладелец, что вы должны развивать себе настрой. Да будем мы время от времени вести практику выединения и пребывать в блаженном успокоении. Вот как вы должны настраивать себя. Когда это было сказано, достопочтенный Сарипутта обратился к самому почитаемому. Как удивительно преподобный учитель, как чудесно преподобный учитель, изумляет, как хорошо самый почитаемый, сказал домовладелец, даже если вы жертвуете общине монахов одежду, жертвуете пищу, предоставляете кровь и даете необходимые лекарства больным, даже тогда вам не следует лишь радоваться тому, что подобает делать. Мы жертвуем общине монахов одежду, жертвуем пищу, предоставляем кровь и даем необходимые лекарства больным. Это потому, домовладелец, что вы должны развивать в себе настрой. Да будем мы время от времени вести практику выединения и пребывать в блаженном успокоении. Вот как вы должны настраивать себя. Преподобный учитель Преподобный учитель Когда ученик благородных практикует в уединении и пребывает в блаженстве успокоения, в это время нет этих пяти состояний. Преподобный учитель Преподобный учитель Пухгала сутта Пухгаласутт Пухгаласутта Личность Сутра о душах, достигающих покоя Монахи. Среди людей, достигающих покоя, существует четыре типа душ. Каковы эти четыре? Монахи. Когда какой-либо человек, отдалившись от чувственных желаний, отдалившись от неблагого поведения, достигает и пребывает в первой тхьяне, удовольствие и легкость порождаются отъединением, сопровождаемым обдумыванием и взвешиванием. Тогда он получает опыт этого состояния, словно чувствует вкус. У него возникает желание переживать это. Это приносит ему наслаждение. И если продолжительное время сохранять стремление к переживанию этого состояния и достичь в нем стабильности, то когда человек умрет, он переродится Богом среди богов, относящихся к небесам Брахмы. Монахи. Продолжительность жизни богов, относящихся к небесам Брахмы, составляет кальпу. Если заурядный человек переродится в том мире, то когда срок его жизни Богом истечет, он упадет в ад, или упадет в мир животных, или упадет в мир голодных духов. Но если ученик самого почитаемого переродится в том же мире, когда срок его жизни Богом истечет, по окончании той жизни он достигнет парнирваны. Вот в чем разница, монахи. Вот в чем суть. Где затем перевоплотится мудрый ученик благородных, и где перевоплотится невежественный заурядный человек. Вот в чем отличие. Кроме того, монахи. Когда с прекращением обдумывания и взвешивания тот человек достигает и пребывает во второй тхьяне, удовольствие и легкость порождаются внутренним спокойствием ума и однонаправленной концентрацией, свободной от обдумывания и взвешивания. Тогда он получает опыт этого состояния. У него возникает желание переживать это. Это приносит ему наслаждение. Если продолжительное время сохранять стремление к этому и достичь в этом стабильности, то когда человек умрет, он переродится в Богом среди лучезарных богов. Монахи. Продолжительность жизни лучезарных богов составляет две кальпы. Если заурядный человек переродится в том мире, то когда срок его жизни Богом истечет, и он упадет в ад, он упадет в ад или упадет в мир животных, или упадет в мир голодных духов. Но если ученик самого почитаемого переродится в том же мире, когда срок его жизни Богом истечет, по окончании этой жизни он достигает паронирваны. Вот в чем разница, монахи. Вот в чем суть. Где затем перевоплотится мудрый ученик благородных, и где перевоплотится невежественный заурядный человек. Вот в чем отличие. Кроме того, монахи, отъединившись от удовольствия, тот человек пребывает в беспристрастности, внимательный и осознающий. Он чувствует легкость в теле. Так он достигает и пребывает в третьей тхьяне, о которой святые говорят. Тот, кто беспристрастен и внимательен, пребывает в легкости. Тогда он получает опыт этого состояния. У него возникает желание переживать это. Это приносит ему наслаждение. Если продолжительное время сохранять стремление к этому и достичь в этом стабильности, то когда человек умрет, он переродится Богом среди богов, относящихся к небесам красоты. Монахи, продолжительность жизни богов на небесах красоты составляет четыре кальпы. Если заурядный человек переродится в том мире, то когда срок его жизни Богом истечет, он упадет в ад, или упадет в мир животных, или упадет в мир голодных духов. Но если ученик самого почитаемого переродится в том же мире, когда срок его жизни Богом истечет, по окончании той жизни он достигает паронирваны. Вот в чем разница, монахи, вот в чем суть. Где затем перевоплотится мудрый ученик благородных, и где перевоплотится им невежественный, заурядный человек. Вот в чем отличие. Кроме того, монахи, отдалившись от легкости и отдалившись от боли, подобно тому, как ранее перед этим он оставил душевное удовольствие и неудовольствие, тот человек достигает четвертой тхианы и пребывает в ней в состоянии без боли и без легкости, в чистоте, без пристрастности и внимательности. Тогда он получает опыт этого состояния. У него возникает желание переживать это. Это приносит ему наслаждение. Если продолжительное время сохранять стремление к этому и достичь в этом стабильности, то когда человек умрет, он переродится Богом среди богов, относящихся к небесам великого вознаграждения. Монахи, продолжительность жизни богов на небесах великого вознаграждения составляет пятьсот кальп. Если заурядный человек переродится в том мире, то когда срок его жизни Богом истечет, он упадет в ад, или упадет в мир животных, или упадет в мир голодных духов. Но если ученик самого почитаемого переродится в том же мире, когда срок его жизни Богом истечет, по окончании той жизни он достигает паронирваны. Вот в чем разница, монахи. Вот в чем суть. Где затем перевоплотится мудрый ученик благородных, и где перевоплотится невежественный заурядный человек. Вот в чем отличие. Монахи, таковы четыре типа душ среди людей, достигающих покоя. Ом. Ом. Радхакара сутта. Пасситана сутта. Изготовитель колесниц. Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ города Варанаси, в Оленьем парке Исипатане. Там он обратился к монахам. Монахи. Да, самый почитаемый, откликнулись монахи. Самый почитаемый сказал. Однажды, монахи, жил царь по имени Пасситана. Как-то раз царь Пасситана сказал своему изготовителю колесниц. Мой лучший изготовитель колесниц, начиная с сегодняшнего дня, через шесть месяцев будет битва. Можешь ли ты изготовить мне новую пару колес для колесницы? Да, Ваше Величество, могу, ответил царю изготовитель колесниц. Через шесть месяцев, без шести дней, изготовитель колесниц закончил одно колесо. Царь Пасситана сказал ему, через шесть дней будет битва. Будет ли готова к этому времени пара колес для колесницы? Ваше Величество, за прошедшие шесть месяцев, без шести дней, я закончил только одно колесо. Но можешь ли ты изготовить второе колесо за шесть дней? Да, Ваше Величество, могу, ответил царю изготовитель колесниц. Изготовив за шесть дней второе колесо, изготовитель колесниц взял пару колес и, придя к царю, сказал ему, «Вот готовая пара колес для колесницы, Ваше Величество. И какая же разница между колесом, которое ты изготавливал шесть месяцев без шести дней, и колесом, которое было изготовлено за шесть дней? Я вообще не вижу никакой разницы между ними». «Между ними есть разница, Ваше Величество. Вот, посмотрите. Изготовитель колесниц взял колесо, законченное за шесть дней, и пустил его катиться. Прокатившись столько, насколько позволяла запустившая его движущая сила, колесо накренилось, и кружа упала на землю. Затем мастер взял колесо для колесницы, законченное за шесть месяцев без шести дней, и пустил катиться его. Прокатившись столько, насколько позволила запустившая его движущая сила, колесо остановилось, не упав, словно оно было зафиксировано на оси. «В чем здесь причина, мой лучший изготовитель колесниц? Почему колесо для колесницы, законченное за шесть дней, катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила? А затем кружа падает на землю. И в чем причина, почему колесо для колесницы, законченное за шесть месяцев без шести дней, катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила, а затем останавливается, не упав, словно оно зафиксировано на оси? Ваше Величество, что касается колеса, законченного за шесть дней, то его обод перекошен, имеет дефекты и неточности. Его спицы перекошены, имеют дефекты и неточности. Его ступица перекошена, имеет дефекты и неточности. Поскольку его обод, спицы и ступица перекошены, имеют дефекты и неточности, то когда это колесо пускают катиться, оно катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила, А затем кружа падает на землю. Что же касается колеса, законченного за 6 месяцев без 6 дней, то его обод не имеет перекосов, не имеет дефектов и неточностей. Его ступица не имеет перекосов, не имеет дефектов и неточностей, поскольку его обод, спица и ступица не имеет перекосов, не имеет дефектов и неточностей, то когда это колесо пускает катиться, оно катится столько, насколько позволяет запустившая его движущая сила, а затем останавливается не упав, словно оно зафиксировано. Монахи. 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 Ом. Монахи. Монахи. Сакья-сутта. Наставление Шакьем в день Упасадхи. Однажды самый почитаемый находился среди шакьев близ Капилавадху, столицы шакьев, в Баньяновом парке. Когда наступил день у посадхи, множество мирских последователей из рода шакья пришло к самому почитаемому. Придя к самому почитаемому и поклонившись ему, они сели рядом. Когда они сели рядом, самый почитаемый так обратился к шакьям. Шакье, соблюдаете ли вы восьмикомпонентную посадху? Преподобный учитель, иногда мы соблюдаем восьмикомпонентную посадху, а иногда не соблюдаем. О, это не принесет вам пользы, шакье, если в своей жизни, которую трудно обрести и которой угрожает несчастье, В жизни, которой угрожает смерть, вы иногда соблюдаете восьмикомпонентный день обетов и заповедей, а иногда не соблюдаете его. Как вы думаете, шакье, вот есть человек, который владеет тем или иным ремеслом, который ни дня не проводит без труда и зарабатывает пол кахапаны в день. Можно ли его назвать опытным и старательным человеком? Ну да, преподобный учитель. Как вы думаете, шакье, вот есть человек, который владеет тем или иным ремеслом, который ни дня не проводит без труда и зарабатывает кахапаны в день. Можно ли его назвать опытным и старательным человеком? Да, преподобный учитель. Как вы думаете, шакье, вот есть человек, который владеет тем или иным ремеслом, который ни дня не проводит без труда и зарабатывает две кахапаны, три кахапаны, четыре кахапаны, пять кахапан, шесть кахапан, семь кахапан, восемь кахапан, девять кахапан, десять кахапан, двадцать кахапан, тридцать кахапан, сорок кахапан, пятьдесят кахапан, сто кахапан в день. Можно ли его назвать опытным и старательным человеком? Да, преподобный учитель. Как вы думаете, Шакья, зарабатывая 100 кахапан в день или 1000 кахапан в день и накапливая сбережения, достигнет ли этот человек огромного богатства к 100 годам, если он будет жить 100 лет? О да, преподобный учитель. А как вы думаете, Шакья, будет ли этот человек из-за такого богатства, вследствие такого богатства жить, благодаря такому богатству, ощущать высшее блаженство одну ночь или один день, или полночи, или полдня? Конечно нет, преподобный учитель. Почему это так? Преподобный учитель, потому что чувственные наслаждения непостоянны, бесполезны, обманчивы, иллюзорны по природе. Так вот, Шакья, в противоположность этому, если мой ученик 10 лет усердно практикует с твердой решимостью, идя по пути так, как я советую, то он сможет наслаждаться высшим блаженством и 100 лет, и 100 столетий, и 100 тысячелетий, и 10 миллионов лет. А также он станет возвращающимся один раз, или вовсе не возвращающимся, или, несомненно, станет вошедшим в поток. Шакья. 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 Это не принесет вам пользу, если в своей жизни, которую трудно обрести, и которая угрожает несчастью смерти, вы иногда соблюдаете восьмикомпонентный день обетов и заповедей, а иногда не соблюдаете его. О, преподобный учитель, отныне мы будем соблюдать восьмикомпонентный день обетов и заповедей. Сангхата сутта. Обусловленное существование. Монахи. Обусловленному существованию присущи три характерных качества обусловленности. Каковы эти три качества? Очевидно, что это возникновение, разрушение и изменение со временем. Вот такие три характерных качества обусловленности монахи, присущи обусловленному существованию. Монахи. Необусловленному существованию. Нирване. Присущи три характерных качества обусловленности. Каковы эти три качества? Очевидно, что это отсутствие возникновения, отсутствие разрушения и отсутствие изменения со временем. Вот такие три характерных качества обусловленности монахи, присущи необусловленному существованию. Саньоджанна сутта. Узы. Есть десять ус. Каковы эти десять? Это пять нижних ус и пять верхних ус. А что есть пять нижних ус? Это взгляды, самоотождествления, сомнения, захваченность заповедями и методами, страстное желание и злонамеренность. Таковы пять нижних ус. А что такое есть пять верхних ус? Привязанность к форме, привязанность к неформе, самомнение, гордыня, неспокойное поведение, возбуждение, неведение. Таковы пять верхних ус, таковы десять ус. Сукхумула сутта. Забота. Монахи, я жил окруженной заботой, чрезмерной заботой, непрерывной заботой. Монахи, мой отец сделал в своих владениях искусственные пруды. В одном из них цвели голубые лотосы, в другом красные лотосы, в третьем белые лотосы. Все это было сделано исключительно для меня. Монахи, сандал, которым я пользовался, был только из каши и ниоткуда более. Монахи, из каши также был мой тюрбан. Из каши были и моя верхняя одежда, и мое нижнее белье, и моя мантия. Монахи, день и ночь надо мной носили белый зонт, символ королевской власти, оберегая меня от холода и жара, и от пыли, от травы и росы. Монахи, у меня было три дворца. Один предназначался на зимний сезон, другой на летний сезон, третий на сезон дождей. Во дворце для сезона дождей, в течение четырех месяцев сезона дождей я проводил время в обществе девушек, которые развлекали меня, играя на музыкальных инструментах, и я ни разу не погидал дворца. Монахи, в то время, как слуг рабочих и служащих в других домах кормили прокисшей похлебкой издробленного риса, в доме моего отца слуг рабочих и служащих кормили хорошей рисовой кашей с мясом. Монахи, и хотя я был наделен таким могуществом и окружен такой заботой, я задумался, когда невежественный мирской человек, сам подверженный старению и не способный избежать старости, видит состарившегося человека, он испытывает беспокойство, подавленность и чувство отвращения, ставя себя выше других. Я также подвержен старению и не способен избежать старости, но если я сам подвержен старению и не способен избежать старости, не подобает мне испытывать беспокойство, подавленность и чувство отвращения при виде состарившегося человека. Монахи, когда я осознал это, опьяненность молодостью, свойственная молодым людям, полностью прошла. И я задумался, когда невежественный мирской человек, сам подверженный болезням и не способный избежать болезней, видит больного человека, он испытывает беспокойство, подавленность и чувство отвращения, ставя себя выше других. Я также подвержен болезням и не способен избежать болезней. Но если я сам подвержен болезням и не способен избежать болезней, не подобает мне испытывать беспокойство, подавленность и чувство отвращения при виде больного человека. Монахи, когда я осознал это, опьяненность здоровьем, свойственная здоровым людям, полностью прошла. И я задумался снова, когда невежественный мирской человек, сам подверженный смерти и не способный избежать смерти, видит мертвого человека, он испытывает беспокойство, подавленность и чувство отвращения, ставя себя выше других. Я также подвержен смерти и не способен избежать смерти. Но если я сам подвержен смерти и не способен избежать смерти, не подобает мне испытывать беспокойство, подавленность и чувство отвращения при виде мертвого человека. Монахи, когда я осознал это, опьяненность жизнью, свойственная живущим людям, полностью прошла. Монахи, есть три вида опьяненности. Какие три вида? Это опьяненность молодостью, опьяненность здоровьем и опьяненность жизнью. Опьяненный своей молодостью, невежественный мирской человек совершает плохие поступки телом, совершает плохие поступки речью, совершает плохие поступки умом. Совершая плохие поступки телом, совершая плохие поступки речью, совершая плохие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений и скорби, в скверном мире, в мире падения в водах. Опьяненный своим здоровьем, невежественный мирской человек, совершает плохие поступки телом, совершает плохие поступки речью, совершает плохие поступки умом. Совершая плохие поступки телом, совершая плохие поступки речью, совершая плохие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений, в скорби, в скверном мире, в мире падения в аду. Опьяненный своей жизнью, невежественный мирской человек, совершает плохие поступки телом, совершает плохие поступки речью, совершает плохие поступки умом. Совершая плохие поступки телом, совершая плохие поступки речью, совершая плохие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений и скорби, в скверном мире, в мире падения в аду. Опьяненный своей молодостью, монахи Бхикху, бросает свое обучение и возвращается к мирской жизни. Опьяненный своей жизнью, монахи Бхикху, бросает свое обучение и возвращается к мирской жизни. Подверженные болезням, подверженные старенью и подверженную смерти, мирские люди испытывают отвращение, сталкиваясь с их проявлениями у других. Если бы я испытывал неприязнь к существам, подверженным таким явлениям, это стало бы для меня неподобающим образом жизни. Живя с таким настроем, постигая непривязанность к явлениям, я полностью преодолел опьянение здоровьем, молодостью и жизнью, как тот, кто видит покой в отречении. У меня появилось стремление достичь нирваны. Теперь я не стану потворствовать чувственным удовольствием. Достигнув конечной цели святой жизни, я не вернусь обратно. Томаната сутта Тьма Есть четыре типа людей, обобщающие всех живущих в этом мире. Каковы эти четыре типа? Это тот, кто из тьмы движется во тьму, тот, кто из тьмы движется в свет, тот, кто из света движется во тьму, тот, кто из света движется в свет. Каков тип человека, который из тьмы движется во тьму? Это случай, когда человек рождается в семье с низким социальным уровнем, в семье мусорщика или охотника, или плетельщика корзин, или мастера по изготовлению колес, или подметальщика. В бедной семье, скудно питающейся, живущей в нужде, где пища и одежда достаются с трудом. И этот человек обладает некрасивой внешностью, уродлив, хил и болезнен, полуслеп, или изуродован, или хромой, или иной калека. Ему не подносят еду, напитки, одежду или средства передвижения, не дарят гирлянды, духи или мази, не жертвуют постельные принадлежности, не дают приют, не подносят светильники. Он совершает дурные поступки телом, дурные поступки речью и дурные поступки умом. Совершая дурные поступки телом, дурные поступки речью и дурные поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений, в скверном мире, в низших областях, в аду. Таков тип человека, который из тьмы движется во тьму. А каков тип человека, который из тьмы движется в свет? Это случай, когда человек рождается в семье с низким социальным уровнем, в семье мусорщика или охотника, или плетельщика корзин, или мастера по изготовлению колес, или подметальщика. В бедной семье, скудно питающейся, живущей в нужде, где пища и одежда достаются с трудом, и этот человек обладает некрасивой внешностью, уродлив, хил и болезнен, полуслеп, или изуродован, или хромой, или иной калека. Ему не подносят еду, напитки, одежду или средства передвижения, не дарят гирлянды, духи или мази, не жертвуют постельной принадлежности, не дают приют, не подносят светильники. Но он совершает хорошие поступки телом, хорошие поступки речью и хорошие поступки умом. Совершая хорошие поступки телом, хорошие поступки речью, хорошие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в хорошем мире на небесах. Таков тип человека, который из тьмы движется в свет. Каков тип человека, который из света движется во тьму? Это случай, когда человек рождается в семье с высоким социальным уровнем, в семье благородного воина или в семье священнослужителя или в семье процветающего домовладельца, в богатой семье с большим богатством, с многочисленными владениями, с хорошим капиталом, с большим достатком, с изобилием разного товара. И этот человек, обладая красивой внешностью, привлекателен, имеет благородный вид, его внешность подобна лотосу, ему подносят еду, напитки, одежду и средства передвижения, ему дарят гирлянды, духи и мази, ему жертвуют постельные принадлежности, дают приют, подносят светильники. Но он, совершая дурные поступки телом, дурные поступки речью и дурные поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений, в скверном мире, в низших областях, в аду. Таков тип человека, который из света движется во тьму. Каков же тип человека, который из света движется в свет? Это случай, когда человек рождается в семье с высоким социальным уровнем, в семье благородного воина, или в семье священнослужителя, или в семье процветающего домовладельца, в богатой семье, с большим богатством, с многочисленными владениями и хорошим капиталом, с большим достатком, с изобилием разного товара. И этот человек обладает красивой внешностью, привлекателен, имеет благородный вид. Его внешность подобна лотосу. Ему подносят еду, напитки, одежду и средства передвижения. Ему дарят гирлянды, духи и мази. Ему жертвуют постельные принадлежности, дают приют, подносят светильники. Он совершает хорошие поступки телом, хорошие поступки речью, хорошие поступки умом. Совершая хорошие поступки телом, хорошие поступки речью, хорошие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в хорошем мире, на небесах. Таков тип человека, который из света движется в свет. Вот таковы четыре типа людей, обобщающие всех живущих в этом мире. Чапалла Сутта. Сонливость. Чапалла Сутта. 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 Вот как следует тебе тренировать себя. Семейная жизнь наполнена трудовыми обязанностями, поэтому люди не уделяют особого внимания посещающим их монахам. Если монах посетит такую семью, имея в душе высокомерие, он может подумать, кто же, интересно, испортил отношения между мной и этой семьей. Похоже, что люди не рады мне. Ничего не получив, он приходит в замешательство. Придя в замешательство, он начинает беспокоиться. Забеспокоившись, он становится нездержанным. Когда он теряет сдержанность, его ум не может концентрироваться. Кроме того, Магаланна, ты должен тренировать себя. Я не буду произносить слов, вызывающих несогласие. Вот как следует тебе тренировать себя. Когда речь вызывает несогласие, это ведет к множеству споров и дискуссий. Где много дискуссий, там беспокойство. Ощущая беспокойство, человек становится нездержанным. Когда он теряет сдержанность, его ум не может концентрироваться. Это не случай, Магаланна, когда я хвалю какие-либо собрания. Это также не случай, когда я ругаю какие-либо собрания. Я не хвалю собрания домовладельцев и отрекшихся от дома. Но что касается мест обитания, где нет шума, нет звуков, где царит атмосфера безлюдности, подходящая для уединения, не нарушаемая человеческими вмешательствами, то я приветствую собрания с такими местами обитания. Когда это было сказано, почтенный Магаланна обратился к самому почитаемому. Кратко говоря, преподобный учитель, в отношении чего монах освобождается, пресекая жажду, приходя к полному завершению, к полной свободе от уз, являясь последователем совершенной святой жизни, совершенным во всем, первым среди людей и небожителей. Это случай, Магаланна, когда монах слышит, что любая вещь не стоит того, чтобы к ней привязываться. Полностью познав все вещи, он полностью понимает все вещи. Полностью понимая все вещи, чтобы он не испытывал удовольствие, боль, отсутствие радости и боли, он продолжает концентрироваться на непостоянстве, концентрироваться на беспристрастности, концентрироваться на пресечении, концентрироваться на освобождении от этого чувства. Он ни к чему не привязан в этом мире, ничем не захвачен. Не захваченный, он не приходит в волнение. Не приходя в волнение, он уже свободен. Он осознает, рождений больше не будет, святая жизнь подходит к завершению, цель достигнута. Нет причин для перерождения в этом мире. Магаланна. Вот, кратко говоря, в отношении чего монах освобождается. Пресекая жажду, приходя к полному завершению, к полной свободе от уз, являясь последователем совершенной святой жизни, совершенным во всем, первым среди людей и небожителей. Чундра. Чундра. Когда умер Сарипутта. Однажды самый почитаемый находился близ Саватки в роще Джетта в монастыре Анатхапиндики. В то время достопочтенный Сарипутта, хворающий, страдающий от недуга, тяжело больной, остановился среди жителей Магадхи в деревне Налакка. Послушник чудно был его слугой в те дни. И вот, из-за его случившейся болезни, достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. И тогда новообращенный монах Чунда, взяв чашу и одежды достопочтенного Сарипутты, пошел в рощу Джетты, в монастырь Анатхапиндики, что находился близ Саватки, к достопочтенному Ананде. И, придя, поклонился ему и сел рядом. Сев рядом, он обратился к Ананде. Уважаемый господин, достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. Вот его чаша и одежда. Друг мой Чунда, это известие — важный повод для того, чтобы встретиться с самым почитаемым. Пойдем к самому почитаемому, я расскажу ему об этом. Хорошо, уважаемый господин, ответил послушник Чунда. Тогда достопочтенный Ананда и послушник Чунда пошли к самому почитаемому, и, придя, поклонились ему и сели рядом. Сев рядом, достопочтенный Ананда обратился к самому почитаемому. Преподобный учитель, только что послушник Чунда, сказал мне. Уважаемый господин, достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. Вот его чаша и одежда. Это было для меня потрясением. Тело они имело от шока. Я растерялся, я плохо соображал, когда услышал, что достопочтенный Сарипутта оставил жизнь, обретя совершенное освобождение. Ананда, как ты думаешь, когда Сарипутта обрел совершенное освобождение, взял ли он с собой все заслуги? Взял ли он с собой все сосредоточение? Взял ли он с собой все развлечение? Взял ли он с собой все освобождение? Взял ли он с собой все знания и виденье освобождения? Нет, преподобный учитель, когда Сарипутта обрел совершенное освобождение, он не взял с собой все заслуги. Он не взял с собой все сосредоточение, он не взял с собой все развлечение, он не взял с собой все освобождение, он не взял с собой все знания и виденье освобождения. Но он был моим инструктором и советчиком, тем, кто давал мне советы, побуждал, воодушевлял и подбадривал меня. Он был неутомим и разъяснений Дхармы, он был помощником для своих товарищей по святой жизни. Нам будет недоставать его поддержки в учении, глубины его постижения учения, его помощи в учении. Однако, Ананда, разве я не учил себя, как взращивать иной настрой по отношению ко всем вещам, что дороги и привлекательны для вас? Настрой на отдаление от них. Разве я не учил тому, как обретать иное состояние ума? Чего здесь еще можно ожидать? Невозможно удержать от распада то, что рождено, существует, создано, а потому обречено распасться на основные элементы. Как если бы с огромной ветви было суждено обломиться и отвалиться от мощного дерева, состоящего из твердой породы, стоящего крепко, подобным образом Сарипутта достиг совершенного освобождения, покинув эту великую общину монахов, состоящую из твердой породы, стоящую крепко. Чего здесь еще можно ожидать? Чего здесь можно ожидать? Как он живет, сделав Дхарму своим островом, сделав Дхарму своим прибежищем, не делая для себя иного прибежища? В этом случае монах живет, сосредотачивая внимание на теле, на его внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на их внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на уме, на его внутренних и внешних качествах, будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные этому миру. Вот как живет монах, став для себя островом, став для себя прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Вот как он живет, сделав дхарму своим островом, сделав дхарму своим прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Те, кто сейчас и после моего ухода будут жить, став для себя островом, став для себя прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Те, кто сделает дхарму своим островом, сделает дхарму своим прибежищем, не делая для себя иного прибежища. Такие монахи будут высшими среди тех, кто стремится к учению. Ом. Ом. Сарипутта-сутта. О Сарипутте. Так я слышал. Однажды самый почитаемый пребывал близ Савадхи в монастыре Анандхапиндики, что в роще Джетты. И вот в то время уважаемый монах Сарипутта сидел однажды невдалеке от самого почитаемого. Его ноги были перекрещены, корпус его был выпрямлен, его вид выражал скромность, удовлетворенность, уединенность, простоту. Он проявлял настойчивость, ум его был возвышен. Самый почитаемый обратил внимание на Сарипутту, сидящего невдалеке, увидел, что ноги его были перекрещены, корпус его был выпрямлен, его вид выражал скромность, удовлетворенность, уединенность, простоту. Он проявлял настойчивость, и ум его был возвышен. Тогда, осознав значение этого, самый почитаемый, молвил. С возвышенным умом, полной внимания, мудрец упражняется в методах мудрости. У него нет печали. Тот, кто достиг, спокоен и всегда осознает. Раджа-сутта Царь «А для вас, ваше величество, есть кто-либо дороже, чем вы сами?» «Нет, Малико, для меня нет никого дороже, чем я сам». Тогда царь, покинув дворец, отправился к самому почитаемому, и, придя, поклонился ему и сел рядом. Сев рядом, он обратился к самому почитаемому. «Только что я вместе с царицей Маликой был в верхнем дворце. Я сказал ей, «Есть для тебя кто-либо дороже, чем ты сама?» «Нет, ваше величество», — ответила она. «Для меня нет никого дороже, чем я сама. А для вас, ваше величество, есть кто-либо дороже, чем вы сами?» «Нет, Малико, для меня нет никого дороже, чем я сам», — сказал я. «Тогда, понимая смысл этого, самый почитаемый произнес по этому поводу. «В каких бы направлениях ты ни искал, не найдешь никого, кто был бы тебе дороже тебя самого. Так же и другие сильнее всего любят самих себя. Поэтому, если любишь себя, не причиняй боль другим». Кумарака сутта. Сутра о мальчиках. Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ Савадхи в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. В это время большая группа мальчишек ловила рыбу у дороги между Савадхи и рощей Джетты. Рано утром самый почитаемый, надев свои одежды и неся свою патру, чашу для пожертвования пищи и монашеский плащ, шел в Савадхи за подаянием. Он увидел множество мальчишек, ловивших рыбу у дороги между Савадхи и рощей Джетты. Увидев их, он подошел к ним. Подойдя, он сказал им, «Мальчики, вы боитесь боли? Вы не любите боль?» «Да, господин, мы боимся боли, мы не любим боль». И тогда, осознавая смысл этого, самый почитаемый произнес по этому поводу. Если вы боитесь боли, если вы не любите боль, не делайте плохих поступков, ни открыто, ни тайно. Если вы совершаете плохой поступок или совершите его в будущем, тогда вы не избежите боли. Она поймает вас, даже если вы попытаетесь ускользнуть. Монахи, я объясню вам, что такое «все». Слушайте внимательно, я буду говорить. «Как скажете, учитель», ответили монахи. Благословенный сказал, «Что такое «все»?» «Всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется «все». И если кто-либо скажет, «Помимо этого всего я опишу иное», то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение, и будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей. Санюта Никая, 15, 3, слезы. В Савадхи. Благословенный сказал, «С безначальных времен происходит перерождение, начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре». Как вы думаете, монахи, чего больше, слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше, слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. «Великолепно, монахи, превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше, слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться.